Глава, двенадцатая. Семейная жизнь. Прошла молодость. Пушкин женат. Поэт еще два года назад написал «Когда для смертного умолкнет шумный день» из стихотворения «Воспоминания», 1828 год. Воспоминание развило перед ним свой длинный свиток. Он сделал тогда свое странное признание. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Что это значит? Почему он не хочет забыть о прошлом, если оно так мучительно и горько? Не потому ли, что он верит в какой-то смысл этих страстных мучений? Он покорствует необходимости, безумно ей противоречить. Если человек связан по рукам и ногам, как рабы Микеланджело, не надо вырываться из этих жестоких пут. Они еще злее врежутся в измученное тело. Лучше покорствовать до времени, когда они сами ослабеют. Ослабеют ли? Рабы Микеланджело Челков имеет в виду четыре статуи, неоконченные рабов или гигантов, созданные итальянским скульптором Микеланджело Буонаротти 1475-1564 годы. 8 сентября 1826 года самовластье предстало пред ним поэтом в лице Николая Павловича Романова. Пушкин поверил, что сама необходимость предлагает ему заключить перемирие с правительством. Эта история распоряжается его судьбою. Гений Пушкина влечет его к тишине и трудам. Радости безоблачной теперь нет, и нет свободы, и не будет. Мой путь уныл. Пусть уныл. Пусть уныл. Пусть уныл. Пусть уныл. Пусть уныл. Новому внутреннему опыту соответствует и новый пейзаж, занимающий воображение поэта. Романтизм юности, высокопарные мечтания теперь уже не кажутся ему пленительными. В самой низкой прозаической действительности он находит поэзию. Низкой. Пусть уныл. 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 Заметил не сразу. В свете Наталья Николаевна считалась красавицей. Но если внимательно вглядеться в ее портреты Брюловаа, Гауи и других, трудно согласиться с молвою об ее романтической красоте. Брюлов Александр Павлович, 1798-1877 годы. Брат Карла Павловича Брюлова, архитектор, художник, портретист. Портрет Пушкиной выполнен в 1832 году. Гау Вальдемар Владимир Иванович, 1816-1895 годы. Знаменитый художник-акварелист. Придворный портретист императора Николая I и его семьи. Портрет Пушкиной выполнен в 1842 году. По другим источникам в 1843 или 1844 году. Со всех портретов смотрит на вас хорошенькая женщина, нежная и томная. Но выражение ее прелестного личика лишено всякой мысли. Оно незначительно. Едва ли можно назвать женщину красавицей, если ее душевная жизнь пуста и ничтожна. Поэт Туманский проездом из Петербурга в Бессарабию посетил Пушкина и писал об этом своей кузине. Пушкин радовался, как ребенок моему приезду, оставил меня обедать у себя и чрезвычайно мило познакомил меня со своей упригожей женой. Не воображайте, однако ж, чтобы это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина беленькая, чистенькая девочка с правильными черными и лукавыми глазами, как у любой грезетки. Видно, что она не ловка еще и не развязана, а все-таки московщина отражается на ней довольно заметно. Что у нее нет вкуса, это было видно по безобразному ее наряду. Что у нее нет ни опрятности, ни порядка, о том свидетельствовали запачканные салфетки из скатерти и расстройство мебели и посуды. И вот эту хорошенькую девчонку Пушкин хотел воспитать в правилах, которые казались ему необходимыми для семейного очага. Он не сразу разочаровался в своих способностях морального руководителя. Дом, в котором поселился Пушкин со своей женой, был на Арбате, второй от угла денежного переулка в сторону Арбатских ворот. Пушкины занимали второй этаж. С первых же дней их семейной жизни начались непрестанные развлечения, визиты, рауты и балы. После венчания был пышный ужин, которым распоряжался с увлечением брат Левушка. Утром на другой день Пушкин оставил жену одну. Пришли какие-то литераторы, и поэт увлекся разговором. Беседа затянулась до обеда. Когда Пушкин вспомнил о жене и пошел к ней, она горько плакала. Рассеянность поэта ее оскорбила. Пришлось утешать красавицу, которая считала себя покинутой. Через два дня Пушкины были на балу у Щербининой. 21-го был вечер молодоженов. 22-го они были на маскараде в Большом театре. 27-го у Пушкиных был бал. А через день они участвовали в санном катании, устроенном Пашковыми. Вечером в тот же день были у Долгоруковых. Щербинина. Анастасия Михайловна. 1760-1831 годы. Дочь Екатерины Романны Дашковой. Ближайшей с подвижницей Екатерины Второй. Пашковы Сергей Иванович. 1803-1883 годы. Сын отставного подполковника Ивана Александровича Пашкова. 1758-1828 годы. С 1822 года отставной поручик. Его жена Пашкова Надежда Сергеевна. 1811-1880 годы. Урожденная княжна Долгорукова. Долгоруковы. Александр Сергеевич. 1809-1873 годы. Князь. Чиновник особых поручений при Московском военном губернаторе. С 1832 года. Камеры Юнкер. И Ольга Александровна. 1814-1865 годы. Младшая дочь Булгаковых. Вышедшая замуж за Долгорукова в январе 1831 года. Чулков, приводимый в сведениях, не совсем точен. Пушкины были в середине февраля на балу в честь молодоженов. А 1 марта участвовали вместе с Долгоруковыми в санном катании, устроенном Пашковыми. Одним словом, светская суета сразу овладела домом поэта. Покой он не нашел. Но у него была надежда, что жизнь пойдет по-иному, когда удастся покинуть Москву. За месяц до свадьбы он писал Плетневу. «Душа моя, вот тебе план жизни моей. Я женюсь в семь месяца. Полгода проживу в Москве. Летом приеду к вам. Я не люблю московской жизни. Здесь живи не как хочешь, как тетки хотят. «Теща моя, та же тетка. То ли дело в Петербурге. Заживу себе мещанином, припеваючи, независимо, и не думаю о том, что скажет Марья Алексеевна». «Что скажет Марья Алексеевна» — перефраз, ставшего крылатым выражением из комедии Грибоедова «Горе от ума», что станет договорить княгиня Марья Алексеевна. В середине мая Пушкины покинули московскую квартиру и уехали в Петербург. Они остановились в Демутовом трактире, а через неделю переехали в царское село, как мечтал Пушкин. Ему хотелось провести лето и осень в уединении вдохновительном вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей. Жить в царском селе тем удобнее, что там гусаров нет, двора нет, а главное нет тещи. На эти месяцы материально Пушкин был обеспечен теми деньгами, которые он получил, заложив Кистеневку. Однако после уплаты части долгов и непредвиденного одолжения тещи 11 тысяч на приданное, от этих кистеневских денег осталось мало и надо было позаботиться о новых доходах. В письме к Плетневу еще в феврале поэт объяснял ему трудность своего положения. В июне буду у вас и начну жить анболжуаз, помещански. А здесь с тетками справиться невозможно, требования глупые и смешные, а делать нечего. Теперь понимаешь ли, что значит приданное, от чего я сердился. Взять жену без состояния я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок я не в состоянии, но я упрям и должен был настоять, по крайней мере, на свадьбе. Делать нечего, придется печатать мои повести. Чтобы как-нибудь оправдать свое упрямство, Пушкин пишет тому же Плетневу через неделю после свадьбы. Я женат и счастлив. А 26 марта опять уверяет Плетневу, посвятив его в запутанные свои финансовые дела. По крайней мере, со своей стороны я поступил честно и более нежели бескорыстно. Не хвалюсь и не жалуюсь, ибо женка моя прелесть не по одной наружности. И не считаю пожертвованием того, что должен был я сделать. Началось так называемое семейное счастье. По крайней мере, Пушкин склонен в это верить. 1 июня он женой уже в Царском селе, в доме Китаевой, на Колпинской улице. Китаева Анна Кузьминишна, жена придворного коммердинера Китаева, владелица дома в Царском селе. Он теперь будет жить потихоньку, без тещи, без экипажа, следственно без больших расходов и без сплетен. Пушкины ни с кем еще пока мест не знакомы. Поэт делится своим счастьем с Нащекиным. Мы здесь живем тихо и весело, будто в глуши деревенской. Поэт не подозревает душевных настроений своей молодой супруги. Он занят событиями в Польше, литературными планами и перепиской с друзьями. Она ничего не понимает ни в политике, ни в литературе и нисколько не интересуется его приятелями. Она скучает. Теща тем временем не дремлет и пишет Пушкину капризные и грубые письма. Ему пришлось в свою очередь написать ей жестко и строго, пусть она не думает, что может распоряжаться его судьбою, пользуясь тем, что Натали вышла за него замуж. Не подобает 18-летней женщине руководить 32-летним мужчиной. Он любит собственное спокойствие и сумеет его обеспечить. Однако спокойствие зависит не только от капризной тещи, но и от событий более важных. Пушкин весь полон тревожных мыслей о польских делах. 4 июня после смерти Дибича, командующим действующими против повстанцев войсками, назначен был Паскевич. Дибич скончался 29 мая в селе Клешеве близ Пултузка. Граф Комаровский рассказывал, что летом 1831 года он встретил однажды на прогулке Пушкина задумчивого и тревожного. Комаровский, Егор Евграфович, 1803-1875 годы, отставной ротмистр, впоследствии надворный советник, сын Евграфа Федотовича, 1769-1863 годы, графа, генерал-лейтенанта, сенатора, члена Верховного уголовного суда над декабристами. Отчего не весело, Александр Сергеевич? Да все газеты читаю. Что ж такое? Разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году? Рассказ графа Комаровского заслуживает доверия. Пушкин именно так думал о тогдашних событиях. 1 июля он писал Вяземскому о последних известиях. Он живописно рассказывает о геройском поведении Крженецкого, одного из главарей повстанцев. Крженецкий. Речь идет о Скрженецком Яне Сигизмунде, 1787-1860 годы, польском генерале, командовавшем в 1830-31 годах дивизией и потерпевшим под астралянкой поражение от русских войск, наступавших на Варшаву. В 1831 году издал книгу «Два дня победы», которая, возможно, была известна Пушкину, но, вероятнее всего, поэт почерпнул приведенный факт из французских газет. Смертельно раненый. Он запел польский гимн, воодушевляя дрогнувшие войска. Все это хорошо в поэтическом отношении, писал Пушкин, но все-таки их надобно задушить, и наша медленность мучительна. Для нас мятеж Польши есть дело семейственное. Старинная наследственная распря. Мы не можем судить ее под впечатлением европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей. Мятеж Польши Польская революция 1830-1831 годов определила русско-польские отношения на весь XIX век. Неожиданное восстание быстро охватило царство польское и перекинулось в Литву. Скорейшее подавление Варшавского бунта вызвано было необходимостью поднять престиж Николаевской России в глазах Западной Европы, а также опасением, что к восставшим присоединятся и русские крестьяне. Не все, конечно, разделяли эти мысли Пушкина. И тот же князь Вяземский не усматривал, например, в польском мятеже 1831 года того содержания и смысла, которые волновали тогда Пушкина. Жесткие, грубые слова, но все-таки их надо задушить, вызывали естественное негодование у тех, кто в этом мятеже видел восстание угнетенной национальности. Но Пушкин видел в этом восстании нечто иное. Ему казалось, что борьба идет не между польским народом и царским правительством, а между польской ушляхтой, подстрекаемую Западную Европою, и русским государством. Польша, как известно, благодаря конституции, дарованной ей Александром I, пользовалась по сравнению с Великороссией несомненными привилегиями. Декабристы негодовали на Александра за те политические преимущества, которых была лишена Россия. Пестель, будучи сторонником унитарного государства, хотя и делал для Польши исключение и проектировал ее присоединение на федеративных началах, однако отнюдь не допускал мысли об ее великодержавии. А польская шляхта всегда мечтала именно об этом великодержавии, претендуя на Киев и на выход к морю. Замученные крепостным правом польские крестьяне ненавидели ближайших своих угнетателей больше, чем русское правительство. Западная буржуазия поддерживала восстание не ради прекрасных глаз повстанцев, а желая ослабить растущий русский империализм. Николай Павлович Романов понимал, что, возможно, война с Европою. В январе 1831 года он писал цесаревичу Константину «Кто-то из двух должен погибнуть, так как погибнуть необходимо – Россия или Польша?» Возникал старый спор о гегемонии в славянском мире. Пушкин стоял на дворянско-патриотической точке зрения. Он хорошо знал историю. Он знал, что вопрос о политической гегемонии России или Польши поставлен был с большой остротой еще во второй половине XVI века. Речь Посполитая владела тогда исконными русскими землями, тяготевшими к Москве и связанными с нею языком и культурой. Борьба продолжалась и в XVII веке. Римская Курия очень была озабочена окатоличиванием западного населения Руси и поддерживала притязания Польши. Пушкин превосходно знал отношения Польши и московского государства в эпоху самозванцев. Если бы земское ополчение не выгнало поляков из московского Кремля в 1612 году, не было бы русского великодержавия, а может быть и самостоятельной русской культуры. Как известно, поляки, покидая Кремль, успели его зажечь, что и дало повод Пушкину написать «Мы не напомним ныне им того, что старые скрижали хранят в преданиях немых. Мы не сожжем Варшавы их». Из стихотворения «Бородинская годовщина» 1831 год «Скрижали в Библии каменные доски с десятью заповедями, врученные Моисею Богом на горе Синай, в переносном смысле то, куда заносятся памятные события, даты, имена и тому подобное. Только при Петре после Полтавской победы русское великодержавие настолько упрочилось, что Польша вынуждена была признать русскую гегемонию. Пушкин видел в Польше авангард враждебной России Западной Европы. Это и дало ему повод написать клеветникам России стихотворный памфлет, в коем иные увидели измену бывшего либералиста. «Клеветникам России» написано в 1831 году. Однако Пушкин никогда не отличался равнодушием к интересам русского империализма. Еще в 1824 году в послании к польскому стихотворцу и патриоту графу Густаву Ализару он писал Ализару Густав, 1798-1865 годы. Граф, польский общественный деятель, связанный с русскими тайными обществами. Поэт. С 1821 по 1825 годы. Киевский уездный, а затем губернский предводитель дворянства. Маршал. Певец издревле меж собою враждуют наши племена. То наша стонет сторона, то гибнет ваша под грозою. Эти строки представляют вариант стихов, написанных в 1831 году. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. В начале польского восстания, неожиданно для царского правительства, русские войска действовали очень решительно. Явились сомнения в возможности подавить мятеж. Под влиянием этих настроений Пушкин написал пьесу «Перед гробницей святой». Стихотворение написано в 1831 году. А после взятия Варшавы — «Бородинскую годовщину». В этом последнем стихотворении поэт старается найти мотивы примирения. «В боренье падший невредим, врагов мы в прахе не топтали». Они, народные немезиды, не узырят гневного лица и не услышат песнь обиды от лиры русского певца. Немезида В греческой мифологии богиня судьбы, справедливости и возмездия Удивляться тому, что Пушкин разделял тогда патриотическое настроение дворянских кругов, не приходится, разумеется. Еще в 1821 году, в разгар его вольнодумства, когда он живейшим образом интересовался проектом вечного мира Сен-Пьера и сочувствовал ему, это не помешало поэту воспевать военную колонизаторскую политику царского правительства на Кавказе «Орел-двуглавый, грохот русских барабанов и генералов Цицианова, Котлеревского и Ермолова». «Орел-двуглавый, грохот русских барабанов. Строки из эпилога поэмы «Кавказский пленник» 1820-20. Цицианов Павел Дмитриевич, 1754-1806 годы, князь-генерал от инфантерии, главноначальствующий в Грузии с 1802 года, руководил присоединением к России генджинского, карабахского, шекинского и шерванского ханств, убит при переговорах с бакинским ханом. Котлеревский Петр Степанович, 1782-1852 годы, генерал от инфантерии, участник русско-иранской войны, 1804-1813 годов. В середине сентября 1831 года вышла брошюра «На взятие Варшавы» со стихами Жуковского и Пушкина, посвященная событиям в Польше. Брошюра «На взятие Варшавы». В ней были помещены стихотворения Пушкина «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» и Жуковского «Русская песня на взятие Варшавы». Как это ни странно, среди восхищавшихся патриотическими стихами Пушкина оказался Петр Яковлевич Чадаев. Казалось бы, этот мрачный обличитель России, веривший в то, что одна только Западная Европа является носительницей величайшей идеи человеческого единства, должен негодовать на самонадеянный национализм поэта. А он писал ему в это время по поводу его патриотических пьес. Вот, наконец, вы, национальный поэт, вы угадали, наконец, свое призвание. Стихотворение к врагам России в особенности изумительно. «La pièce «О анемии для России» est sur toi admirable». Но этого мало. Чадаев не скупится на похвалы. В пьесе «Клеветникам России» оказывается больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране. Сам Пушкин не претендовал на такую преувеличенную оценку своего стихотворного памфлета. Возможно, конечно, истолковать мнение Чадаева о пьесе «Клеветникам России», проснувшимся в нем инстинктом дворянина-гвардейца, участника Отечественной войны. Но такое истолкование кажется слишком упрощенным и обидным для мыслителя. Любопытно, что Чадаев так неожиданно преувеличил значение поэтической декламации на злобу дня и так поздно догадался, что Пушкин поэт национальный, хотя ему были уже известны и Евгений Онегин, и Борис Годунов, и сокровища пушкинской лирики, то есть все его творчество, которое действительно давало право поэту на первое место в русской национальной культуре. Невольно приходит в голову, не хотел ли Чадаев своей лестью подкупить поэта в надежде найти в нем союзника для пропаганды своей идеи. У него она была одна. Он сам писал Пушкину. «Je n'ai qu'une pensée, vous le savez, вы знаете, у меня только одна мысль». Но эта одна мысль была не так проста. Ее обоснование и выводы, которые можно было из нее сделать, представляли целую философскую систему. Только теперь, спустя сто лет, когда опубликованы все восемь философических писем Чадаева, можно будет оценить как следует эту его единственную мысль о смысле исторического процесса. Пушкин встречался с Чадаевым в Москве весною 1831 года, и, очевидно, тогда же поэт получил от него его рукопись, философические письма, второе и третье по старому счету, или шестое и седьмое по новому. В эти дни в жизни Чадаева произошло немалое событие, он решил нарушить свое привычное уединение. Петр Яковлевич неожиданно появился в английском клубе. Он был все так же безукоризненно одет. Так же он менял по пяти галстуков в день, так же сияла его лысина. Так же он изысканно острил и так же вел безнадежно свою религиозно-философскую пропаганду, понятую до конца, кажется, только одним его идейным противником – Хомяковым. Все прочие решительно не понимали мудреца, не совсем понимал его и Пушкин. Но Чадаев ежедневно посещал клуб, не находя иного места, где могли бы его слушать, хотя бы так легкомысленно и беспечно, как эти дворяне в этом прекрасном помещении среди этих греческих колоннад. Как жаль, что Пушкина нет в Москве, они бы стали идейными союзниками, быть может. Такой мечтой уделился с поэтом Петр Яковлевич в письме к нему от 17 июня 1831 года, ревниво спрашивая его о судьбе рукописи, которую Пушкин увез в Петербург, чтобы ее издать при помощи Блудова, бывшего в это время товарищем министра народного просвещения. Из этих попыток Пушкина ничего не вышло. Чадаев очень беспокоился и писал поэту. «Что же, мой друг, что сталось с моей рукописью?» «Я окончил, мой друг, все, что имел сделать, сказал все, что имел сказать. Мне не терпится иметь все это под рукою». Но Пушкин медлил с ответом, и дело с рукописью не ладилось. Благодаря холерной эпидемии и карантинам почта не принимала посылки. Чадаев волновался. 7 июля он опять послал письмо поэту. Это письмо разошлось письмом Пушкина, который послал другу ответ за день до того. Письмо Чадаеву о философическом письме было написано по-французски 6 июля 1831 года. Чулков дает свой перевод текста. Друзья перестали понимать друг друга. Они оба разочаровались в своей юности, но по разным мотивам. Получив письмо от Пушкина, Петр Яковлевич обрадовался при одном взгляде на его почерк, который напомнил ему былое время. Однако это время немногого стоило. Тогда были лживые грезы счастливого возраста неведения. Пушкин, по-видимому, очень тяготился необходимостью отвечать когда-то близкому и любимому другу. Поэт, однако, внимательно прочел эти два философических письма. Было очень трудно и мучительно следить за отвлеченными мыслями Чадаева. «Ваше понимание истории для меня ново», — пишет Пушкин. «Я не всегда могу с ним согласиться». Надо представить себе то странное впечатление, какое должны были произвести навлюбленного в жизнь поэта парадокса меланхолического философа. Поэт привык думать, что Гомер есть величайший певец древнего мира, и был уверен, что это обеспечивало легендарному старцу наше глубокое уважение и восхищение. Но Чадаев думал иначе, как эта поэтическая летопись эллинской героики есть вредная книга, которой человечество будет стыдиться, как жалких ребяческих стихов. Не сошел ли с ума этот московский мудрец? Моисей и Давид, по мнению Петра Яковлевича, истинные гении, тогда как Сократ и Марк Аврелий — случайные любимцы одичавшего общества. Моисей, в Библии предводитель израильских племен, призванных Богом Яхве, вывести израильтян из фараоновского рабства. У иудеев, христиан, мусульман, Моисей — пророк. Давид, царь израильско-иудейского государства, около 1004-го, около 965-го годов до н.э. Им написаны 150 псалмов, составивших псалтырь, книгу хвалений, которая также является и книгой пророчеств. Сократ, около 470-го, 399-е годы до н.э. древнегреческий философ, один из родоначальников диалектики как метода отыскания истины путем постановки наводящих вопросов. Сократ стал воплощением идеала мудреца. Аврелий Марк, 121-180-е годы, римский император со 161-го года из династии, и антонинов, представитель позднего стоицизма. Философское сочинение «Размышления». Пушкин согласен, что зачинатель библейских сказаний и автор псалмов — люди великого вдохновения. Но зачем же умалять значение таких мудрецов, как Сократ или Марк Аврелий? Мнение Чаодаева об эпохе Возрождения изумило поэта. Блестящий век, столь прославленный роскошью Тициана и Тинтеретта, сладостными песнями Петрарки, прелестью Бокаччо и богатством филологических открытий, оказывается эпохою культурного падения. Об этом веке, неправильно названном Возрождением наук, впоследствии будут вспоминать со снисходительной улыбкой, как о сумасбродном увлечении нашей юности. Тициан, Тициану Вичеллио, около 1476-го или 1480-е годы, год смерти, 1576-й, итальянский живописец эпохи Высокого и Позднего Возрождения, представитель Венецианской школы. Тинтеретто Якопо, настоящая фамилия Робусти, 1518-1594-й годы, итальянский живописец, представитель Венецианской школы Позднего Возрождения. Петрарко, 1304-1374-й годы, итальянский поэт, мыслитель и ученый. Пушкин высоко ценил гуманистическую деятельность Петрарки, смотри статью об аль-монахе «Серебряная лира», 1827 год, но в первую очередь воспринимал его как поэта любви, выдающегося лирика. Бокаччо Джованни, 1313-1375 годы, итальянский писатель, гуманист раннего Возрождения, главное произведение «Декамерон». Где же критерий, позволяющий Чаодаеву произносить такие дерзкие и неожиданные приговоры? Этот критерий в той единственной мысли, которую дорожит Петр Яковлевич. Мысль о возможном единстве человечества. Все, что противоречит этой идее, отметается как ненужный ссор. Все великолепные мифологемы древнего мира и все очаровательные соблазны Возрождения не нужны и опасны, потому что они отвлекают человечество от истины, уже открытой две тысячи лет назад. Эту истину, по мнению Петра Яковлевича, хранит один только христианский Рим. Пушкин принудил себя ответить другу 6 июля. Он очень осторожен и уклончив в оценке главной идеи Чаодаева. Поэтому Ной тонко критикует композицию и стиль философических писем, но он робко возражает насущность Чаодаевской мысли. Вы видите христианское единство в католицизме, то есть в папе. Не в идее ли оно Христа, которое есть и в протестантизме? Через месяц Пушкин писал Вяземскому. Не понимаю, за что Чаодаев с братьями нападают на реформацию «Сэ адир юн фэлэ скрипт эрэтье», то есть проявление христианского духа. И наивно прибавляет «Сэкэлэ христианизм и перди энь юнити и лэ эрэганья энь популярэте», если христианство проиграло в своем единстве, зато оно выиграло в своей популярности. Любопытно, что в этом споре вовсе не принимается во внимание какое-нибудь иное понимание христианства, или папа, или раскол лютера, ничего другого нет. Любопытно также, что такие исконные русские люди, как Петр Яковлевич Чадаев, Петр Андреевич Вяземский, Александр Иванович Тургенев и прочие, заинтересованные эту темою, были бесконечно далеки от того понимания христианской идеи, которое нашло себя выражение в России. Перед глазами Пушкина и Чадаева была официальная, ожиревшая, холодная, синодская иерархия, и, наблюдая ее, поэт заявлял в том же письме к Вяземскому, «Греческая церковь – дело другое. Она остановилась и отделилась от общего стремления христианского духа». А между тем, делая эту уступку своим приятелям-западникам, сам поэт, если в поле его зрения попадали такие книги, как «Сочинение Григория Канисского» или «Словарь русских святых», заинтересовывался ими, а позднее даже печатал о них сочувственные отзывы, приводя обширные выписки. Канистский Григорий, 1717-1795 годы, архиепископ Могилевский, представитель интересов православного населения Белоруссии в польском Сееме. В пушкинскую эпоху его считали автором истории русов. «Словарь русских святых», правильно, «Словарь о святых, прославленных в Российской Церкви, и о некоторых сподвижниках благочестия местно чтимых». Санкт-Петербург, 1836 год. Пушкин имел очень смутное понятие о том, чему церковь учит, и глубоко был равнодушен к богословским вопросам, но он очень прислушивался к тому, как церковь поет. Вся певучая сторона культа, а также четь-яминеи, потерики и вся его поэзия, вот что привлекало внимание Пушкина. Четь-яминеи. Древнерусское название сказаний и суждений о жизни и подвигах православных святых, расположенных в порядке месяцев и дней их церковных поминовений, Пушкин видел в них прелесть простоты и вымысла. Патерик, книга отцов в византийской и славянской аскетической литературе, название сборников житий и нравоучений подвижников того или иного монастыря. Уклончивое письмо поэта не удовлетворило Чаодаева. Нет, Пушкин решительно не замечает, что огромные события надвигаются на европейскую цивилизацию. Он не задумывается над судьбой России. Неужели он не понимает, что июльская революция — первый акт мировой драмы? Этот глупец Карл X не догадался, что нельзя шутить с огнем. «У меня навертываются слезы на глазах», — пишет Чаодаев, «когда я вижу это необъятное злополучие старого, моего старого общества. Неужели и после этого опыта мы не удосужимся подумать о смысле истории?» Недавно Чаодаев прочел письмо Жуковского. «Это такая беспечность и веселье, что страх берет». В этом же письме к Пушкину Чаодаев высказывает очень смелую и неожиданную для него мысль. Он по-прежнему уверен, что мировая история влечет человечество к единству, и что эта будущая гармония определяется торжеством римской идеи. Но пути проведения загадочны. Не будет ли предшествовать финалу истории успех какого-нибудь Сен-Симона или Ламенне? Сен-Симон Клод-Анри де Рувруа 1760-1825 годы Граф, французский мыслитель, социалист, утопист. В сочинении «Новое христианство» 1825 год призывал к созданию новой религии, способной освободить людей. Все люди – братья. Деламенне Феллиситера Берр 1782-1854 годы Французский публицист и религиозный философ Аббат – один из родначальников христианского социализма Основные сочинения Слова верующего 1834 год Эскиз философии 1840-1846 годы Силы языческого Рима подготовили почву для объединения человечества накануне пришествия Христа Не все ли равно, что даст толчок движению, имеющему завершить судьбы рода человеческого? Добрая весть придет с небес, но надо приготовить землю к ее принятию Но Пушкин остался холоден к этим пророчествам Дружба его с Чадаевым не возобновилась И надежда философа, что Пушкин, усвоив его идеи, займет место Данте, не существилась Судьба поэта была иная Данте Альгиери 1265-1321 годы Итальянский поэт, автор сонетов, воспевающих его возлюбленную Беатричи Божественной комедией Пушкин определил ее как тройственную поэму В которой все знания, все поверия, все страсти средних веков Были воплощены и преданы, так сказать, осезанию в живописных терцинах В середине июня 1831 года в Петербурге начались заболевания холеру Борьба с эпидемией была неудачной и бестолковой Свидетель тогдашних событий пишет Лазареты устроены так, что они составляют только переходное место Из дому в могилу В каждой части города назначены попечители Но плохо выбраны из людей, слабых, нерешительных и равнодушных к общественной пользе Присмотр за больными нерадивый Естественно, что бедные люди считают себя погибшими Лишь только заходит речь о помещении их в больницу Между тем туда забирают без разбора больных холерую и не холерую А иногда и просто пьяных из черни кладут их в мести Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательствами Вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки Нет никого, кто бы одушевил народ и возбудил в нем доверие к правительству От этого в разных частях города уже начинаются волнения Народ ропщет и по обыкновению верит разным темным слухам Как, например, будто вовсе нет холеры, но ее выдумали злонамеренные люди для своих целей и тому подобное Кричат против немцев, лекарей, поляков, грозят всех их перебить Правительство точно в усыплении, оно не принимает никаких мер к успокоению умов 26 июня Пушкин писал на Щекину по поводу появившейся в Петербурге холеры На днях на Сенной был бунт в пользу ее Собралось православного народу тысяч шесть Отперли больницы, кое-кого, сказывают, убили Государь сам явился на месте бунта и усмирял его Дело обошлось без пушек, дай бог, чтобы и без кнута Тяжелые времена, Павел Воинович На Сенной был бунт Этот бунт произошел 22 июня 1831 года Времена были действительно тяжелые На основании жандармских донесений и мемуаров современников Можно представить себе, что в эти дни творилось на улицах Петербурга Толпы бунтующих останавливали прохожих на улице, обыскивали их Если находили в карманах какие-нибудь пилюли или аптекарские порошки Тут же на месте учиняли жестокую расправу с мнимым отравителем Некоторые больницы были разбиты, доктора замучены, имущество разграблено, больные выброшены на улицу Все эти ужасы продолжались два дня 22 и 23 июня В записке Бенкендорфа, составленной на основании агентурных сведений Имеются следующие строки, не лишенные даже литературной выразительности На каждом шагу встречались траурные одежды и слышались рыдания Духота в воздухе стояла нестерпимая Небо было накалено, как бы на далеком юге И ни одно облачко не застилало его синевы Трава поблекла от страшной засухи Везде горели леса и трескалась земля Двор переехал из Петергофа в Царское село Куда переведены были и кадетские корпуса Приезд двора состоялся 17 июля 1831 года Но за исключением царского села холера распространилась И по всем окрестностям столицы Народ страдал от препон, которые полагались торговле и промышленности Умирали от холеры главным образом бедняки Но потом смерть стала косить и привилегированных От холеры умер, между прочим, витебский цесаревич Константин Палч Никитенко писал в своем дневнике Никитенко Александр Васильевич, 1804-1877 годы Литературный критик, историк литературы, цензор Цензурировал некоторые произведения Пушкина С Пушкиным познакомился в 1827 году Анна Петровна Керн, в которую был влюблен Болезнь свирепствует с адскую силою Стоит выйти на улицу, чтобы встретить десятки гробов на пути к кладбищу Народ от бунта перешел к безмолвному, глубокому унынию Кажется, настала минута всеобщего разрушения И люди, как приговоренные к смерти, бродят среди гробов Не зная, не пробил ли уже и их последний час Здесь, в Петербурге, усмирение бунтовщиков обошлось без кнута О чем упоминал Пушкин в письме к Нащокину Но не так закончились холерные беспорядки в провинции В середине июля в военных поселениях новгородской губернии Вспыхнул холерный бунт Военные поселения Особая организация войск в Российской империи в 1810-1857 годах С целью уменьшения военных расходов Здесь совмещали военную службу с занятием сельским хозяйством Муштра, жестокий режим, строгая регламентация жизни вызывали восстания Чугуевская в 1819 году, Новгородская в 1831 году Пушкин сообщал Осиповой «Знаете ли, что в Новгороде в военных поселениях были мятежи? Солдаты взбунтовались и все под тем же предлогом отравления Генералы, офицеры и врачи были умерщвлены с утонченной жестокостью По-видимому, холера была лишь предлогом для бунта А мятежники рассчитывали на радикальные изменения всех порядков в ненавистных военных поселениях Это видно из того, что готовился поход бунтовщиков в Грузию для расправы с Аракчеевым Но мятеж не увенчался успехом Царь сам отправился в Новгородскую губернию и решился выступить среди солдат, уговаривая их повиноваться Мятежники покорились Эта покорность дорого им стоила Зачинщиков жестоко наказали Некоторых прогоняли сквозь строй восемь раз через пятьдесят человек Иначе говоря, они должны были получить четыре тысячи палок Из шестидесяти наказанных остались живыми десять человек Лишившихся чувств волокли вдоль строя, продолжая нещадно бить У некоторых выпали внутренности Новгородское дворянство отправило к Николаю депутацию С изъявлением чувств признательности за восстановление спокойствия в губернии Пушкин, предчувствуя возможность такой расправы с бунтовщиками, страшился ее Но с не меньшим отвращением он отнесся и к самому факту мятежа В дневнике 1831 года он записал некоторые подробности бунта Генерала они засекли на плаце Над некоторыми жертвами убийцы ругались Посадив на стул одного майора, они подходили к нему шутками Ваше высокоблагородие, что это вы так побледнели И с этими словами били его по лицу То же самое и в письме к Вяземскому 3 августа Ты верно слышал о возмущениях новгородских и старой русы? Ужасы! Более ста человек, генералов, полковников и офицеров Перерезали в новгородских поселениях со всеми утончениями злобы Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними Разграбили дома, изнасильничали жен Пятнадцать лекарей убито Эти картины дали повод Пушкину Спустя пять лет написать в пропущенной главе капитанской дочки Известные строки Не приведи Бог видеть русский бунт Бессмысленный и беспощадный Вся эта страшная драма закрепощенного и одичавшего в рабстве народа Который царские палачи мечтали усмирить палками Была для Пушкина прологом к его собственной судьбе Обстоятельства так складывались, что ему пришлось жить среди этих самых усмирителей И никогда блеск царского дворца и придворных салонов Не мог уничтожить душе поэта кровавых воспоминаний Поселясь в царском селе, Пушкин радовался, что здесь будет тихо Не будет гусаров, не будет двора Но, к несчастью, двор, страшась холеры, переехал в царское Пушкин еще не был вовлечен в суету светской жизни Если бы не волнение польский и холерный, он мог бы спокойно наслаждаться семейным счастьем Он работал, писал сказку о царе Салтане и сказку о попее работники его балде Его навещали Жуковский и Черноглаза Александра Осиповна Рассет Молоденькая Фрейлина, с которой Пушкин встречался раньше в салоне Карамзиных и у Хитрово У Рассет был жених Смирнов С Пушкиным у нее были отношения дружеские и простые Он ценил ее остроумие, живость и вкус к изящному Она являлась к Пушкиным запросто в их квартиру на Колпиной улице Не интересуясь Натальи Николаевны, она прямо шла в кабинет поэта Там все было в обычном порядке Рядом с рукописями на столе стоял графин с водою, лед и банка с крыжовниковым вареньем Кругом много книг, на окнах не было гордин, Пушкин не тяготился жарою Волосы его обыкновенно были еще мокрые от утренней ванны и велись на висках Они весело болтали о стихах Пушкин очень смеялся, когда Рассет призналась, что ей не нравятся его стихи «Подъезжая под ижоры» Почему? Потому что они выступают как бы подбоченившись «Подъезжая под ижоры» стихотворение написано в 1829 году Наталья Николаевна, обижаясь на Рассет, говорила ревниво «Ты ведь к мужу пришла, ну и иди к нему» Жена его ревновала ко мне, рассказывала впоследствии Рассет поэту Полонскому Полонский Яков Петрович, 1819-1898 годы, поэт-празаик «Сколько раз я ей говорила, что ты ревнуешь ко мне? Право, мне все равно, и Жуковский, и Пушкин, и Плетнев Разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него, ни он в меня? Я это хорошо вижу, — говорит, — да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает» Перед вечером часов шесть Пушкин с Натальей Николаевной гуляли по парку вокруг озера Поэт еще не был разочарован в семейном счастье, хотя иногда нежная и романтическая Натали, подобно своей матушке, капризничала и плакала Она скучала Она знала, что где-то рядом есть особый мир успехов и наслаждений для нее возможных, но пока недоступных И нетерпеливо ждала случая, чтобы войти в этот мир Такой случай представился Николай Павлович Романов не так уж бескорыстно восхищался в Москве прелестью барышни Гончаровой Он вообще не был склонен к бескорыстию Он любил окружать свою жену хорошенькими фрейлинами И любил, чтобы на интимных балах в Ваничковом дворце танцевали красавицы Свою жену Жена Николая I Александра Федоровна, 1798-1860 годы Императрица, дочь прусского короля Фридриха Вильгельма Третьего Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина И фрейлины, и жены покладистых гвардейцев, и воспитанницы театрального училища И случайные барыни, которых встречал царь на общественных маскарадах Все они имели счастье пользоваться царской благосклонностью Нравы во дворце были легкие Даже умненькая, бойкая, смелая Росет Не могла обеспечить во дворце пристойного к себе отношения Царь говорил ей «ты» Входил к ней в спальню, когда она мыла ноги Писал ей такие неприличные записки Что она, показывая молоденькому Аксакову автографы примечательных лиц Стыдливо откладывала в сторону царские письма Аксаков Иван Сергеевич 1823-1886 годы Русский публицист и общественный деятель, сын писателя Аксакова Один из идеологов славянофильства Наталья Николаевна Пушкина Всем казалась очаровательной Брат Росет Аркадий Осипч Рассказывал, что летом 1831 года в царском селе Многие ходили нарочно смотреть на Пушкина Как он гулял под руку с женою Обыкновенно около озера Она бывала в белом платье, в круглой шляпе И на плечах модная красная шаль Росет Аркадий Осипч 1812-1881 годы Брат Александра Осиповна Смирновой Генерал-майор, товарищ министра государственных имуществ Сенатор Благодушный Жуковский Благодушный Жуковский писал своим приятелям Вяземскому и Тургеневу, что жена Пушкина Очень милое творение Он радуется за Пушкина Поэт вместе с женою ему нравится И душа, и жизнь, и поэзия В выигрыше Наивно заключаясь сентиментальный Придворный пиит Сестрица поэта Ольга Сергеевна Писала своему мужу Павлищеву По поводу своей заловки Павлищев Николай Иванович 1802-1879 годы Муж сестры Пушкина Ольги Историк-литератор Она очаровательна и достойна Более любезного молодого человека Гарсон, чем Александр Несмотря на все мое уважение К его шедеврам Я должна сказать, что он стал брюзгою Как женщина Под конец беременности Нет, решительно в глазах Света Наталья Пушкина прелесть А ее супруг Несносный Ворчун и Грубиян Все эти старые привычки Либералиста остались при нем Хотя он и заявляет себя Патриотом Его величество Разрешил напечатать книжку На взятие Варшавы Но в ограниченном количестве экземпляров Патриотизм, конечно, не преступление Но в сущности Вполне достаточно скромного признания Власти и ее авторитета Правительство само знает Что патриотично и что нет Декабристы и французские якобинцы Считали себя патриотами Однако плоды такого опасного патриотизма Всем известны У Натальи Николаевны нет По крайней мере никаких идей Она скромна И не берется судить О высоких предметах Как ее беспокойный супруг Не мудрено, что ей было скучно Когда Пушкин читал Приятелям стихи Или рассуждал с ними О политике Он, правда, не требовал От нее внимания К вопросам, которые Живо его интересовали Но он внушал ей Что светская жизнь Суетна и пуста Что надо быть прежде всего Матерью и хозяйкой Хорошо ему так рассуждать Когда он всем присытился А ей всего только Девятнадцать лет И она желает Насладиться жизнью В ответ на его Нравоучение Она упрекала Мужа За его прошлое Дон Жуана Пушкин чувствовал Боль от этих уплеков Прилежно в памяти Храня измен Печальные предания Ты без участия Внимания Уныло слушаешь меня Кляну Коварные старания Преступной юности Моей И встречу Словных ожидания В садах В безмолвии ночей Кляну речей Любовный шепот Из стихотворения Когда в объятия Мои Тысяча восемьсот Двадцать восьмой год Все думают Что эти стихи Написанные В тысяча восемьсот Тридцать первом году Относятся К Наталье Николаевне Но странно Что в них есть строчка Измен Печальные предания Согласно современным Исследованиям Стихотворение Должно быть Датировано Тысяча восемьсот Двадцать восьмым Годом Кому обращено Неизвестно Предположение Чулкова О том Что правдоподобнее Не приписывать Этих стихов Наталье Пушкиной Очень проницательно Какие же могли быть Измены До их супружеской жизни Или Наталье Николаевне Стали известны Те увлечения Пушкина Которым он предавался Будучи женихом Правдоподобнее Вовсе Не приписывать Этих стихов Натали Пушкиной Их смысл Значительнее И глубже И эти стихи Биографичны Не в том смысле Что в них Отразилась Одна из семейных сцен А в том Что поэт С полной искренностью Говорит о горечи Всякой измены О муках Неверной любви Которые терзали Всегда его сердце Несмотря на его Любовную расточительность И ничем не ограниченную Страстность Это было Единственное Лирическое стихотворение Написанное Поэтом В 1831 году Если не считать Эхо И пьесы Чем чаще Празднуют лицей Чулков Чулков Не совсем точен Помимо трех стихотворений Связанных С польским восстанием Поэтом В 1831 году Написано еще стихотворение Нет, я не дорожу Мятежным наслаждением Замечательно, что в пьесе Эхо Отразилась печаль Одиночества Поэта Это как раз в год Семейного счастья Тебе ж нет отзыва Таков и ты, поэт Стихи на лицейскую годовщину Тоже очень печальны Семейное счастье Не погасило в душе Поэта глубокой грусти Он думает о смерти И мнится Очередь за мной Зовет меня Мой Дельвик Милый Товарищ Юности Живой Товарищ Юности Унылый Наталья Николаевна Грустила Совсем по другим Мотивам Скоро она утешилась Тетка Натали Екатерина Ивановна Загряжская Поспешила Неосторожно Представить Царице Свою племянницу Загряжская Екатерина Ивановна 1779-1842 Тетка Натальи Николаевны Пушкиной Единокровная Сестра Ее матери Натальи Ивановны Гончаровой Фрейлина С 1808 Года Нежно любившая Наталью Николаевну И называвшая Ее Дочерью Своего сердца Наталья Николаевна Пушкина Очень понравилась Государыне Они попали В плен Придворного Быта Судьба Пушкиных Была решена А между тем Материальное положение Пушкина Совершенно Не соответствовало Тем условиям Жизни Какие были Обычными При дворе У него не было Ни доходов С родовых имений Ни государственной Службы Ни ренты Над ним Тяготели Кроме того Крупные Карточные Долги Все это Можно было бы Как-нибудь Уладить Если бы Он И его супруга Были расчетливы Если бы Его литературный Заработок Был прочен Но Пушкины Жили непосредством А литературный Успех Дошел до Своего Зенита И Стал постепенно Падать Публика Ждала от поэта Чего-нибудь Приятного И ее Развлекающего А Пушкин В своем Болдинском Уединении Пошел По таким Путям Строгой Поэзии По каким Русские Поэты До той Поры Не ходили Читатели Привыкли Думать Что Трагедия Должна Быть Выражена Непременно Патетически Как у Покойного Озерова Или По крайней мере Как у Рассина А Пушкин Своё Трагическое Отношение К миру Выразил В каких-то Неожиданных Для тогдашнего Читателя Формах Эти Формы Были Такие Простые Что профанам Не внушали К себе Доверия Во второй Половине Октября Вышли В свет Повести Покойного Ивана Петровича Белкина Изданные А. П. Они Не имели Того Успеха На который Пушкин Рассчитывал Средний Читатель Важно Критикует Ясность И Простоту Гения Воображая Что он Читатель Все Понял И Потому Имеет Право Свысока Смотреть На Автора Но Пушкин Открыв Поэтическую Глубину В самых Ясных В самых Простых Фактах Жизни Уже Презирал Высокопарные Мечтания И Вернуться К сомнительным Прелестям Поэзии Приятной Для вкусов Тогдашних Полуобразованных Дворян Никак Не Мог Непонятную Поэзию Публика Хотя и Бронит Порой Но Всегда Тайно Уважает Подозревая Свою Некомпетентность Но Если Ей Предлагают Творение Хотя Б Огромной Глубины И Значительности Но Ясная По Фабуле И Приемам Эта Самодовольная Публика Треплет Гения По Плечу Этак И Мы Могли Бы Написать Реализм Вестей Белкина Не Имел Успеха В конце Того же 1831 Года Вышел Альманах Альциона В котором Был Напечатан Пир Во Время Чумы Фабула Драматической Поэмы Вильсона В гениальной Трактовке Поэта Не Произвела Никакого Впечатления На Ленивые Головы И Сердца Тогдашних Читателей Такая же Судьба Была Трагической Сцены Моцарта Сальери Напечатанной В альманахе Северные Цветы Который Пушкин Издал В пользу Семьи Дельвига Альциона От Названия Самой Яркой Звезды Группы Плеяда Литературный Альманах Издаваемый Ежегодно В Петербурге В 1831-1833 годах Розеном Вильсон Джон 1785-1854 годы Поэт Близкий Озерной Школе Ватсворт Колдридж Саути Профессор Философии Город Чумы Поэма В трех Актах И двенадцати Картинах 1816-й год Где Изображена Лондонская Чума 1666-го Года Северные Цветы Литературный Альманах Издавался В 1825-1831 Годах Рассчитывать На достаточный Литературный Заработок Пушкин Не мог Пришлось Считаться С советами Хитровой Жуковского Пренебрегать Покровительством Царя Было Трудно А царь Через Жуковского Загряжскую Или Непосредственно Самому Пушкину С которым Он встречался В Царско-сельском Парке Давал Понять Что желает Видеть его У себя На службе В конце Июля Пушкин Подал Бенкендорфу Официальное Заявление В котором Сообщал Что желал Бы заняться Историческими Изысканиями В наших Государственных Архивах И библиотеках Не смею И не желаю Взять на себя Звание Историографа После Незабвенного Крамзина Но могу Со временем Исполнить Давнишнее Мое желание Написать Историю Петра Великого И его Наследников До государя Петра Третьего Царь Вовсе Не собирался Почтить Пушкина Звание Мастериографа Но приблизить Поэта Ко двору И связать Служебными Обязательствами Он был Не прочь Поэтому Разрешено Было Пушкину Заниматься В архивах И он был Зачислен На службу В государственную Коллегию Иностранных Дел С чином Калежского Секретаря И с Жалованием Пять тысяч Рублей В год Сделка С поэтом Была царю Очень выгодна И он Вероятно Самодовольно Улыбнулся Подписывая приказ Может быть Он вспомнил При этом О хорошенькой Наталье Николаевне Что более Чем вероятно Двадцать первый Юлия Пушкин Писал На Щекину Нынче Осенью Займусь Литературой А зимой Заройсь В архиве Куда Вход Дозволен Не царем Царь Со мной Очень Милостив И любезен На другой день Он писал Плетневу С тем же Доверчивым Простодушием Царь взял Меня в службу Но не в канцелярскую Или придворную Или военную Нет Он дал мне Жалование Открыл мне Архивы С тем Чтобы я Рылся там И ничего Не делал Это очень Мило С его стороны Не правда ли Он сказал Пюс киль Эм Мрэ Эт киль Не Париж Так как он Женат И не богат Иль фофер Але Сэм Армит Надо ему Устроить Его хозяйство И Пушкин Замечает Добродушно Ей Богу Он Очень Со мной Мил Мысль Написать Историю Петра Великого Была Давно Уж В голове Пушкина Еще В 1827 Году Он говорил Алексею Вульфу Я Непременно Напишу Историю Петра Великого А Александрову Пером Курбского Слухи О том Что Пушкин Намерен Писать Историю Петра И что Царь Официально Ему Это Поручил Распространились Очень Скоро И в Письмах Современников Имеется Целый ряд Откликов Сочувственных И враждебных Среди Неприязненных Было Мнение Энгельгарта Как всегда Поминавшего Лихом Своего Строптивого Воспитанника Пушкин Говорят Занимается Историей Петра Великого Сомневаюсь Что Это По Нем Историю Петра Пушкин Не Написал Но Работа В архивах Натолкнула Его На важные Темы Некоторыми Из них Года Через два Он Воспользовался В середине Октября Пушкины Покинули Царское Село Они Поселились В Петербурге Сначала У Измайловского Моста На Вознесенском Проспекте А 22 Ноября Переехали На новую Квартиру В дом Брискорн На Галерной Брискорн Ольга Константиновна Вдова Тайного Советника Федора Максимовича Брискорна 1759 Около 1824 Года 3 Декабря Пушкин Поехал В Москву Чтобы Уладить свои Денежные дела И обязательства По векселям В Москве Он остановился У Нащекина В Гагаринском Переулке Приятели Обыкновенно Встретившись Шли вместе В баню Мылись Парились И спешили Рассказать друг другу Все, что их занимало Кажется Более задушевного Друга Чем Павел Воинович У Пушкина Не было У друзей Литераторов И стихотворцев Были всегда Задние мысли Иногда Зависть Иногда Самолюбие Иногда Ревность У Нащекина Любовь к Пушкину Была бескорыстна А Пушкин Любил Нащекина За его непосредственность Добродушие Понимание Всех Противоречий Житейских За его Широкую Натуру И рыцарскую Прямоту У Нащекина Он отдыхал От светских Условностей От своего Положения Мужа Красавицы От остров Вяземского И ребяческой Болтовни Жуковского Издама Марья Дмитриевна Неселероды Жена Министра Иностранных Дел Дочка Министра Гурьева Увезла Наталью Николаевну Безведома Пушкина На интимный Бал Ваничков Дворец Неселероды Мария Дмитриевна 1786-1849 Годы Урожденная Гурьева Графиня Жена Министра Иностранных Дел Неселероды Была Посаженной Матерью Жениха На свадьбе Екатерины Николаевны Гончаровой С Дантесом Гурьев Дмитрий Александрович 1751-1822 Граф В 1810-1823 Года Министр Финансов Известный Своим Казнократством Аничков Дворец Архитектурный Ансамбль В центре Петербурга Построен В 1741-1750 Годах Архитекторами Зимцовым И Дмитриевым Завершен Расстрели Пушкин Узнав об этом Пришел Внистовую Ярость В негодовании Он наговорил Знатной даме Немало Оскорбительных Слов Полных Сарказма И презрения Мадам Населерода Ненавидевшая Пушкина За эпиграмм На ее отца Которую Без достаточных Оснований Приписывали Поэту Включила Его имя В список Своих Злейших Врагов Этот скандал Положил Начало Той Ненависти Которую Питали К Пушкину Некоторые Придворные Круги Возглавляемые Марией Дмитриевной Населероды Она была Представительницей Той Международной Олигархии Которая Влияла На политику И дипломатию Через своих Единомышленников В салоне Князя Меттерниха В Вене И здесь В Петербурге В доме Министерства Иностранных Дел Мария Дмитриевна Населероды Плохо Говорившая По-русски Вся Проникнута Идеями Австрийской Политики Никак не Связанная С русской Культурой Дружившая С такими Грязными Интриганами Как Геккерен Бестыдная И циничная Была Ненавистна Пушкину Она была Достойной Спутницей Своего Супруга Графа Населероды Лакея Меттерниха Де Беверварт Ван Геккерен Правильно Геккерн Луи Борхарт Анна 1791-1884 Годы Барон С 1823 Года Нидерландский Поверенный В делах Петербурге С 1826 Года Посланник Приемный Отец Жоржа Дантеса Мария Дмитриевна Населероды Инстинктивно Чувствовала Что Пушкин Является Выразителем Какой-то Иной Культуры Глубоко Враждебной Тому Международному Осиному Гнезду В котором Велась Проповедь Священного Союза Мадам Населерода Была По уверению Мемуариста Совершенным Мужчиной По характеру И вкусом Частью По занятиям Почти И по наружности Барон Корф В своих Записках Говорит Что ее Вражда Была Ужасна И опасна И вот Она-то И стала Главным Врагом Поэта Она-то И повезла Тайно От Пушкина Его жену Вальничка В дворец На интимный Бал Для удовольствия Николая Павловича Романова Приехав В Москву Пушкин В тот же день Послал Коротенькую Записку Жене А через день Обстоятельное Письмо В этом письме Между прочим Он пишет Надеюсь Увидеть тебя Недели через две Тоска без тебя К тому же С тех пор Как я тебя оставил Мне все Что-то страшно За тебя Дом Ты не усидишь Поедешь Во дворец И того Гляди Выкинешь На сто пятой Ступени Комендантской Лестницы Душа моя Женка моя Ангел мой Сделай мне Такую милость Ходи Два часа В сутки По комнате И побереги себя В следующем письме От 10 декабря Опять та же мольба Во дворец Не ездить И На балах Не плясать Наталья Николаевна По-видимому Худо Следовала советам мужа И он повторяет В письмах Своё вещание Не дружи С графинями С которыми нельзя Кланяться В публике Я не шучу А говорю тебе Серьёзно И с беспокойством Дела с векселями Худо ладились Время проходило Зря У Нащёкина В доме Был такой беспорядок Что Пушкин Не находил себе Места И у него Голова Шла кругом С утра До ночи У Павла Воиновича Толпились Игроки Отставные Гусары Студенты Стряпчие Цыганы Заимодавцы Всем Вольный Вход Всем До него Нужда Всякий Кричит Курит Трубку Обедает Поёт Пляшет Угла Нет Свободного Что делать Жалуется Пушкин Между тем Денег у него Нет Кредита Нет Время Идёт А дело Моё Не распутывается Всё это По неволе Меня Бесят Вчера Нащёкин Заключает Своё письмо Пушкин Задал Нам Цыганский Вечер Я так От этого Отвык Что от Крику Гостей И пень Цыганок До сих Пор Голова Болит 22 Декабря Пушкин Выехал Из Москвы В Петербург Новый 1832 Год Не предвещал Ничего Хорошего В первых Числах Января Пушкин Письме К Нащёкину Опять Говорит Всё О том Ж Стараясь Шуткой Прикрыть Своё Мучительное Беспокойство Жену Мою Нашёл Я Здоровую Несмотря На девическую Её Неосторожность На балах Пляшет С государем Любезничает С крыльца Прыгает Надо Б на бабёнку К рукам Прибрать А Бенкендорф На общих Основаниях С разрешения Цензуры Но Бенкендорф Настаивал На том Что Всё Предварительно Надо Представлять Ему Для Просмотра В эти Дни Как раз Был Запрещен Журнал Европеец За статью 21 век Европеец Журнал Наук И Словесности Выходил В 1832 Году Запрещен На третьем Номере В Литературной Статье Ивана Киреевского Жандармы Усмотрели Политическую Аллегорию Автор Пишет Просвещение А жандармы Читают Свобода Он Пишет Деятельность Разума Они Читают Революции И так Далее То же Самое Случилось Санчаром В нем Усмотрели Преступный Тайный Смысл Шеф Жандармов Не случайно Обратил Внимание На это Замечательное Стихотворение Поэт В сильных И лапидарных Ямбах Рассказывал О жертве Которую Приносит Для своего Владыки Ревнитель Державной Власти Те Стрелы Которые Предназначаются Для врагов Царя Не Всегда Далее Отравляют Своим Ядом Верного Раба И поэт Ревнующий О славе Левиафана Не погибнет Как этот Несчастный Раб Но Человека Человек Послал Кончару Властным Взглядом И тот Послушно В путь Потек И к утру Возвратился С ядом Принес И ослабел И лег Под сводом Шалаша На лыке И Умер Бедный Раб У ног Непобедимого Владыки Вполне Понятно Что эта Мрачная Картина Произвела Впечатление Чего-то Зловещего Стихи Были Написаны Пушкиным Еще в 1828 Но только Теперь Спустя Четыре Года Он Решил Их Напечатать Как будто Желая Напомнить Себе И Читателям О Фатальной Обреченности Раба В эти Дни Пушкин Был Принят Официально На Государственную Службу Смирнов Рассказывал Что Пушкин С первых же дней Женить Был Очень Озабочен Своим Материальным Положением Не Все Это Знали Пушкин Не Любил Жаловаться На Свою Нужду Но Близкие Люди Замечали Как Тягостны Для Поэта Житейские Заботы Когда Россет В Январе 1832 Года Вышла Замуж За Смирнова Друзья Продолжали Ее Навещать Бывал У Нее И Пушкин Здесь Он Чувствовал Себя Как Дома Поэт Часто Озабоченный И невеселый Ходил По Комнате Надул В губы И Опустив Руки В карманы Широких Панталон Он Бормотал Уныло Грустно Тоска Шутка Или Острое Слово Оживляли Его На минуту Он Громко Смеялся Скаля Свои Белые Зубы Потом Опять Умолкал Или Напевал Протяжно Грустно Тоска 7 октября 1831 года Пушкин Писал Нащекину Женясь Я думал Издерживать Втрое Против Прежнего Вышло Вдесятеро Значительный Литературный Заработок Не удовлетворял Аппетитов Натальи Николаевны В конце Января 1832 года Вышла в свет Последняя Глава Евгения Онегина В конце Марта Третья часть Стихотворений Александра Пушкина Но гонорара Не хватало На светскую жизнь Пушкин Видел С досадой Что литературный Доход Определяется Не ценностью И достоинством Произведения А чем-то иным Издатели Северной Пчелы Благополучно Собирали Дань Считателей Потому что У Булгарина Была монополия На сообщения В газете Политических Известий У Пушкина И его друзей Давно уже Были планы Создать газету И влиять На общество Газета Дельвига Не была ежедневной В ней Вовсе не было Политической информации Она не могла Конкурировать С Северной Пчелой Нужно было Добиться Разрешения На политическую Газету Пушкин Прекрасно Понимал Что при существовании Такого учреждения Как третье отделение Газета Независимой Быть не может Он не собирался Издавать Оппозиционный Орган Он мечтал Влиять На читателей Подняв Значение Литературной Критики Освободив Печать От пошлости И локейства Булгарина Политическая Часть газеты По его мысли Должна была Остаться Строго Информационной И официозной Он по-прежнему Думал Что каков бы ни был Его образ Мыслей Бесполезно Идти Против Необходимости 27 мая 1831 года Он подал Записку О разрешении Издавать газету В середине Июня 1832 года После всяких Заявлений И напоминаний Ему удалось Получить Это право Однако он Им не воспользовался Поэт решительно Не умел Быть практичным И понятия Не имел Об издательском Деле И все его друзья Относились К литературе По-барски А к деловой стороне Лениво И свысока Пушкин Не находил Издателя Не умел Даже организовать Редакцию И все его Попытки Осуществить Наконец Задуманный план Терпели Неудачу В поисках Издателя Пушкин Обратился К некоему Тарасенко Отрешкову Тарасенко Отрешков Наркис Иванович 1805-1873 Годы Писатель Экономист Журналист Титулярный И статский Советник Как член Опеки Пушкин Детей Имуществом Пушкина Действовал Недобросовестно Вызывая Возмущение Детей И родных Поэта По свидетельству Дочери Поэта Натальи Расхитил И продал Значительную Часть Библиотеки Отца В письмах Пушкин Нередко Называл Его Отрешковым Это был Дурной Выбор Человек Совершенно Чуждый Поэту Самонадеянный Претендовавший На главную Роль В газете Он должен Был Раздражать Пушкина Из этого Союза Ничего Не вышло Хотя Пушкин Выдал Ему Доверенность На Ведение Дела И Даже В типографии Был составлен Пробный Макетный Номер Под названием Дневник Князь Вяземский Писал 3 июня Дмитриеву В литературном мире За исключением Обещанного Позволения Данного Пушкину Издавать Газету И с Политическими Известиями Нет Ничего Нового Но и Это Важное Событие Ибо Подрывается Журнальный Откуп Снятый Гречем И Булгариным Упоминания О газете Пушкина Встречаются В письмах И других Современников Но все Надежды Оказались Тщетными С Отрешковым Дело Разошлось Пушкин Почувствовал Что ему Не справиться С этой Задачей И Сделал Явно Неудачный И ложный Шаг Он Начал Переговоры С Гречем По-видиму Пушкин Надеялся Использовать Греча Как Опытного Издателя И заставить Его разорвать С Булгариным Но Греч Хотя и очень Соблазнялся Сотрудничеством Пушкина Никак не мог Изменить Своему Соратнику Фаддею Венедиктовичу От которого Находился В материальной Зависимости Письма Греча К Булгарину Свидетельствуют Об этом Красноречиво Пушкин Довольно Долго С перерывами Вел Переговоры С Гречем Менял Свои Предложения И проекты Но и эта Попытка Оказалась Неприемлемой Для обеих Сторон Коня И трепетную Лань Не удалось Впрячь В телегу Политической Газеты Коня И трепетную Лань Аллюзия На строке Пушкина В одну Телегу Впрячь Не можно Коня И трепетную Лань Полтава Пушкин Как журналист Остался Без своего Органа Вероятно Не только Деловые Практические Соображения Помешали Пушкину Довести Дело До конца Кажется Поэт И по существу Разочаровался В своем Проекте Когда еще Этот проект Не было Оставлен Пушкин Писал Погодину Какую Программу Хотите Вы Видеть Часть Политическая Официально Ничтожная Часть Литературная Существенно Ничтожная Известия О курсе О приезжающих И отъезжающих Вот вам И вся Программа Остальное Мало Меня Интересует Газета Моя Будет Немного Похуже Северные Пчелы Угождать Публике Я Не Намерен Все деловые Начинания Пушкина Оказывались Несвоевременными Неуместными И никому Не нужными Вместе С этим Крушением Деловых Проектов Исчезала Надежда На материальное Благополучие Долги Погашались Медленно И частично А новые Займы Все туже Затягивали Петлю Семейная Жизнь Делалась Сложнее В мае У Пушкиных Родилась Дочь Мария Пушкина Мария Александровна 1832 1919 Годы Старшая Дочь Поэта С 1852 Года Фрейлина В 1860 Году Вышла Замуж За генерал-майора Гартунга Который Застрелился В 1877 Году Лев Николаевич Толстой Придал Некоторые Черты Ее Внешности Анне Карениной В сентябре Пушкин Уезжает По делам В Москву И проводит Время С Нащекиным В театре Он встретил Чаодаева Который Звал его К себе Но Пушкин Хотя и Жалуется В письмах На дикую Богему Нащекина Все-таки Предпочел Общество Цыганок И Юродивых И не вел Философических Бесед С когда-то Близким Ему Петром Яковлевичем Жене Пушкин Пишет Почти Каждый День Лейтмотив Все тот же Не хорошо Только Что ты Пускаешься В разные Кокетства Она Оказывается Сочла Возможным Принять Какого-то Пушкина Вероятно Федора Матвеича Мусина Пушкина И поэт Объясняет Своей Легкомысленной Супруге Принимать Пушкина Тебе Не следовало Во-первых Потому что При мне Он у нас Ни разу Не был А во-вторых Хотя я в тебе И уверен Но не Должно Свету Подавать Повод К сплетням Мусин Пушкин Федор Матвеич Умер Не позднее 1815 1853 Года Корнет Позднее Полковник Лейбгвардии Гусарского Полка Впоследствии Генерал-майор В следующем Письме Опять Та же Тема Что это Значит Уж Не Кокю Ли Я Смотри Кокю С французского Рогоносец Обманутый Муж В ответ На какую-то Фразу Наталья Николаевна О чужих Женах Пушкин Пишет Я только Завидую Тем из них У коих Супруги Ни красавицы Ни ангелы Прелести Ни Супруги 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 С совершен С Совершенно Откровенностью Словян Ни красавицы Ни красавицы Супруги Супруги Ни красавицы Ни красавицы Ни красавицы Супруги Ни красавица В В 1919-е годы было 13 детей. В начале августа Пушкин получил 4-х месячный отпуск для собирания материалов по истории Пугачева в Казанской и Оренбургской губерниях. А в 18-го Пушкин вместе с Соболевским выехал из Петербурга. В день отъезда была сильная буря, вода в Неве стояла так высоко, что через Троицкий мост нельзя было проехать, погода была ужасная. Вдоль Царско-сельского проспекта валялись деревья, опрокинутые бешеным ветром, но Пушкина не смущала буря. Он радовался, что бросил Петербург и мечтал о работе. Осень всегда внушала ему желание взяться за перо. 20-го августа он послал из Торшка письмо жене. «Машу не балуй, а сама береги свое здоровье», — пишет он озабоченно. «Не кокетничай 26-го!» «Да, Биш, не с кем, однако все-таки не кокетничай». Эти две строки примечательны. Совершенно очевидно, что Наталья Николаевна очень хорошо знает, о ком идет речь. Беспокойство Пушкина связано с именем им обоим известным, и повод для тревоги все тот же. 26-го августа должен был состояться традиционный бал во дворце в память Бородинского боя. Но царь, с которым Наталья Николаевна продолжала легкомысленно кокетничать, несмотря на предупреждение мужа, на этот раз на балу быть не мог. Коронованный Лавеллас выехал за границу в Фридланд на свидание монархов. Фридланд Город Восточной Пруссии, ныне город Правдинск Калининградской области. Пушкин намерен был посетить Ярополец, имение Натальи Ивановны Гончаровой, но свернул на проселочную дорогу и поехал в Малинники, где когда-то проводил время с влюбленными в него барышнями. Но барышни разъехались, не было ни Анеты, ни Евпраксии, ни других девиц. Немец, управляющий, попотчивал гостя шнапсом, и поэт, переночевав в усадьбе, продолжал свое путешествие. Шнапс — немецкая водка. Встреча с тещей в Яропольце на этот раз прошла благополучно. Пушкин мирно с ней беседовал, ходил смотреть гробницу Гетмана Дорошенко, пращура Натальи Ивановны, рылся в библиотеке и получил разрешение завладеть несколькими десятками книг ему нужных. Дорошенко Петр Федорович. 1627-1698 годы предок Натальи Николаевны Пушкиной, писарь Чигиринского полка, ездил в 1657 году к шведскому королю с листом Богдана Хмельницкого. В 1666-1667 годах Гетман на Чигиринской Раде. 25 августа Пушкин был уже в Москве, здесь он пробыл пять дней. Однако скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва, писал он жене, даже извозчиков мало на ее скучных улицах. На Тверском бульваре попадаются две-три солопницы, да какой-нибудь студент в очках и в фуражке, да князь Шаликов. Шаликов Петр Иванович 1768-1852 годы, князь, переводчик-журналист, издатель дамского журнала в 1823-1833 годах, редактор московских ведомостей, 1813-1830 годы, эпигон Карамзина. Видел Пушкин Чадаева, который потолстел, похорошел и поздоровел, но и эта встреча не сблизила их. Набожный Нащекин, провожая Пушкина, пригласил приходского батюшку отслужить напутственный молебен, что не помешало Павлу Воиновичу устроить прощальный кутеж с ананасами и шампанским в честь приятеля. В письме к жене Пушкин пишет, «Скажи тетке, что хотя я и ревную ее к тебе, но прошу Христом и Богом тебя не покидать и глядеть за тобою». Поэт, кажется, в самом деле доверял Екатерине Ивановне Загряжской, которая покровительствовала своей племяннице. В Нижнем Пушкин пробыл один день. Губернатор Бутурлин принял его очень любезно. Бутурлин Михаил Петрович, 1786-1860 годы, Нижегородский военный и гражданский губернатор. В очередном письме к Наталье Николаевне Пушкин рассказывает о том, что он обедал в Москве у своего приятеля Судиенки, который женился и успел родить двух ребят. Жена его тихая, скромная, не красавица, многозначительно замечает Пушкин. Судиенко Михаил Осипович, 1802-1874 годы, адъютант Бенкендорфа, позже предводитель дворянства Новгород-Северского уезда Черниковской губернии, автор книг по истории Малороссии, двух ребят. Иосиф, 1830-1892 годы и Александр, 1832-1882 годы. Жена его, Надежда Михайловна, год рождения неизвестен, год смерти, 1876, урожденная Миклашевская, дочь сенатора Михаила Павловича Миклашевского, 1756-1847 годы. Пятого числа он был уже в Казани. Здесь он объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал стариков, помнивших Пугачева. Пугачев, Емельян Иванович, 1740-1742-1775 годы. Донской казак, предводитель крестьянского восстания 1773-1775 годов. В Казани Пушкин встретился с Боротынским, который приезжал туда из деревни по каким-то делам. Утром 7-го числа Пушкин, провожая приятеля, познакомился с Фуксом, казанским профессором, человеком разносторонне образованным. Знаток Казани и ее истории, он, конечно, был очень нужен Пушкину, и поэт в тот же вечер был у него. Его жена, Фукс, поэтесса, автор нескольких книжек и деятельная сотрудница казанских изданий, оставила свои воспоминания об этой встрече. Фукс Карл Фридрих, 1776-1846 годы, профессор терапии, патологии, клиники, естественной истории в Казанском университете. Занимался краеведением. Известна его статья «Путешествие по Башкирскому Уралу». В доме Фуксов образовался литературный салон, где собиралась вся казанская интеллигенция. Фукс Александра Андреевна около 1805-1853 годы, урожденная Апехтина, писательница, автор стихотворений, повестей, этнографических очерков, жена Карла Фридриха Фукса, оставила воспоминания «Пушкин в Казани». Пушкин с ней был очень любезен, однако в письме к жене отзывался об этой поэтессе весьма насмешливо. Я таскался по окрестностям, по полям, по кабакам, и попал на вечер к одной Блю Стулкинг, сорокалетней несносной бабе с вощеными зубами и с ногтями в грязи. Она развернула тетрадь и прочла мне стихов с двести, как ни в чем не бывало. Боротынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхвалил ее красоту и гений. Блю Стокинг, английская «Синий чулок». Вощеный, пропитанный или натертый воском. Боротынский написал ей стихи. Стихотворение «Вы, дочери Евы, как другая», посвященное А.А.Ф. Написано до 1832 года. Это письмо Пушкин послал из села Языково в 65 верстах от Симбирска, где он навещал семью поэта. 18 числа Пушкин был в Оренбурге. Первый визит его был к инженер-капитану Артюхову, которого он встречал в Петербурге и даже был с ним на «ты». Артюхов Константин Демьянович, 1796-1841 годы, директор Оренбургского Неплюевского военного училища, впоследствии инженер-полковник в отставке. Этот инженер-капитан был весельчак и балагур. Пушкин прежде всего пожелал пойти в баню. Хозяин сопровождал его. Предбанник расписан был сценами охоты, и Артюхов забавлял поэта охотничьими рассказами и с таким азартом описывал, как геройски умирает Вальчнеп, что Пушкин, посылая ему впоследствии экземпляр истории пугачевского бунта, написал на нем такому-то, сравнившему Вальчнепа с Валенштейном. Вальчнеп – лесной кулик, объект спортивной охоты. Экземпляр истории пугачевского бунта. Экземпляр с дарственной надписью не сохранился. Валенштейн Венцеслав Евсевий Альбрехт, 1583-1634 годы, германский имперский главнокомандующий в 30-летней войне, 1618-1648 годы, одержал ряд побед над войсками датского короля Кристиана. По обвинению в измене был отстранен от командования и убит своими офицерами. От Артюхова в тот же день Пушкин поехал на дачу к военному губернатору Перовскому, с братом которого был в приятельских отношениях. Перовский, Василий Алексеевич, 1795-1857 годы, внебрачный сын графа Алексея Кирилловича Разумовского. С 1833 года генерал-лейтенант, оренбургский и самарский генерал-губернатор и командующий отдельным оренбургским корпусом, член Государственного совета, был членом декабристской организации военное общество. С братом которого. Брат Перовский, Алексей Алексеевич, 1787-1836 годы, псевдоним Антоний Погорельский, русский писатель-филолог, естествоиспытатель, организатор общества любителей российской словесности. Наиболее известна его сказка «Черная курица или подземные жители» 1829 год. На губернаторской даче поэт остался ночевать. На другой день он собирался ехать в село Берды, где была резиденция Пугачева, и где можно было найти стариков, знавших знаменитого мятежника. Утром у Перовского был с докладом «Даль», вернувшийся из командировки. «Даль» Владимир Иванович, 1801-1872 годы, врач, писатель, лексикограф, этнограф, составитель толкового словаря живого великорусского языка. Его Пушкин тоже знал по Петербургу и ценил, как страстного ревнителя русской народной речи. В сопровождении Дали и Артюхова Пушкин поехал в Берды. Атаман собрал для него всех стариков. Они с удивлением смотрели на непонятного гостя, однако поэту удалось вызвать их на беседу. В этом же селе нашел он старуху Бунтову, которая рассказывала ему, как очевидится о взятии Пугачевым крепости Нижнеозерной. Бунтова Ирина Афанасьевна Около 1760-1848 годы Казачка, очевидец Пугачевского восстания Старуха помнила и обряд присяги, и виселицу, на которую непрестанно вздергивали непокорных, в то время как присягавшие целовали руку Пугачеву. Она спела поэту песни о великом бунтовщике, и Пушкин их записал. Ночевал Пушкин у Перовского. На другой день утром поэт разбудил громкий смех губернатора, который стоял у постели гостя с письмом в руке. Письмо, развеселившее генерала Перовского, было от Нижегородского губернатора. Бутурлин писал, что у него был недавно Пушкин, и что он любезно принял сочинителя. Однако он не верит, что Пушкин едет для собирания сведений о Пугачеве. Нет, он, очевидно, послан из Петербурга с тайным поручением как наблюдатель и ревизор. Губернатор предупреждал Перовского, чтобы он был осторожнее. Едва ли не этот забавный случай дал повод Пушкину набросать программу на сюжет мнимого ревизора. Криспин приезжает в губернию и так далее. Сюжет, который он позднее подарил Гоголю. Криспин приезжает в губернию. План повести или комедии, несколько напоминающий сюжетную схему ревизора, подарил Гоголю, имеется в виду сюжет комедии «Ревизор». Гоголь Николай Васильевич, 1809-1852 годы, писатель, критик, публицист. Любопытно, что через месяц после отъезда Пушкина из Оренбурга, Перовский получил предписание из Петербурга наблюдать за Пушкиным, находящимся под секретным полицейским надзором. Из Оренбурга Пушкин поехал в Уральск. «Тамошние атаманы-казаки, — писал он жене, — приняли меня славно, дали мне два обеда, подпили за мое здоровье, на перерыв давали мне все известия, в которых имел нужду, накормили меня свежей икрой при мне изготовленной». 25 сентября Пушкин выехал из Уральска в Болдино. По дороге он заехал еще раз в Языково, где застал всех трех братьев. Застал всех трех братьев Языковых. Николая Михайловича, Петра Михайловича, старшего из братьев геолога, и Александра Михайловича, среднего из братьев, собиравшего, как они, русские народные песни. Он скептически относился к историческим работам Пушкина и недооценивал его сказки. Приехав в Болдино 1 октября, Пушкин засел за работу, но через неделю он получил легкомысленное письмо от Натальи Николаевны, которая опять хвасталась своими светскими успехами. «Не стращай меня, женка», – писал ей в ответ Пушкин, – «не говори, что ты скокетничалась. Я приеду к тебе, ничего не успев написать, и без денег сядем на мель. Ты лучше оставь уж меня в покое, а я буду работать и спешить. Вот уж неделю, как я в Болдине, привожу в порядок мои записки о Пугачеве, а стихи пока еще спят». В заключении он делится своими надеждами выручить за историю Пугачева 30 тысяч. Заплатим половину долгов и заживем припеваючи. Царь в это время уже вернулся из Богемии. Богемия – официальное название в 1526-1918 годах Чехии без мараби в составе Габсбургской империи. И Пушкин в следующем письме опять умоляет свою красавицу, «Не мешай мне, не стращай меня, не кокетничай с царем». Но Наталья Николаевна не обращает внимания на мольбы мужа. Тогда, 30 октября, Пушкин написал ей гневную отповедь. «Ты, кажется, не путем и скокетничалась. Смотри, недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало. Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубочкой? Есть чему радоваться». В следующем письме опять мольба. «У мужчин имеют успех те женщины, которые наиболее доступны. После этого изволь гордиться похищением мужских сердец. Она должна подумать об этом хорошенько и не беспокоить его напрасно. Для кого он работает? Только для нее, чтобы она была спокойна и блистала своей красотой. Пусть и она побережет его. Пусть она не вызывает беспокойств семейственных, ревности, не говоря об кокюаж». Кокюаж — французское положение рогоносца. В Болдине Пушкин жил полтора месяца. За это время он успел закончить историю Пугачева, сказку о рыбаке и рыбке, Анжело, сказку о мертвой царевне и, наконец, «Медного всадника». Тогда же, вероятно, была написана и «Пиковая дама». Это был последний этап пушкинского творчества. Позднее, за исключением египетских ночей и нескольких лирических пьес, ничего значительного поэт не создал. «Медный всадник» был последним словом поэта. Какое же это слово? И в чем его смысл? Историки литературы указывают на источники замечательной повести, на статью Батюшкова «Прогулка в Академию художеств», на одно из стихотворений Вяземского, на стихи Мицкевича, посвященные Петербургу, на книгу Берга «Подробное известие о наводнениях в Санкт-Петербурге», и, наконец, на устный рассказ Вьельгорского о том, как в 1812 году какой-то петербуржец видел таинственный сон, будто Петр, изваянный Фальконе, скачет на своем страшном коне по улицам столицы, подъезжает ко дворцу и говорит, «Молодой человек, до чего ты довел мою Россию?» «Но пока местья на месте, моему городу нечего опасаться». На статью Батюшкова «Прогулка в Академию художеств» написана в 1814 году. На одной из стихотворений Вяземского Чулков, возможно, имеет в виду второе примечание Пушкина к поэме. В книге Ивинского «Князь Вяземский и Пушкин. Москва, 1994 год» высказано предположение, что одним из источников «Медного всадника» могло быть стихотворение Вяземского «Петербург, 1818 год». На стихи Мецкевича имеется в виду упоминание о стихотворении Олешкевич в третьем примечании Пушкина к поэме. На книгу «Берга», правильно, «Берх». Смотри, «Берх» подробное известие о всех наводнениях, бывших в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, 1826 год. Пушкин упоминает об этой книге в предисловии к поэме. Вьельгорский, или Вьельгорский, Вьельгорский, Михаил Юрьевич, 1788-1856 годы, государственный деятель, знаток музыки, меценат. Фальконе Этьен Морис, 1716-1791 годы, французский скульптор, в 1766-1778 годах работал в России. Создатель памятника Петру Первому. Все эти источники в той или другой мере были использованы Пушкиным, но их разнообразие ничуть не умолило цельности и значительности медного всадника. В чем же смысл этой загадочной повести? Пушкин не умел и не любил отвлеченно мыслить. И однако он был, быть может, самым умным человеком в России 30-х годов XIX века. Его ум, чуждый всякой теории, был, однако, безмерно выше так называемого здравого смысла, этого суррогата разума. Пушкин, как великий художник, мыслил диалектически. Для него бытие не укладывалось в рамки формальной логики и рассудочного отношения к миру. Все попытки разъяснить медного всадника, то, как столкновение частного начала Евгений с выразителем коллективной воли Петр, то, как понимание этих сил с переменой их значения, Евгений — коллектив, а Петр — индивидуальность, то, как борьбу с самодержавием, с революцией, в частности, с декабристами, то, наконец, как предельное выражение классового сознания поэта, показавшего в Евгении судьбу шестисотлетнего дворянина, утратившего свои привилегии и богатства, все эти попытки заключали в себе долю истины, но не могли исчерпать сложного содержания загадочной поэмы. Все попытки разъяснить медного всадника. Здесь Чулков перечисляет наиболее распространенные трактовки поэмы, предложенные Белинским, Мережковским, Брюсовым, Благим и другими. Пушкин, как художник, создавал свои поэмы и лирику, повести и драмы не потому, что у него были какие-то отвлеченные идеи, которые он хотел внушить читателю, а потому, что он чутко прислушивался к полноте бытия и, как эхо, отражал реальную действительность. Но действительность, ему хорошо известная, не всегда была доступна его читателям, и чем он более становился зрелым и мудрым, тем загадочнее он был для современников. Действительность, которая интересовала Пушкина, не исчерпывалась внешним миром, поверхностными впечатлениями, тем повседневным опытом, которым жили люди его круга и его эпохи, по крайней мере, большинство из них. Конечно, в многомиллионной массе, наверное, были русские люди ему близкие по духу, но эти мудрецы и простецы были оторваны от него, у него не было с ними связи в силу тех сословных классовых и культурных условий, которые тяготели над поэтом и народную массою. Миллионы были неграмотны, а тысяч десять дворян-читателей говорили и мыслили не по-русски, не по-пушкински, а по-французски. Причем и французский язык, и мысли их не были языком и мыслями Паскаля и Корнеля, а всего только языком Вольтера или его эпигонов. Паскаль Блес. 1623-1662 годы. Французский философ, писатель, математик и физик. Главное произведение «Мысли». 1669 год. Чадаев был исключением, но он был слишком католичен, чтобы понимать Пушкина, а Хомяков, Киреевский и кое-кто из их друзей, напротив, слишком были пристрастны к России и консервативны, чтобы угадать в Пушкине его мировые темы. А Пушкин был не только национальный писатель, его «Пророк», его «Пиковые дамы» и «Египетские ночи» обеспечивают ему достойное место в мировой литературе. Залогом этой всемирности поэта является среди других его шедевров и «Медный всадник». Подлинный реализм сочетался в этой гениальной повести с глубоким символизмом. Только поверхностный натурализм боится символизма как черт Ладана. Но Пушкин, реалист из реалистов, не побоялся заговорить на таинственном языке, каким владели и другие величайшие реалисты древней трагики, Данте или Шекспир. С точки зрения натурализма и здравого смысла, в «Медном всаднике» все неправдоподобно и странно. Но трагедия Антигоны, нисхождение в ад поэта и призраки Эльсинора с точки зрения трезвого буржуа — сущий бред безумцев. Однако мы прекрасно чувствуем, что трагедии Сафокла, божественная комедия и театра величайшего из драматургов открывают в самых смелых и загадочных символах не иллюзии субъективного идеализма, а подлинную, живую и безмерную в своей глубине реальность. То же самое мы видим и в «Медном всаднике». Антигона, дочь царя Эдипа, сопровождавшая отца в изгнании, героиня трагедии Сафокла, Антигона. Нисхождение в ад поэта, имеется в виду первая часть божественной комедии Данте, «Ад». Призраки Эльсинора. В датском замке Эльсинор происходит действие трагедии Шекспира, Гамлет. Сафокл, около 496-406 год до н.э. Греческий поэт трагик. В этой удивительной повести поэт возвысился до такого синтеза, что мы как бы воочию видим всю историю человечества в едином мгновении. Нет, это уже не Петр I, не его «Медный кумир» и не бедный петербургский чиновник, а вечные противоречия исторической необходимости столкновения личности и Левиафана. Вслед за призраком «Медного всадника» возникают перед нами видения Наполеона Робеспьера Цезаря. Цезарь. Кесарь. Гай Юлий. Около сотого, 44-й годы до н.э. Выдающийся римский полководец, государственный деятель, оратор, писатель. Для Пушкина честолюбивый возмутитель. Узурпатор. Мы чувствуем перспективу истории, трагедию социальной борьбы и могучих кормчих, которые направляют корабли на те или другие пути, угадывая историческую необходимость, угадывая судьбу своего класса и своей страны. И эта правда не вырвана поэтом из контекста истории, а раскрыта во всей ее глубине и сложности. «Медный всадник» многозначен и многомыслен, как Терцины Данте, как все великие произведения поэзии. Но в этой повести был не только глубокий мировой смысл, но и смысл биографический. В «Медном всаднике» заключена тема очень личная, связанная с самыми заветными мыслями и чувствами поэта. Когда Пушкин вырвался из Петербурга под предлогом изучения на местах предания Пугачеве, он уже был полон творческих замыслов. Буря и метущая санева напомнили ему рассказы о ноябрьском наводнении 1824 года. Очень возможно, что именно в эту тревожную ночь в душе у Пушкина сложилась фабула «Медного всадника». Ведь он разлучился со своей Наташей, как с парашей разлучался бедный Евгений. «Что, женка, скучно тебе? Мне тоска без тебя. Кабы не стыдно было, воротился бы, прямо к тебе ни строчки не написав. Да нельзя, мой ангел. Взялся за гуш, не говоришь, не дюж. То есть уехал писать, так пиши же роман за романом, поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит. Я и в коляске сочиняю. Что ж будет в постели?» Его поездка по пугачевским местам была тороплива, он мало уделял времени на собирание устных преданий о Пугачеве, и совершенно очевидно, что он с нетерпением ждал возможности уединиться в своем Болдине, чтобы приняться за работу. Эта вторая Болдинская осень также принесла богатую жатву. В «Медном всаднике» Пушкин подвел итоги и творчеству, и жизни. В родословной моего героя, пьесе, задуманной ранее, вероятно, как начало нового романа, имеются строки, сближающие эту пьесу и с Онегиным, и с «Медным всадником». Если социальная природа Онегина не та, что у Езерского, и совсем не та, что у бедного Евгения в «Медном всаднике», зато все эти герои генетически связаны друг с другом, и сам Пушкин как будто разделяет их судьбу. Езерский. Главный герой поэмы «Родословная моего героя». 1836 год. Пережив вместе с Онегиным годы странствий, он уже мечтал о тишине и уединении. Мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, да щей горшок, да сам большой. А в черновиках «Медного всадника» есть строки, повторяющие тот же мотив и даже буквально в тех же выражениях. «Жениться? Что ж, зачем же нет? И в самом деле я устрою себе смиренный уголок, и в нем парашу успокою. Кровать, два стула, щей горшок, да сам большой. Чего мне боли?» Эти неожиданные мужицкие выражения «щей горшок, да сам большой», кажется, не случайно возникли в душе Пушкина осенью 1830 года, когда у поэта, несмотря на его положение жениха, было любовное увлечение крепостной девушкой Февронии Ивановой Виляновой. Согласно преданию, сохранившемуся до наших дней, Пушкин, все более и более хладея к барышне Гончаровой, мечтал жениться на этой полюбившейся ему крестьянке. И как раз в это время, в рассказе «Барышня-крестьянка», Пушкин говорит о своем герое. Романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову. И чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумие. К несчастью, теща и невеста перестали капризничать, и Пушкин опять оказался в положении жениха прелестной Натали. А между тем, из этих двух девушек, Феврония Ивановна была, кажется, более достойной поэта, чем Наталья Николаевна. Судя по сохранившемуся преданию о личности Виляновой, она была очень строга, умна, даровита, и хотя плохо писала, но читала больше, чем ее соперница, пела дивные старинные песни и сама сочиняла сказки. Если мотив параши, мотив тихого счастья, был биографичен для Пушкина 1830-1833 годов, то не менее биографичен и другой мотив медного всадника, мотив царя, который отнимает у него эту самую парашу. Правда, по словам Пушкина, в Николае Павловиче было очень много от прапорщика и очень мало от Петра Великого, но высокая поэзия не повторяет буквально житейской прозы. Само собой, разумеется, эта интимная автобиографичность, заключенная в медном всаднике, не составляет главного в гениальной повести, но указанные совпадения все-таки отметить необходимо. 20 ноября вечером Пушкин приехал в Петербург, но жены дома не застал. Она была на бале, кажется, у Карамзиных. Пушкин поехал за нею, сел в ее карету, и когда Натали вышла с бала, она неожиданно для себя попала в объятья мужа. «Жена была на бале, я за нею поехал и увез к себе, как улан уездную барышню, с именин Городничихи», — писал поэт Нащокину. Глава тринадцатая. Последние годы. Начало 1834 года ознаменовалось событиями мрачными и оскорбительными для поэта. Пушкин был, по свидетельству лиц, встречавших его тогда, очень задумчив и печален. Он, очевидно, находился под впечатлением запрета, который был наложен царем на публикацию «Медного всадника». В дневнике Пушкина, в записи 11 декабря 1833 года, мы находим такие строки. «Мне возвращен медный всадник с замечаниями государя». Слово «кумир» не пропущено высочайшей цензурою. Стихи «И перед младшую столицей померкла старая Москва, как перед новую царицей парфероносная вдова вымораны». На многих местах поставлен вопрос. «Все это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смердиным». Парфероносная, носящая парфиру, пурпурную мантию монарха. Смердин Александр Филиппич, 1795-1857 годы, известный книгопродавец, издатель, содержатель книжного магазина и библиотеки для чтения. А 1 января 1834 года в дневнике у Пушкина имеется следующая запись. «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры, что довольно неприлично моим летам. Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским донжо». Донжо Филипп де Курсильон, 1638-1720 годы, приближенный Людовику XIV, военный дипломат, известен своими мемуарами. В своих памятных заметках Смирнов писал в это же время, «Пушкин сделали камер-юнкером, это его взбесило, ибо сие звание точно было неприлично для человека 34 лет, и оно тем более его оскорбило, что иные говорили, будто оно было дано, чтобы иметь повод приглашать ко двору его жену». Рассказывали, что друзьям пришлось чуть ли не отливать водою пришедшего в ярость Пушкина, когда он узнал о назначении камер-юнкером. Вульф, бывший в Петербурге в феврале 1834 года, записал у себя в дневнике, что он нашел поэта сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир. Известно, что Пушкин особенно тяготился правилами придворного этикета, связанными с ношением мундиры, и часто нарушал их. Он и похоронен был не в мундире, как полагалось, а во фраке, что было истолковано как выражение скрытого протеста со стороны его друзей и почитателей. Пушкин тогда же сказал, что он возвращается к оппозиции. Все последние годы жизни Пушкин непрестанно чувствовал фальш и нелепость своего камер-юнкерства. В 1836 году в статье о Вольтере, иронизируя над его суетным желанием иметь камергерский мундир, Пушкин писал, «К чести Фредерика Второго скажем, что сам от себя король, вопреки природной своей насмешливости, не стал бы унижать своего старого учителя, не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана, не предал бы его на посмеяние света, если бы сам Вольтер не напрашивался на такое жалкое посрамление». В статье о Вольтере. Статья о Вольтере была опубликована в «Современнике», 1836 год, книга третья, без подписи. Камергерский мундир предусматривал обязательное ношение знака отличия золотого ключа на голубой ленте. Фредерик Второй, Фредерик Второй, 1712-1786 годы, прусский король с 1740 года из династии Гогенцолернов, полководец. В результате его завоевательной политики территория Пруссии почти удвоилась. Иные друзья старались убедить Пушкина, что царь не хотел унизить поэта, а просто не подумал о бестактности такого назначения. Сам Пушкин старался себя уверить, что здесь не было злого умысла, и писал в дневнике через две недели после назначения. Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством. Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным. А по мне хоть в камер пожи, только бы не заставили меня учиться французским вокабулом и арифметике. Вокабула от латинского вокабулум, имя, название. Отдельное слово иностранного языка, обычно с переводом на родной язык. Но царь вовсе не так был наивен, чтобы не понимать, в какое комическое положение ставит он 35-летнего поэта, напяливая на него придворный мундир, который носили обычно юноши, начинающие свою карьеру. Вероятнее всего, что Неселерода передала царю непосредственно или через того же Бенкендорфа, в каком негодовании был Пушкин, когда она повезла без его ведома Наталью Николаевну на вечер в Аничково дворец. Она, конечно, передала и слова Пушкина, что он не желает, чтобы его жена бывала в тех местах, где он сам не бывает. Едва ли это негодование поэта пришлось по вкусу Николаю Павловичу. Естественно, что он отплатил дерзкому стихотворцу, поставив его в унизительное и смешное положение. Этим назначением царь достигал двух целей. Он теперь мог пользоваться обществом Натальи Николаевны, когда ему вздумается, и в то же время он дал понять поэту и вольнодумцу, что в придворно-бюрократической иерархии он занимает последнее место. Что значит эта пушкинская запись в дневнике? Так я же сделаюсь русским Донжо. Маркиз Донжо, придворный кавалер Людовика XIV, муж красавицы, которая пользовалась успехом при дворе, писатель, автор дневника, в котором он записывал все мелкие факты повседневной жизни. Он оставил после себя память мемуариста, невольно разоблачавшего пустоту и ничтожество королевского быта. Пушкин, взбешенный своим придворным званием, саркастически обещает взять на себя роль русского Донжо, чтобы сохранить для потомства скандальную хронику Николаевского двора. Исполнить эту угрозу ему удалось только отчасти. Любопытно, что через несколько дней после этой угрозы стать русским Донжо, Пушкин записывает один из анекдотов царского самоуправства. Факт зачисления в гвардию вне всяких правил прямо офицером некоего иностранца барона Дантеса. Высочайшим приказом Дантес был зачислен корнетом в кавалергарский полк. Факт зачисления в гвардию без всяких правил. Высочайшим приказом Дантес был зачислен корнетом в кавалергарский полк. Дантес Геккерн, Жорж Шарль, 1812-1895 годы, барон. После убийства Пушкина был разжалован в рядовые и выслан за пределы России. Содействовал перевороту Наполеона III. Падение режима в 1870 году положил конец его дипломатической деятельности. В 1848 году начал процесс против Гончаровых, взыскивая с них крупную сумму в качестве будто бы недоплаченного приданного. Обратился по этому поводу за поддержкой к Николаю I, однако после смерти царя ему было отказано в иске. Гвардия ропщит, замечает Пушкин, преувеличивая оппозиционное настроение кавалергартов. Теперь эта запись о Дантесе кажется нам знаменательной и зловещей, но поэт не мог, конечно, предвидеть тогда роли, которую пришлось играть в его биографии, этому циничному искателю успехов и карьеры. Кто этот Дантес? Его предки-эльзасцы были владельцами чугуноплавильных заводов и серебряных копий. Жозеф Конрад Дантес, отец убийцы поэта в июне 1791 года, будучи еще юношей, оказывал содействие Людовику XVI при его попытке бежать за границу. Дантес, Жозеф Конрад, 1773 год. Год смерти неизвестен барон, крупный лизасский помещик, отец Жоржа Дантеса. Во время эмиграции он проживал в Германии. На родину, в Сульц, он вернулся в 1806 году. Жорж Дантес родился 5 февраля 1812 года. При Карле X он учился в военной сенсирской школе и в июльские дни 1830 года был среди приверженцев короля и даже принимал участие в контрреволюционном восстании, возглавляемом герцогиней Берийской. Герцогиня Берийская, Каролина Фердинанда Луиза, 1798-1870 годы, старшая дочь короля обеих Сицилии, Франца I, мать Генриха де Бурбон, графа де Шамбора, Генриха V. После 1830 года уехала из Франции в Италию, где тайно обвенчалась с маркизом Лукези Палли. После краткого пребывания во Франции в начале 1830-х годов вернулась в Италию. Это был его козырь в глазах международных реакционеров. Разочарованный во Франции, он отправился в Пруссию, где снискал покровительство наследного принца Вильгельма, который дал ему рекомендательное письмо к своему родственнику Николаю I. Принца Вильгельма. Вильгельм I Гогенсоллерн, 1797-1888 годы, прусский король с 1861 года и германский император с 1871 года. По дороге в Петербург Жорж Дантес заболел и застрял в каком-то маленьком немецком городке. Здесь случайно нашел его барон Геккерен, нидерландский посланник, ехавший в Петербург. Этот барон Геккерен, известный развратник и мужеложник, прельстился, по-видимому, 22-летним юношей и взял его под свое покровительство. Карьера Дантеса была обеспечена. Вот с этим самым иностранцем, типичным искателем фортуны, которому не было никакого дела ни до России, ни до ее культуры, пришлось встречаться Пушкину в петербургских салонах, где жадная толпа привилегированных бесстыдников сразу приняла фаворита Геккерена как своего человека. Николаю Первому, госпожене Селероды, жандарму Бенкендорфу и золотой молодежи, окружавшей Геккерена, очень нравился угодливый болтун, танцор и весельчак, никогда не помышлявший ни о чем, кроме своей карьеры и адюльтера. С петербургскими дамами он держал себя, как с куртизанками, и светские красавицы не тяготились его плоскими каламбурами и тупой самоуверенностью разностороннего любовника. Двор Николая Павловича нельзя было удивить развратом, и самодержец первый давал пример непристойного отношения к женщинам и девушкам. Жорж Дантес чувствовал себя, как рыба в воде в атмосфере петербургских дворцов. Франция, Пруссия или Россия не все ли равно? Везде есть свои люди, есть пароль «легитимизм», открывающий двери во все салоны, чего же лучше? Ну, а если этот пароль утратит свое значение, можно продать себя и ревнителям бонапартизма, как впоследствии и сделал этот карьерист, пустившись во время Второй империи финансовой авантюры. Дантес не брезговал никакими сомнительными акционерными компаниями, которые грабили население. Такова биография этого наглеца, сыгравшего хотя и не первую, но все же заметную роль в трагическом фарсе на подмостках двора его величества. 24 ноября 1833 года Пушкин начал вести дневник и довел его до февраля 1803 года. Пушкин начал вести дневник и довел его до февраля 1835 года. Все эти записи поэта относятся к его придворному плену. Пушкин старается быть объективным, как донжо, но это ему не удается. Ирония и сарказм нередко уничтожают те изъявления лояльности и чувств верноподданного, которые мелькают на страницах дневника. Частые записи о баллах, раутах и приемах сменяются замечаниями зловещими. Праздников будет на полмиллиона, что скажет народ, умирающий из голода. Несельроды получил 200 тысяч на нужды его голодающих крестьян. Но Пушкин не верит, что эти деньги в самом деле дойдут до мужицкой избы. То и дело приходится отмечать, что его Пушкина требуют на официальные торжества и надо являться в камер-юнкерском мундире, но он уклоняется от этого и получает выговоры. В середине апреля Наталья Николаевна с детьми поехала в Москву. Пушкин писал ей 20-22 апреля. «Письмо твое послал я тетке, а сам к ней не отнес, потому что рапортуюсь больным и боюсь царя встретить. Все эти праздники просижу дома». К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен. Царствие его впереди и мне, вероятно, его не видать. К наследнику. Наследником был великий князь Александр Николаевич. Александр II. В этом письме он рассказал о том, как Павел журил его няньку за то, что она не сняла с него картуз. Император Александр тоже его не жаловал. А царь Николай упек его в камер пожи под старость лет. Что-то будет с сыном Сашкой. Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями. В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет. Почта перлюстрировала это письмо. По-видимому, московский почт-директор Булгаков переслал копию Бенкендорфу, а тот вручил ее царю. К счастью, пишет Пушкин в дневнике 10 мая, письмо показано было Жуковскому, который объяснил его. Все успокоилось. Государю не угодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью, но я могу быть подданным, даже рабом. Но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства. Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю, человеку благовоспитанному и честному, и царь не стыдится в том признаться и давать ход интриги, достойной Ведока и Булгарина. Что ни говори, мудрено быть самодержавным. Пушкин не побоялся занести эти гневные строки на странице своего дневника и продолжал в письмах к жене высказывать свое негодование и презрение по адресу перлюстраторов. Кажется, Пушкин возмущался не только по мотивам политическим и правовым, но и по ревнивому чувству оскорбленного мужа. Царь и его соперник, преследующий Наталью Николаевну своими ухаживаниями, пользуются прерогативами самодержца, чтобы читать интимные письма поэта к его жене. С этим Пушкин примириться не мог. В письме к Наталье Николаевне от 18 мая он опять возвращается к той же теме. Никто не должен знать, что может происходить между нами. Никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни. А через несколько дней в ответ на просьбу жены ехать поскорее в Москву пишет, рад бы в рай до грехи не пускают. Ты разве думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? Что мне весело в нем жить между пасквилями и доносами? А 3 июня опять о том же. Мысль, что кто-нибудь нас с тобою подслушивает, приводит меня в бешенство о ла лето. Буквально. Без политической свободы жить очень можно. Без семейственной неприкосновенности невозможно. Каторга не в пример лучше. Само собой разумеется, что эти строки предназначались прежде всего для царя-оскорбителя. И чтобы в этом не было никаких сомнений, Пушкин прибавляет, это письмо не для тебя. Вот в каких условиях жил Пушкин в 1834 году. Как он не старался себя уверить, что царь человек честный, что у него нет задних мыслей, упрямые факты противоречили этим иллюзиям. Пушкин с ужасом видел, что он в западне, что материальная зависимость от царских милостей вяжет его по рукам и ногам, а единственным выходом из этого положения ему представлялась отставка и жизнь подальше от двора, в деревне, где можно работать и не тратить сумасшедших денег на туалеты жены, на выезд и на весь нелепый, светский, придворный быт, где нет ни уединения, ни тишины, необходимых для работы. По просьбе Пушкина царь разрешил ему получить 20 тысяч рублей за им образные сказны для напечатания истории Пугачева. Этот долг мучителен и страшен. Разумеется, он вернет этот долг с процентами, но лучше было бы, если бы его не было вовсе. А вдруг история Пугачевского бунта не будет иметь успеха и не придется выручить за книгу эти проклятые 20 тысяч рублей. 8 июня Пушкин писал жене, «Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив. Но я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. А пала легче презрения. Я, как ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога». Но Наталья Николаевна худо понимала положение мужа. «Нет, она не собирается жить в деревне, напротив, она хочет поселить своих сестер у себя в Петербурге и устроить их фрейлинами». Пушкин предупреждает ее, что если она станет просить царя за сестер, и тот согласится на ее просьбу, скверные толки пойдут по свинскому Петербургу. «Ты слишком хороша, мой ангел, чтобы пускаться в просительницы. Мой совет тебе и сестрам быть подали от двора, в нем толку мало. Впрочем, Пушкину хочется как-то оправдать свою доверчивость по отношению к царю». «На того я перестал сердиться, пишет он, потому тут рефлясион фетт, в сущности говоря, не он виноват в свинстве его окружающим. Оживя в нужнике, поневоле привыкнешь к говну, и вонь его тебе не будет противно, даром что, джентльмен, ух, как бы мне удрать на чистый воздух». Любил ли Пушкин свою жену? Да, он любил ее. Но он ее любил трезвой любовью, чуждой всяких иллюзий и романтизма. Он любил ее, чувствуя ответственность за ее судьбу. Он прекрасно видел ее неумность, легкомыслие, дурной вкус, но он все это относил за счет ее воспитания и молодости. Он мечтал научить ее правилам морали, внушить ей чувство достоинства, убедить ее в суетности и позоре придворной жизни. Но он не решался сразу отнять у нее соблазнительную игрушку, которой она увлеклась. Он все еще верил, что как-то все уладится. Ты молода, писал он жене, но ты уже мать семейства. Я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной доброй жены. зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны в семействе, и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствие и довольство. Но Наталья Николаевна так увлекалась светским тщеславием, что даже будучи беременной, продолжала плясать во дворце. На масленице во время бала ей сделалось дурно, и Пушкин едва успел ее довезти до дому. У нее был выкидыш. Обстоятельства житейские складывались все хуже и хуже. Отец Сергей Львович до такой степени запутал свои дела, что Пушкину пришлось взять на себя заботу об Олдине. Я крепко думаю об отставке, писал он жене во второй половине июня того же 1834 года. Должно подумать о судьбе наших детей. Имение отца, как я в том удостоверился, расстроено до невозможности, и только строгая экономия может еще поправиться. Я могу иметь большие суммы, но мы много и проживаем. Умри я сегодня, что с вами будет. Мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане и еще на тесном петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку. Похоронят в полосатом кафтане, то есть арестантом. В том же письме он признается, что расстроен и желчен, виноват царь. Все тот виноват, но Бог с ним отпустил бы лишь меня в освоясь. Почти одновременно с этим письмом он послал лаконичное заявление Бенкендорфу. Письмо с прошением об отставке и просьбой работать в архивах было написано 25 июня 1834 года. Семейные дела его, Пушкина, требуют настоятельно его присутствия то в Москве, то в имении, и это вынуждает его подать в отставку. Он умоляет генерала Бенкендорфа поддержать перед государем его ходатайства. Кроме того, он просит последней милости разрешить ему посещать архивы для изучения нужных ему материалов. Ровно через пять дней последовал ответ. Его императорское величество, не желая никого удерживать против воли, повелел удовлетворить желание Пушкина. Что касается занятий в архивах, то право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенную доверенностью начальства. Иными словами дерзкому стихотворцу царь дал понять, что отныне он уже не пользуется его доверенностью. Какая неблагодарность! Этому вольнодумцу простили все его гнусные связи с декабристами. Ему дали жалование пять тысяч рублей в год. Только что предоставили взаимообразно двадцать тысяч. Дали ему придворное звание, и даже ласкают его жену. В ответ на все эти благодеяния этот сумасшедший требует отставки. Он, вероятно, предпочел бы не получать никаких субсидий, печатать медного всадника, не вымарывая слово «кумир», жить там, где ему нравится, и не делить ни с кем прелести Натальи Николаевны. Какая безумная дерзость! А Пушкин наивно верил, позволит выйти в отставку. Накануне получения грозного письма от Бенкендорфа он писал жене «Пожалуйста, не требуй от меня нежных любовных писем. Мысль, что мои письма распечатываются и прочитываются на почте, полиции и так далее, охлаждает меня, я поневоле сух и скушен. Погоди, в отставку выйду, тогда переписка нужна не будет». И это письмо написано с очевидным расчетом, что копию с него прочтет царь. Это прямой вызов самодержится. Ты имел без стыдства читать мои письма к жене, так я тебе говорю в глаза, какого я тебе мнения. А если ты думаешь, что ты мой благодетель, то я не хочу твоих благодеяний и отказываюсь от службы. Просьба Пушкина об отставке произвела по-видимому сильное впечатление во дворце. Что делать с этим беспокойным человеком? Отставка Пушкина грозила двумя неприятностями. Во-первых, Наталья Николаевна усказала от вожделения его величества. И во-вторых, прославленный как-никак поэт опять оказывался в оппозиции. Друзья Пушкина тоже были встревожены. Особенно волновался Жуковский. Николай Павлович требовал от него объяснений по поводу поведения Пушкина. Василий Андреевич только руками разводил, недоумевая. Пушкин не посвятил ментора в свои намерения. Ментор воспитатель телемаха сына Одиссея в переносном смысле наставник руководитель. 2 июня из царского села Жуковский послал Пушкину сердитую записку. Государь опять говорил со мной о тебе. Если бы я знал наперед, что побудило тебя взять отставку, я бы ему объяснил все, но так как я и сам не понимаю, что могло тебя заставить сделать глупость, то мне и ему нечего было ответить. Жуковский спросил, нельзя ли как-нибудь это поправить. Николай Павлович только этого и хотел. Можно, конечно, можно, он может возвратить письмо свое. Жуковский был растроган, какое великодушие, он бы на месте Пушкина не сомневался в том, как надо поступить. Положение Пушкина было безвыходное. Настаивать на отставке это значит нажить врага в лице самодержавнейшего прапорщика, поссориться с Жуковским и, главное, поссориться с женой, которая никогда не простит ему этого разрыва с царем. Пушкину стало страшно. Он уедет, положим, в Болдино со своей Натальей Николаевной, но сможет ли он там работать? Натали, лишенная блеска и поклонения, которыми она наслаждалась при дворе, будет плакать и упрекать ревнивого мужа, так грубо погубившего ее молодость. Пушкин живо себя представил истерические вопли и декламацию своей молоденькой супруги. Она ведь дочь сумасшедшего Николая Афанасьча и полусумасшедшей Натальи Ивановны, которая целый день пьет. Нет, очевидно, придется изъявить покорность. С царем Николаем худой мир лучше доброй ссоры. Николай Павлович мог торжествовать. Поэт не решился продолжать борьбу с самодержцем. Пушкин был безнадежно одинок. Не было ни одного человека, способного его поддержать в начатой борьбе. Даже его приятельница хитрово была в ужасе от его дерзости. Жуковский, совершенно растерявшийся, в течение двух дней успел послать Пушкину три письма. В последнем письме он писал «А ты ведь человек глупый, теперь я в этом совершенно уверен, не только глупый, но и поведение непристойного. Как мог ты, приступая к тому, что ты так искусно состряпал, не сказать ни о том ни слова, ни мне, ни Вяземскому, не понимаю? Глупость, досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость». Так милейший Василий Андреевич по-своему понял поступок Пушкина, не догадавшись, что это был единственный разумный выход из ужасного положения, в котором находился поэт. И все друзья хором кричали, что Пушкин сделал величайшую глупость. Пушкин смутился и почти им поверил. Может быть, в самом деле все это его мнительность? Может быть, Николай Павлович вовсе не претендует на симпатию Натальи Николаевны, и у него вовсе нет намерения унизить Пушкина. И Пушкин послал Бенкендорфу два письма одно за другим с просьбой взять назад ходатайство об отставке. Письма отправлены 3 и 4 июля 1834 Но оказывается, и этих писем было недостаточно. Бенкендорф показал их Жуковскому, и Василий Андреевич, пользуясь ролью доброго дядушки Жури Пушкина, я право не понимаю, что с тобой сделалось. Ты точно поглупел. Надо бы на тебе или пожить в желтом доме, или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение. По мнению Жуковского, Пушкин слишком сухо, сообщает Бенкендорфу, и значит, государю о своем намерении взять назад прошение об отставке. Неужели Пушкин не сумеет написать царю более сердечно и откровенно? Он тебя до сих пор любил и искренне хотел тебе добра, уверяя Жуковский простодушно. По всему видно, что ему больно тебя оттолкнуть от себя. Но Пушкин вовсе не склонен к наивной сентиментальности и судит о положении вещей совершенно трезво. Идти в отставку, когда того требует обстоятельство, будущее, судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие. Какое тут преступление, какая неблагодарность? Нет, он, Пушкин, решительно не понимает, за что гневается государь. Пушкин отказался от своего намерения, подчиняясь необходимости, но в глубине сердца он чувствует себя правым. Теперь отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? Однако по требованию Жуковского 6 июля он еще раз пишет свое объяснение Бенкендорфу, выражая свою благодарность царю за его милости, а в письме к жене отмечает кратко «На днях я чуть было беды не сделал, с тем чуть было не побронился». И трохнул-то я, да и грустно стало, и в следующем письме пишет с горькой иронией «На днях хандра меня взяла, подал я в отставку, но получил от Жуковского такой нагоняй, от Бенкендорфа Абшет, что я вструхнул и Христом и Богом прошу, чтобы мне отставку не давали, а ты и рада, не так? Абшет, в 18 веке, свидетельство об увольнении со службы, об отставке». Об этом можно было и не спрашивать. Наталья Николаевна, разумеется, очень была рада, что все останется по-прежнему, а Ничка в дворец царь кавалергарта. 22 июля 1834 года Пушкин отметил у себя в дневнике. Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором, но все перемололось, однако это мне не пройдет. Поэт, конечно, был прав. Царь и Бенкендорф очень запомнили дерзкое требование Пушкина освободить его от службы и милостей еще семь лет назад. Бенкендорф выразил удачно и откровенно свое отношение к поэту. Он все-таки порядочный шалопай, он бьен мувегар немон, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно. Царь был такого же мнения, и теперь Бенкендорф озабочен тем, как бы опять Пушкин не ускользнул от жандармского руководства. Нет, Пушкин нельзя отпустить на все четыре стороны. Лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе. В эти дни как раз Пушкин, обедая у Дюме, Дюме француз, содержатель ресторана в Петербурге, познакомился с Жоржем Дентесом. Они сидели рядом, поэт его убийца. Пушкин с обычной для него добродушной снисходительностью слушал болтомню развязанного льзаса. Поэт не предвидел, что шайка международных титулованных контрреволюционеров, ненавидевшие его, все эти Нисселерода, Бенкендорф и Геккерины воспользуются авантюристом для своих гнусных целей. Измученный, неравной борьбой с Николаем Павловичем, Пушкин 4 августа подал прошение по месту службы в Министерство иностранных дел об отпуске на три месяца в Нижегородскую Калужскую губернии. 25 августа он воспользовался разрешением и выехал в Москву, 29-го он был уже в полотняном заводе, где прожил две недели с женой и детьми. Оттуда он со всем семейством проехал в Москву и дня через два отправился один в Болдино. Когда 15 октября он вернулся в Петербург, он нашел там не только Наталью Николаевну с ребятами, но и двух свояченец. Их присутствие в доме Пушкина очень запутало и без того трудную жизнь поэта. 28-го ноября Пушкин возобновил свой дневник. Поэт отмечает, что спешил уехать из Петербурга до открытия Александровской колонны, чтобы не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами. Эта несчастная камер-юнкерства преследует его как навязчивая идея. 5-го декабря он опять записывает. Завтра надобно будет явиться во дворец. У меня нет еще мундира. Ни за что не поеду представляться с моими товарищами камер-юнкерами, молокососами 18-летними. Царь рассердится. Да что мне делать? Далее Пушкин саркастически сообщает, как обиделись в Москве старые сенаторы, на которых царь не обратил внимания увлеченной княгиней Долгоруковой, дочерью Сашки Булгакова, московского почт-директора, переславшего перлюстрированные письма поэта Бенкендорфу. Долгорукова Ольга Александровна Долгорукова Москвичам не понравилось так же, что царь, будучи в театре, пошел за кулисы и ухаживал за актрисами. Все эти любовные шашни Николая Павловича происходили на фоне страшных пожаров, истреблявших в Москве целые кварталы. Искали поджигателей два месяца. С подозрительными расправлялись лихо, даже если не было прямых улик их виновности. Князь Иван Федорович Голицын, а не другой Голицын, М. Голицын, как неверно сообщил в дневнике Пушкин, переодевался мещанином и шнырял в народе в поисках преступников. Голицын Иван Федорович 1792-1835 годы полковник, заведовавший секретным отделением канцелярии московского генерал-губернатора. В каком веке мы живем, восклицает Пушкин. Поджигателей настоящих лимнимых секли жестоко добиваясь признаний, а Москва все горела. Государь рассердился, пишет Герцин, и велел дело окончить три дня. Дело и кончилось в три дня. Виновные были найдены и приговорены к наказанию кнутом, клеймению и ссылке в каторжную работу. Пожары к этому времени прекратились, может быть, случайно, но верноподданные приписали это, разумеется, талантам самодержца. В день своих именин Николай I был уже в Петербурге. В день своих именин 6 декабря празднуется день памяти великого христианского святого Николая Мерликийского. Я все-таки не был шестого во дворце и рапортовался больным, пишет Пушкин в дневнике. За мною царь хотел прислать фельдъегеря или арента. Аренд Николай Федорович 1785-1859 годы хирург-врач-практик в 1829 году стал лейб-медиком Николая I. Последняя осень в Болдине была бесплодна. Пушкин приехал туда озлобленный, подавленный. Он ничего не мог написать. Закончил только сказку о золотом петушке. Сказка ложь, да в ней намек добрым молодцам урок. Эти финальные строки цензор вычеркнул. Какой же намек, однако, имеется в этой сказке? Он так завуалирован фабулой, заимствованной у Ирвинга, что едва ли можно найти в ней какую-нибудь определенную политическую тенденцию. В основу сюжета сказки положена шутливая новелла американского писателя Ирвинга Вашингтона 1783-1859 годы легенда об арабском звездочете. Но все же царь Дадон, отказавшийся исполнить обещания, данные мудрецу и соблазнившийся красавицей, которой хотел владеть этот самый мудрец, напоминает, правда, отдаленно житейскую тему, в коей тогда был заинтересован Пушкин. Поэт долго верил, что 8 сентября 1826 года царь заключил с ним какой-то договор, он мечтал внушать монарху добрые идеи и воображал наивно, что не раб и льстец, а он, Пушкин, будет приближен к престолу. В 1831 году он, не утратив еще этих иллюзий, подсказывал царю, что он желает взять на себя роль Карамзина и стереографа монархии, но царь мог только улыбнуться на такую затею. Пушкин теперь был убежден, что царь не сдержал своего слова. Но мало этого, он отнимает у поэта его шамаханскую царевну, его красавицу. Пушкин несколько раз называл себя стариком, а что, если он имел в виду себя и свою судьбу? Когда писал старичок хотел заспорить, но с царями плохо вздорить, царь хватил его же злом к полбу, тот упал ничком, да и дух вон, вся столица содрогнулась, а девица хихихида ха-ха-ха, не боится знать греха. Но с иными плохо вздорить, Чулков процитировал эту строчку не точно, но с царями плохо вздорить. Тут в самом деле есть что-то пророческое. Только грозный петушок пробил теме царю Николаю не тотчас же после убийства Пушкина, а спустя двадцать лет, когда вся Россия дрогнула в год севастопольской катастрофы. Речь идет о героической обороне Севастополя в 1854 1855 годах во время Крымской войны. Если в 1834 году Пушкин ничего не написал, кроме последней сказки и лирического отрывка «Он между нами жил», зато он успел напечатать в этом году немало сказку о мертвой царевне, пиковую даму, стихотворные переводы из Мицкевича, Будреса и его сыновья и воевода, поэму «Анжело», повести, изданные Александром Пушкиным, стихотворение «Красавица», отрывок из «Медного всадника», «Кирджали» и, наконец, историю пугачевского бунта в двух частях. «Ничего не написал», «Чулков неточен», «Пушкиным в 1834 году написаны 16 песен западных славян», стихотворение «Пора, мой друг, пора». История пугачевского бунта не имела успеха. В публике очень бронят моего пугачева, а что хуже не покупают, записывает Пушкин на последних страницах своего дневника. Уваров большой подлец, он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении и далее. Кстати, об Уварове. Это большой негодяй и шарлатан, разврат его известен. В октябре или ноябре 1835 года Пушкин написал «Оду на выздоровление Лукула». В ней все узнали убийственный портрет Уварова. После этого случая Уваров, бывший тогда министром народного просвещения, сделался злейшим врагом Пушкина и принимал участие в травле поэта. «На выздоровление Лукула» стихотворение с подзаголовком подражания латинскому является сатирой на Уварова, который был наследником богача графа Шереметьева как муж его двоюродной сестры. Когда Шереметьев заболел, Уваров поспешил принять меры к охране имущества, надеясь вскоре им завладеть. Однако Шереметьев выздоровел. Лукул около 117-го, около 56-го года до нашей эры, римский полководец, славившийся богатством, роскошью и пирами. А врагов у поэта было очень много. Правда, у него были и друзья, но эти друзья только смутно догадывались о страшной судьбе поэта, а иные и вовсе не догадывались. Жуковский, Вяземский, Тургенев были так связаны своими сословными и классовыми путами, что им очень трудно было понять Пушкина, коего гений разломал рамки, навязанные ему его происхождением и воспитанием. Правда, у Пушкина тех годов сложились убеждения, подсказанные ему его шестисотлетним дворянством и неудачей тайных обществ, тщетно пытавшихся захватить власть 14 декабря 1825 года. Его политические взгляды того времени были прежде всего взглядами дворянина, утратившего свои богатства и свои привилегии, и мечтавшего о конституционной монархии в духе Монте-Скье с двумя палатами, из коих одна должна была быть представлена наследственными дворянами перами. Эти убеждения шли вразрез с официальной программой ничем не ограниченной монархии и бюрократической системы по прусскому образцу. Но не эти политические взгляды, обусловленные сословными и классовыми интересами Пушкина были главной причиной той отчаянной борьбы, которую вела против него придворная знать. У многих друзей Пушкина были такие же политические убеждения, как у него, или очень близкие к его взглядам, например, у того же Вяземского или Тургенева. Однако именно Пушкин, а не другой кто-нибудь стал предметом ненависти всех этих царедворцев, бюрократов, жадную толпою стоящих у трона. Нет, только Пушкин, только он один был страшен и ненавистен всем этим Геккеринам, Несельрода, Бенкендорфам и прочим законодателям политических и дипломатических салонов тридцатых годов. Монархия Николая I была тесно связана со всей системой европейской реакции, вдохновляемой князем Меттернихом. Эта система, пошатнувшаяся после июльской революции, была восстановлена в 1833 году, когда три восточные державы на конгрессе в Мюнхен-Греце объявили, что они продолжают стоять на страже законного порядка и считают себя вправе вмешиваться в дела иных государств, если таковым угрожает революция. Мюнхен-Грец небольшой город в Богемии. Душой этого заговора против свободы был Меттерних. Его адептом и верным слугой в России был граф Насель Роде, занимавший пост министра иностранных дел. Это был заговор не только во имя реакции против революции, но и заговор против всех народов во имя торжества немецкой национальности, возглавляемой Габсбургами и Гоген-Соллернами. Габсбурги Династия, правившая в Австрии с 1282 года герцоги, с 1453 эрцгерцоги, с 1804 австрийские императоры. Гоген-Соллерны Династия Бранденбургских Курфюрстов в 1415 1701 годах, прусских королей в 1701 1918 годах, германских императоров в 1871 1918 годах. Меттер Нихов и его единомышленникам Россия была нужна как сильнейшая восточная держава, но не презирали ее и не верили в ее право на культурное самоопределение. Петербургские императоры не тяготились немецким высокомерием, ибо сами чувствовали и мыслили как прусаки, опасаясь после 14 декабря исконных русских людей, Николай I окружил себя немцами. В салоне населероды открыто поддерживалась австрийская политика, здесь никогда не говорили по-русски, здесь не допускали мысли о праве на самостоятельную политическую роль русского народа, здесь смотрели на русскую государственность как на копию с прусского оригинала, все эти агенты австрийско-прусской дипломатии ненавидели Пушкина, потому что угадывали в нем национальную силу, совершенно чуждую им по духу. Остроты и эпиграммы Пушкина и независимость его суждений раздражали эту олигархическую шайку, завладевшую почти всей Европой. Олигархическая олигархия греческая Олигария от Олигос немногочисленный и архия власть режим, при котором власть принадлежит узкой группе лиц, богачей, военных и тому подобных. Пушкин знал, что барон Геккерин и графиня Насельроды управляют мнением придворных и светских кругов Петербурга и что именно эти люди его заклятые враги. По-видимому, уже в 1835 году решено было во что бы то ни стало покончить с Пушкиным. Можно терпеть при дворе Жуковского, потому что он очень похож на немецких поэтов и с совершенной искренностью обожает всех коронованных особ обоего пола. Но Пушкина терпеть нельзя, потому что он варвар и по-невежеству своему очень высокого мнения о русском народе. Хорошо бы отправить его куда-нибудь в Сибирь, и как жаль, что его не успели повесить на кронверке Петропавловской крепости рядом с Рылеевым. Если невозможно убить Пушкина, то нельзя ли оскорбить его и унизить? Геккерин и Насельроды искали такого случая. В январе 1835 года в Петербург приехала баронесса Вревская Евпраксия Николаевна, та самая Зизи, которая была такой милой, забавной девицей, совсем юной, когда Пушкин жил в Михайловском и почти ежедневно навещал своих тригорских соседок. Теперь баронесса была брюхата, но Пушкин, увидев ее в доме своих родителей, и уверял, что, несмотря на десять лет, прошедших с той счастливой поры, когда они гуляли в Тригорской рощи и танцевали при лунном свете на лужайке, Евпраксия Николаевна все так же мила, и ее наружность ничуть не изменилась. Но зато как изменились обстоятельства. Десять лет назад поэт считал себя изгнанником и томился в деревне. Томился как в тюрьме, а теперь он дорого дал бы, чтобы вернуть эти блаженные дни. Теперь только он понял, что его судьба тогда была счастливой, только теперь он понял, что, получив мнимую свободу из царских рук, он сам наложил на себя тяжкие цепи. Евпраксия Николаевна уехала в деревню, взяв слово с Пушкина, что он при первой возможности навестит Голубого, где она жила со своим бароном. Со своим бароном Вревский Борис Александрович 1805-1888 годы барон, побочный сын князя Куракина, воспитанник благородного пансиона при Петербургском университете. Зима 1835 года была очень мучительна. Натали возвращалась с балов под утро, обедала вечером, потом переодевалась и опять ехала на бал. Материальные дела запутались окончательно. Сергей Львович передал управление имениями Пушкину, и поэт переписывался с управляющими и с мужем сестры Николаем Ивановичем Павлищевым, который требовал выделить какую-то часть Ольги Сергеевне. Передал управление имениями. В управление, например, Болдиным Пушкин вступил в апреле 1834 года. Из Михайловского и Болдина приходили вести неутешительные. Сергей Львович совершенно разорил свои поместья. Трудно было работать при таких обстоятельствах. Пушкин мало писал и спешил печатать то, что было ранее написано. В марте в библиотеке для чтения появились песни западных славян, в апреле там же сказка о золотом петушке, а в мае сказка о рыбаке и рыбке. Тогда же весной вышла первая часть поэм и повестей Александра Пушкина. гонорары были немалые, но денег не хватало и пришлось заложить серебро и жемчуг за 3550 рублей. Наталья Николаевна была беременна и скоро должна была родить. Совершенно неожиданно Пушкин объявил жене, что он едет в Голубого и Тригорское. Зачем? Он и сам не знал. Ему было невыносимо в Петербурге и мучительно захотелось увидеть Тригорский парк, где так беззаботно он жил 10 лет назад. 5 мая он выехал из Петербурга, 8-го он был Тригорском, о чем Прасковья Александровна сделала запись в месяцеслове, куда она заносила все примечательное. Пушкин побывал и в Голубове у Увревских. Домой он вернулся утром 15 мая, Наталья Николаевна накануне родила сына Григория, началась снова петербургская жизнь. Пушкин Григорий Александрович 1835 1905 годы младший сын Пушкина питомец пажеского корпуса корнет ротмистр лейб гвардии конного полка впоследствии статский советник. Казалось бы, после грубой угрозы Николая Палча невозможно возобновлять разговор об отставке или выражать недовольство своей судьбой. Жуковский, по крайней мере, уверял, что, бросая службу, Пушкин проявил по отношению к монарху чрезвычайную неблагодарность. Но, кажется, Пушкин не очень в это поверил. 1 июня он написал Бенкендорфу откровенное письмо, хотя он, Пушкин, рискует вновь навлечь на себя гнев государя, но ему приходится еще раз объяснить его величеству, что в условиях петербургской жизни он не может работать, а между тем его литературный труд главный источник его доходов. Долги его растут. Чтобы поправить дела, ему необходимо получить отпуск в деревню года на три, на четыре. Только тогда он сможет снова вернуться в Петербург и воспользоваться милостями государя. Конечно, Пушкин будет настаивать на своей просьбе только в том случае, если государь не увидит в ней каких-нибудь иных мотивов, кроме крайней необходимости, на какую указывает он Пушкин. Но Николаю Палычу не понравился план Пушкина, тут что-то неблагополучно. Пушкин выражает почтительно свои верноподданнические чувства на у него задние мысли, какая нелепость уехать на четыре года в деревню. Значит, этот дерзкий вольнодумец настаивает на своей отставке. Нельзя же продолжать петербургскую службу, проживая четыре года в Псковской деревне. И он, конечно, везет жену в разоренную деревушку, и оничковские балы лишатся такой красавицы, какой вздор, разве он не может сочинять свои стихи в Петербурге. Николай Павлович согласен дать ему отпуск на четыре месяца, не более. У него нет денег, ну, денег можно дать тысяч десять, например. Пушкин в конце июля написал Бенкендорфу, что его долг возрос до шестидесяти тысяч рублей. Поэт просит выдать ему из казны тридцать тысяч, с тем, чтобы этот долг погашался постепенно его жалованием. На это последовало высочайшее согласие. Конечно, эти деньги были казенные, а не лично царю принадлежащие, но Пушкину была тягостна и неприятна эта новая милость, без кои, однако, он не мог обойтись никак. Впрочем, и она не разрешала вопроса о том, на какие средства будет жить Пушкин. Поэт опять потянула в деревню, надо ехать в Михайловское, может быть, эта осень будет такой же, как и Болдинская осень 1830 года. Седьмого сентября он выехал из Петербурга, он опять у Вревских, в Голубове, у Просковья Александровны, в Тригорском, здесь его ценят, здесь его любят. Из Михайловского 14 сентября Пушкин писал жене, пиши мне как можно чаще, и пиши все, что ты делаешь, чтобы я знал, с кем ты кокетничаешь, где бываешь, хорошо ли себя ведешь, какого сплетничаешь. Через неделю он писал ей, а о чем я думаю, вот о чем, чем нам жить будет, отец не оставит мне имение, он его уже в половину промотал, ваше имение на волоске от погибели, царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. 25 сентября опять грустные признания. Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки, а все потому, что неспокоен. В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей, и что около знакомых старых сосен поднялась во время моего отсутствия молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. И опять через два-три дня та же гневная жалоба. Государь обещал мне газету, а там запретил, заставляет меня жить в Петербурге, а не дает мне способов жить моими трудами, я теряю время и силы душевные, бросаю за окошко деньги трудовые, и не вижу ничего в будущем. В октябре все еще из Михайловского Пушкин писал Плетневу. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен. 26 сентября он начал писать здесь, в деревне, эллигические строки, исполненные грусти и очарования, но бросил их, не кончив. вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных. Уж десять лет ушло с тех пор, и много переменилось в жизни для меня, и сам покорный общему закону переменился я, но здесь опять минувшее меня объемлет живо, и, кажется, вечер еще бродил я в этих рощах. Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей, уже старушки нет, уж за стеною не слышу я шагов ее тяжелых, некропотливого ее дозора. В другом черновике после этих строк было еще несколько стихов посвящен дозора. В другом черновике после этих строк было еще несколько стихов посвященных Арине Родионовне. И вечером при завывании бури, ее рассказов мною затверженных от малых лет, но все приятных сердцу, как шум привычный и однообразный любимого ручья. Вот уголок, где для меня безмолвно протекали часы печальных дум или снов отрадных, часы трудов свободно вдохновенных. В этих неоправленных рифмою пятистопных ямбах какая-то странная пронзающая сердце грусть и ни одной метафоры, ни одного изысканного эпитета. Предельная простота, почти протокольная точность. Откуда же это очарование? Не в том ли чудо этих пушкинских строк, что поэт не побоялся их ноготы? Он как будто сбросил все покровы из души, усталый, измученный, но, как всегда, влюбленный в полноту бытия. В письме к жене, рассказывая о трех старых соснах, им любимых, и молодой поросли, на которые ему будто бы досадно смотреть, он шутит с горькой иронией, но здесь, в элегии, он уже не шутит, хотя исходит из той же темы. Здравствуй, племя, молодое, незнакомое, не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев, и старую главу их заслонишь от глаз прохожего, но пусть мой внук услышит ваш приветный шум, когда с приятельской беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полон, пройдет он мимо вас во мраке ночи и обо мне вспомянет. 23 октября Пушкин вернулся в Петербург. Во время его поездки вышла в свет четвертая часть стихотворений Александра Пушкина. Гонорары за все эти издания и переиздания книг поэта были значительные, но их все-таки не хватало на светскую жизнь. Пушкин в поисках литературного предприятия, которое давало бы и крупные доходы, и возможность руководить вкусами читателей, решил издавать журнал. Но не надеясь на свои силы и на достаточный литературный материал, он проектировал выпускать номера журнала не ежемесячно, а четыре раза в год. Это была коммерческая ошибка и ошибка тактическая. Публика нуждалась в ежемесячнике, а появление книжек журнала через три месяца делало издание тяжелым и неспособным откликаться на злобу дня. Но Пушкин сделал эту ошибку и подал заявление Бенкендорфу, ходатайствуя о трехмесячном издании. В письме Бенкендорфу от 31 декабря 1835 года Пушкин просит разрешения издать в 1836 году четыре тома статей наподобие английских трехмесячных ревил. В середине апреля 1836 года вышел первый том «Современника». «Современник» литературный журнал, издаваемый в 1836 году Пушкиным, в 1837 году его друзьями в пользу его семьи, в 1838 1840 1846 годах Плетневым, в 1847 1866 годах Некрасовым и Панаевым. Пушкин щедро был представлен в этом номере. Здесь были напечатаны «Пир Петра I», «Путешествие в Арзрум», «Скупой рыцарь», стихи «Стамбул, Геуры нынче славят» и «Покров, упитанный язвительную кровью из шинье». Кроме того, Пушкин дал в этот же номер статью о Георгии Канисском и три заметки без подписи. Пушкин ошибся. Имя богослова Григорий. Рецензия на собрание сочинений Георгия Канисского архиепископа белорусского Санкт-Петербург 1835 год. Прекрасные страницы, которые отметил в своих воспоминаниях Максимович, была опубликована тоже без подписи. Лучшие литературные силы были привлечены к журналу. Писатели и поэты считали за честь участие в «Современнике». Это был прекрасный журнал. Явление еще небывалое в истории русской журналистики, несравнимое даже не с одним из периодических изданий эпохи. Но Пушкин был плохой издатель. Дело распространения журнала и вся коммерческая часть были плохо поставлены. Но Пушкин ревностно собирал сотрудников и деятельно руководил изданием в надежде на будущее. Пушкин поместил в «Современнике» повесть, «Капитанская дочка», родословную моего героя и ряд статей и заметок. Но еще не было читателей, готовых поддержать такой серьезный и строгий журнал, как «Современник». А та часть публики, которая формировалась из более демократических слоев, искала новых идейных вождей, появился Белинский. Белинский Виссарион Григорьевич 1811-1848 годы. Русский литературный критик. Им написано 11 статей о произведениях Пушкина. Пушкин понял, что этот человек нужен эпохе. Поэт прекрасно видел и сильную, и слабую стороны молодого критика. В письме к издателю Пушкин писал «Письмо к издателю опубликовано в «Современнике» 1836-й год, книга третья, подпись А. Б. Это была маскировка выступления Пушкина против помещенной в его же издании статьи Гоголя о движении журнальной литературы. Жалею, что вы, говоря о телескопе, не упомянули о господине Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного. Телескоп, литературно-общественный журнал, издававшийся с 1831 по 1836 год, Надеждином. Менее проницательные литературные друзья Пушкина видели в Белинском только малообразованного журналиста и не замечали ни его писательского темперамента, ни его критической смелости. Но Пушкин понял, что Белинский, работая в современнике, мог бы расширить круг его читателей. Поэт поручил Нащекину передать критику экземпляр современника и негласно начать с ним переговоры о сотрудничестве. В октябре Нащекин писал Пушкину о Белинском. Я его не видел, но его друзья, и в том числе и Щепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать. Щепкин Михаил Семенович 1791-1830 годы актер, реформатор русского театра. До 1822-го года крепостной играл в крепостном театре, с 1824-го года в малом театре. Смерть Пушкина помешала осуществиться этому журнальному союзу первого русского поэта с вождем тогдашней демократии. В современнике сотрудничали все старые литературные друзья Пушкина Жуковский, Вяземский, Адоевский, Денис Давыдов, Языков, Боротынский, Барон Розен, Тургенев, Погодин и другие. Из новых сотрудников примечательные три имени Кольцова, Тютчева и Гоголя. Кольцов Алексей Васильевич 1809-1842 годы русский поэт, сын воронежского мещанина писал стихи о деревенской жизни, радости, труда, общении с природой. На смерть Пушкина откликнулся стихотворением лес. Пушкин познакомился с Гоголем в 1831 году. Гоголю тогда было 22 года. Он с благоговением смотрел на поэта, понимая его значение. И Пушкин угадал сразу в этом провинциале художника необычайного. Они никогда не были близки, хотя в письмах к украинским приятелям Гоголь хвастался дружбой у поэта. Пушкин в это время слишком был занят своей новой жизнью, ему трудно было делить с Гоголем его странную судьбу и разгадывать его замысловатые загадки. Но повести и комедии Гоголя Пушкин оценил как должно. К тому времени, когда стал издаваться современник, Гоголь уже успел завоевать признание своего таланта блистательного и дикого, мудрого и лукавого. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы не смеявшиеся со времен Фанвизина, пишет Пушкин в заметке по поводу выхода в свет вечеров на хуторе близ диканьки. Пушкин знал и ценил Арабески. Вслед затем явился Миргород, где с жадностью все прочли из старосветских помещиков эту шутливую трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и Тараса Бульбу, коего начало достойно Вальтер Скотта. Пушкин подарил Гоголю сюжет ревизора и сюжет мертвых душ, акт необычайной щедрости поэта. Гоголь доказал, впрочем, что он достоин подарка. Пушкин как будто изнемогал от избытка сюжетов и тем, которые возникали в его душе, несмотря на тревожную и мучительную жизнь. Поэта убили, когда он не успел осуществить и половины замыслов, о коих мы узнаем по его черновым записям и программам. Не кончена русалка. Не кончены так называемые сцены из рыцарских времен. Осталась в кратких набросках комедия об игроке. Уцелела какая-то сцена в тюрьме. План пьесы о сыне палача. Конспект драмы о Папессе. Конспект драмы о Папессе. Ее героиней должна была стать Папесса Иоанна, занимавшая папский престол девятом веке под именем Иоанна Восьмого. А сколько было повествовательных замыслов. Отрывок «Гости съезжались на дачу» 1828 год, «На углу маленькой площади» 1829, «Роман в письмах» 1829, «Повесть о прапорщике Черниговского полка» 1830-й, «Роман на кавказских водах» 1831-й, «Русский пелам» 1835-й, «Мы проводили вечер на даче у княгини Де» 1835-й, «Цезарь путешествовал» 1835-й, «Мария Шоннинг» 1835-й, 1836-й и другие. Этот список не полон, а сколько погибло статей по цензурным условиям, таковы, например, «Александр Радищев» и «Путешествия из Москвы в Петербург». Александр Радищев, статья Пушкина предназначалась для третьей книги современника. Черновая редакция была закончена в апреле 1836-го, впервые опубликована в 1857-м году. «Путешествие из Москвы в Петербург». Такой заголовок, статья, опубликовавшаяся ранее под названием «Мысли на дороге», получила в 1933-м году. В автографе она не была заглавлена. Пушкин работал над ней с перерывами в 1833-м, 1834-м и в 1835-м годах. По цензурным причинам эта статья не могла появиться в свет. «Надо удивляться душевной твердости, с какой Пушкин продолжал свой великий труд в страшных условиях тогдашней семейной его жизни, подлых дворцовых интриг, журнальной ненависти и унизительной материальной нужды. В эти последние годы поэту нередко приходилось обращаться к ростовщикам. Долг его превышал уже сто тысяч рублей. Пушкин продолжал, однако, обдумывать новые повести и драмы. Его к себе влекут и темы лирические, темы смерти, нравственной ответственности, творческого подвига, последнего смысла бытия, а в это время светская титулованная чернь изощрялась в своих сплетнях и глумлениях над честью поэта. Пушкина травили, входя в салон, где тотчас же толпа светских поклонников окружала Наталью Николаевну, Пушкин чувствовал, что он для этих пустых и суетных людей не более как неловкий и смешной муж красавицы, и он заставлял вспоминать о себе как о поэте опасным огнем эпиграмм или такой желчной и злой стихотворной сатирой, как пьеса «На выздоровление Лукулла». Пушкин спокойный и твердый с пером в руке или в беседе с сотрудниками журнала делался угрюмым, тревожным, мнительным и неосторожным, когда он слышал вокруг себя злобный шепот ненавистников. Но эти сплетники и клеветники были неуловимы, их нельзя было обличить, обвинить и наказать достойно. Их намеки были двусмысленны, их плоские шутки были бессодержательны, их дерзости были завуалированы светской любезностью. Пушкин даже не знал, кто именно его оскорбитель. Имя ему было «Легион», ибо травила Пушкина целая свора привилегированных, связанная общими интересами политическими и материальными, и ненавидевшая поэта, как новую грозную силу, глубоко враждебную этому союзу так называемых легитимистов. Пушкин не знал в лицо своих оскорбителей, они были так безличны. Иногда он старался уличить кого-нибудь в попытке задеть его честь, и почти всегда он ошибался. Настоящий враг ускользал, а мнительный поэт убеждался в свои ошибки и брал назад обвинения, предъявленные им человеку, нисколько ему не враждебным. Так на одном балу Пушкин подошел к секретарю французского посольства Лагрене, когда тот разговаривал с какой-то дамой, и поэту послышалось, будто бы француз сказал даме полголоса «прогоните его». Этого было достаточно, чтобы поэт на другой же день потребовал от Лагрене объяснений, угрожая дуэлью. Делагрене Теодос Мария Мельхиор Жозеф 1800-1862 годы французский дипломат, секретарь французского посольства в Петербурге в 1823-1825 годах и в 1828-1834 годах. Поединок не состоялся только потому, что дипломат заверил Пушкина, что злополучной фразы он не произносил и питает совершенное уважение к поэту. Некий Боголюбов, один из светских гомосексуалистов, окружавших их вождя Геккерина, распространил слух, будто бы князь Репнин выразил публично свою негодование по поводу пушкинского стихотворения на выздоровление Лукула. Боголюбов Варфоломей Филиппич 1785-й, предположительно 1842-й годы, чиновник Министерства иностранных дел, близкий к Уварову. По некоторым версиям, он помогал Пушкину доставать деньги. Репнин, Репнин Волконский, Николай Григорьевич, 1778-1845 годы, князь, старший брат декабриста Сергея Григорьевича Волконского, участник Отечественной войны, малороссийский генерал-губернатор в 1816-1834 годах, член Государственного Совета с 1834 года. Надо иметь в виду, что Уваров, против которого направлена пьеса Пушкина, был тоже гомосексуалист, и Боголюбов, передавая сплетню, мстил поэту за оскорбление корпорации, которой принадлежал. Князь Николай Григорьевич Репнин, бывший с 1816-го по 1835-й год военным губернатором Малороссии, был старше Пушкина на 20 лет. Ни возраст, ни положение, ни репутация этого князя не помешали поэту потребовать от него объяснения по поводу возникшей сплетни. 5 февраля Пушкин написал Репнину вежливое, но твердое письмо, спрашивая его, правда ли, что он, как утверждал господин Боголюбов, позволил себе публично делать оскорбительные для поэта замечания. Князь Репнин ответил Пушкину не менее вежливо. Господина Боголюбова, писал он, между прочим, я единственно вижу у Уварова и с ним никаких сношений не имею и никогда ничего на ваш счет в присутствии его не говорил, а тем паче, прочтя послание Лукулу, вам же искренне скажу, что гениальный талант ваш принесет пользу Отечеству и вам славу, воспевая веру и верность русскую, а не оскорблением частных людей. Пушкин удовлетворился этим объяснением, его ответ чрезвычайно любопытен. Не могу не сознаться, писал он, что мнение вашего сиятельства касательно сочинений оскорбительных для чести частного лица совершенно справедливо, трудно их извинить, даже когда они написаны в минуту огорчения и слепой досады. Как забава суетного и развращенного ума они были бы непростительны. Но неосторожный поступок был совершен и Уваров стал деятельным участником заговора против поэта, с которым он был знаком еще со времен Арзамаса. В 1831 году он перевел на французский язык стихотворение Пушкина к левитникам России. В 1832 году в Московском университете, представляя поэта студентом, заявил им торжественно «Вот само искусство». При выборах Пушкина в Российскую Академию Уваров подал за него голос. Представляя поэта студентом, Пушкин посетил вместе с Уваровым университет 27 сентября 1832 года и побывал на лекциях Давыдова и Коченовского. Все это не помешало тому же Уварову требовать для произведений Пушкина жестокой цензуры, называть историю Пугачева революционной книгой и предупреждать издателей, чтобы они не имели дело с людьми столь вредного образа мыслей, каким отличается Пушкин. В том же 1836 году у Пушкина было странное недоразумение с молодым писателем графом Сологубом, горячим поклонником поэта. Сологубу было тогда 23 года. На вечере у Крымзиных он разговаривал с Натальей Николаевной и она по его словам шутила над какой-то его романтической страстью. Юноша смущенная насмешливостью прелестной дамы, спросила ее неосторожно, давно ли она замужем, давая понять, что она уже не девочка и ей не подобает так шутить. Весь этот невиннейший разговор Наталья Николаевна передала мужу и, столковав его как что-то дерзкое со стороны повесы, Пушкин немедленно послал вызов Сологубу. Тот в это время по делам службы был в ржеве и не получил письма. О вызове Сологуб узнал от Андрея Карамзина и был изумлен чрезвычайно, не понимая, чем он оскорбил поэта, которого считал полубогом. Карамзин Андрей Николаевич 1814-1854 сын историка Николай Михайлович Карамзина отставной гвардии полковник, владелец демидовских заводов в Нижнем Тагиле. Однако молодой человек тотчас послал письмо Пушкину, изъявляя согласие на поединок, но при этом объяснил, что у него даже в помыслах не было сказать что-либо непочтительное Натальи Николаевне. Пушкин, прочитав письмо юноше, сказал Соболевскому «Немножко длинно, молодо, а, впрочем, хорошо. Дуэль, однако, была назначена. Решили драться в Твери, но опять случилось недоразумение. Пушкин, попав в Тверь через месяц, не застал там случайно Сологуба, который как раз отлучился из города в деревню. Пушкин не дождался противника и 2 мая уехал в Москву. Остановился он по обыкновению Нащекина, который расстался со своей цыганкою ему изменившей и женат был теперь на Нарской. Нарская Вера Александровна, год рождения предположительно 1811, умерла в 1900 году. жена Павла Воиновича Нащекина была внебрачной дочерью его троюродного брата Александра Петровича Нащекина 1758-1838 годы и крепостной крестьянки Дарьи Нестеровны Нагаевой. Фамилию Нарская она и ее два брата Федор Лев получили по названию реки Нара так как родились в имении Рай-Семеновская расположенном на этой реке. Сологуб узнав о том что Пушкин был в Твери в смятении бросился вслед за ним в Москву и явился рано утром на квартиру Павла Воиновича. Пушкин вышел к молодому человеку заспанный в халате и холодно с ним поздоровавшись принялся чистить свои длиннейшие ногти. Пришлось дожидаться на Щекина который был секундантом поэта. Заговорили о современнике Пушкин оживился и писатели мирно беседовали о литературе. Наконец появился тоже заспанный с взъерошенными волосами Павел Воинович и тотчас же стал уговаривать противников кончить дело миром. Сологуб по его воспоминаниям решил выдержать выстрел Пушкина но самому отнюдь не стрелять в гениального поэта. По-видимому всем троим хотелось уладить нелепое дело затеянное легкомысленной Натальи Николаевной. После объяснений Сологуб согласился извиниться письменно перед капризной красавицей. Дело кончилось без кровавой развязки. Такие странные истории как вызов на поединок Лагрине Репнина или Сологуба могли случиться только в условиях лихорадочной жизни в которую был вовлечен Пушкин. Как будто поэт сам искал опасности чтобы выйти из заколдованного круга. Поединок в самом деле сулил какое-то освобождение от петербургских цепей. Он мог кончиться или желанную поэту высылкою из столицы или смертью оба выхода казались Пушкину более достойными чем борьба с Николаем Палычем Романовым или Марьей Дмитриевной Неселеродой борьба которая была так безнадежна и так унизительна. В ночь на 29 марта 1836 года умерла Надежда Осиповна мать Пушкина. Во время своей предсмертной болезни она сблизилась с сыном с которым у нее всегда были нелады. Пушкин нежно и почтительно ухаживал за больной матерью. 8 апреля Пушкин повез гроб с ее телом в Псковскую губернию и похоронил ее в Святогорском монастыре. Тогда он приготовил там могилу и для себя. Вернувшись из Псковской губернии Пушкин недели через две уехал в Москву для занятий в московских архивах и по делам современника. В письме к жене от 5 мая Пушкин поговорив о разных московских новостях пишет о самом главном о царе. И про тебя душа моя идут кое-какие толки которые не вполне доходят до меня потому что мужья всегда последние в городе узнают про жен своих. однако видно что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью что он завел себя в утешение гарем из театральных воспитанниц. Нехорошо мой ангел скромность есть лучшее украшение вашего пола. 18 мая он пишет жене с горькой иронией что у него душа в пятки уходит когда он вспоминает что теперь он журналист. Будучи еще порядочным человеком я получал уже полицейские выговоры и мне говорили вы ошиблись и тому подобное. Что же теперь со мной будет? Мордвинов будет на меня смотреть как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого как на шпиона. Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом. Весело нечего сказать. Мордвинов вероятнее всего Александр Николаевич Мордвинов 1792 1869 годы управляющий третьим отделением с 1831 по 1839 год действительный тайный советник сенатор. Но может быть и Николай Семенович Мордвинов 1754 1845 годы адмирал член государственного совета который по словам Пушкина заключает в себе одном всю русскую оппозицию. из письма к Вяземскому от начала апреля 1824 года. 23 мая Пушкин вернулся домой в Петербург на Каменноостровскую дачу. За несколько часов до его приезда Наталья Николаевна родила благополучно четвертого ребенка Наталью. Пушкина Наталья Александровна 1836 1913 годы младшая дочь поэта. С 1853 года жена Михаила Леонтьевича Дубельта 1822 1900 годы сына Леонтья Васильевича Дубельта 1792 1862 годы начальника штаба корпуса жандармов затем управляющего третьим отделением. Михаил Леонтьевич Дубельт был флигель адъютантом впоследствии полковником. С 1868 года Наталья Александра Пушкина в марганатическом браке за принцем Николаем Вильгельмом Насаусским 1832 1905 годы Пушкин снова поглощен семейными и житейскими делами. Он отец четырех ребят казалось бы мог рассчитывать теперь на какую-то прочность семейного очага и милая жена могла бы как будто прекратить свои выезды во дворцы и салоны. Но ей 25 лет и она хочет наслаждаться жизнью. Жизнь для нее бал. Все трезвые мысли высказанные Пушкиным шесть лет назад в письме к матушке Натали относительно его брака с юной красавицей теперь нашли себе полное подтверждение. Натали тяготилась своей судьбой. А между тем в душе Пушкина в эти дни были не только мучительные мысли о семье, но и немалые сомнения относительно исторической необходимости, о которой он так часто думал после свидания с царем в московском дворце 8 сентября 1826 года. Эта страшная все покоряющая необходимость, которой будто бы безумно противоречить, нашла как раз в этом году своих обличителей, восставших на нее с дерзостью необыкновенной. Этот великий бунт против существующего по необходимости порядка нашел себе выражение весной и осенью 1836 года. 19 апреля состоялось в Петербурге первое представление ревизора, а в конце сентября вышел номер телескопа с знаменитым философическим письмом Чаодаева. Эти два события были небезразличны для Пушкина. Пушкинский сюжет под пером Гоголя вырос неожиданно в страшную картину казенной России, задыхающейся в пошлости и раболепстве. Эти ужасные маски заключали в себе, конечно, не только обличение русской жизни 30-х годов 19-го века, но и грозное предостережение будущему. Согласно историческому анекдоту, император Николай после окончания спектакля изволил заметить, что в пьесе Гоголя всем досталось, и прежде всего ему, императору. Если даже этот рассказ апокриф, он недаром сохранился в воспоминаниях современников. Пушкин с его умом и зоркостью художника прекрасно понял смысл ревизора и, вероятно, горько усмехнулся, припомнив свои иллюзии 1826-го года. Трагедия Пушкина заключалась не только в личной его судьбе, но и в крушении той философии и истории, которая сложилась в его душе к 30-м годам. Философическое письмо Чаодаева, появившееся в телескопе, было парадоксально и зловеще. Почти никто не разгадал тогдашнего мировоззрения Чаодаева, его католического понимания и истории, но всех поразила новизна и смелость в оценке русской государственности. Статья случайно, по недоразумению, пропущенная цензурой, в самом деле была как гром на ясном небосклоне. Дело было не в том, справедливо или несправедливо Чаодаевская оценка русской истории, а в том, что ее автор напомнил русскому обществу о страшной опасности, которая таилась в самодовольном национализме, в русских империалистических претензиях, в необоснованной народной гордости. За всем этим обличением русской монархии был второй идейный план. В этом плане Чаодаев утверждал, что история отдельного народа сама по себе не имеет еще смысла и ценности. Она приобретает и то, и другое только в свете истории всемирной. Судьба всего человечества. Вот что важно. Страшный суд готовится для всех времен и всех народов. Страшный суд в монотеистических религиях христианство, ислам, иудаизм. Последнее судилище, которое должно определить судьбы грешников и праведников. Существует круговая порука и горе тому народу, который стремится к национальной замкнутости, и каждый отдельный человек, сохранив свои национальные черты, должен однако помнить, что он такой же грешный Адам, как и все прочие сыны человеческие, и так же, как они, должен вернуть себе свою свободу, свое достоинство, вернуть потерянный рай, найти наконец социальную гармонию, возможную только при единстве всего человечества. Адам в Библии и Коране первый человек и отец рода человеческого, созданный Богом. Сыны человеческие, нечестивые потомки Каина, старшего сына Адама и Евы, убившего своего брата Авеля. В отличие от них, благочестивые потомки, сыны патриарха Сифа и Еноса, называются сынами Божиими. Пушкин приготовил свой ответ Чаодаеву. Письмо написано по-французски 19 октября 1836 года. Чулков предлагает свой перевод письма. В этом неотправленном адресату письме поэт противопоставил мыслям Чаодаева свою апологию русской истории. Нет, он, Пушкин, не разделяет взглядов Петра Яковлевича на судьбу русского народа. Конечно, схизма отделила Россию от прочего христианского мира. Но у русского народа было свое историческое призвание. Схизма термин, обозначающий раскол в христианской церкви, чаще всего подразумевается разделение церквей православной и католической. Ему пришлось выдержать торжение монголов. Великая страна поглотила в своих равнинах полчища азиатов, которые угрожали западной цивилизации. Русские люди жертвовали собою и надо удивляться, что они остались верными христианской культуре. Европа спаслась от варварского нашествия благодаря нашему мученичеству. И далее рискуя оскорбить католические верования Чадаева, Пушкин защищает древних ревнителей восточного христианства. Православное духовенство до времен Феофана было достойно уважения, но никогда не оскверняло себя мерзостью папизма и, наверное, не вызвало бы протестантизма в тот исторический час, когда человечество более всего нуждалось в единстве. Это уже была стрела в католическое сердце Петра Яковлевича. Феофан Скорее всего, Пушкин имеет в виду Феофана Прокоповича 1681-1736 годы, знаменитого проповедника, государственного и церковного деятеля сподвижника Петра I в делах духовного управления. С 1718 года епископ Псковский. Папизм Преклонение перед главой римско-католической церкви. Протестантизм одно из основных направлений в христианстве откололся от католицизма в ходе реформации 16 века. Для него характерны отсутствие принципиального противопоставления духовенства мирянам, отказ от сложной церковной иерархии, упрощенный культ, отсутствие монашества, у протестантов нет культа Богородицы, святых, ангелов, икон, число таинств сведено к крещению и причащению. Что касается нашего исторического ничтожества, продолжает свою апологию Пушкин, то он решительно не согласен с мнением Чаодаева. Поэт красноречиво напоминает о живописных и выразительных страницах древней русской истории. Но вот она вступает на новый путь. Разве один Петр Великий не есть уже целая всемирная история? А Екатерина Вторая, придвинувшая Россию границам Европы? А Александр, который привел вас в Париж? Пушкин даже в современности находит что-то величественное, что должно поразить будущего историка. Это последнее слово в защиту русской истории, последнее выражение той консервативной философии, которая сложилась у Пушкина к 30-м годам. Но эта последняя попытка оправдать историческую необходимость опровергалась упрямыми фактами. И сам Пушкин в конце этого же письма делает немаловажные признания. «После стольких возражений я должен вам сказать, что многое в вашем послании сущая правда. Надо сознаться, что наша общественная жизнь весьма печальна. Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, к справедливости и правде, это циничное презрение к мысли и достоинству человека действительно ужасно». «Как писатель я раздражен», признается Пушкин. Он оскорблен и как человек частный. Все складывается так, чтобы убедить поэта в его неверном понимании в пристрастной оценке русской истории, и однако он не хочет иного отечества и другой судьбы. Он даже клянется в этом Чадаеву, которого он когда-то любил и который лет пятнадцать назад был для него авторитетом. Но несмотря на эту клятву, что-то горькое и мучительное было у него на сердце после чтения мрачной статьи Чадаева. А что, если он Пушкин ошибается? А что, если в самом деле, ревниво защищая преимущество нашей национальной культуры, мы оказываем отечеству медвежью услугу? Защищать эту национальную культуру необходимо, конечно, когда на нее клевещут и ее презирают такие люди, как Марья Дмитриевна Населероды и ее союзники. Но в обличении Чадаева есть что-то иное. Его папизм, конечно, смешное заблуждение, но дело не в папизме, а в какой-то универсальной идее, о которой, пожалуй, следует поразмыслить ему, Пушкину. Он, как поэт, сознавал себя выразителем русской национальной культуры. Но разве для ее торжества не следует подчинить ее целям всемирным? В сущности, он своим художественным подвигом давно уже служит этим мировым целям. Он вспомнил, как осенью 1830 года, там, в глухой Болдинской деревне, он с гордостью ставил даты под законченными своими трагедиями, разве в этих трагедиях или в своем пророке, да и во многих иных своих шедеврах, не перекликается он с мировыми гениями, не подчинил ли он сам на деле свои национальные пристрастия универсальным целям? Глава 14 Поединок и смерть Пушкин написал свое последнее письмо Чаодаеву 19 октября 1836 года в день 25-летия лицея. В этот день собрались товарищи первого выпуска в квартире Яковлева. Сохранился протокол этого собрания. Первые строки протокола написаны рукою Пушкина. После обеда читали письма Кюхельбекера, потом Яковлев, лицейский староста, показывал друзьям хранившийся у него архив, потом пели лицейские песни, потом Пушкин читал свои стихи. Была пора, наш праздник молодой, сиял, шумел и розами венчался. Пушкин не мог дочитать свои стихи, его душили слезы, он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты, сел на диван и умолк. Это была последняя лицейская годовщина, в которой принимал участие Пушкин. Жить ему оставалось три месяца и десять дней. В этом году Пушкин написал двенадцать стихотворений, они значительны и важны. Поэт, как будто предчувствуя грозящую ему опасность, размышляет о смысле жизни и готовится к смерти. Таковы стихи, когда за городом задумчив я брожу, отцы пустынники и жены непорочны, и вероятно в этом же году написанное стихотворение «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просят». Согласно новым исследованиям стихотворение «Пора, мой друг, пора» относится к лету 1834 года. Тогда же написан памятник, поэт прозорлив, он видит свою судьбу, «Он знает, что славен будет он, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Поэт видит смысл своего труда в борьбе с жестоким веком «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу». Однако и заключительная страфа памятника, и стихотворение из Пендемонти, недорого ценюя громкие права, свидетельствует о том, что поэт мрачно смотрит на свою участь. Он разочарован в монархе, с которым он мечтал заключить некий договор. Рабство по манию царя не пало. По манию царя и стихотворение деревня 1819 год Но поэт сомневается также и в прелестях политической свободы, которой гордятся западные государства. Все это видитель слова, слова, слова. К этим строкам Пушкин сделал примечание Гамлет. Все это видитель слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права. Иная лучшая потребна мне свобода зависеть от царя, зависеть от народа. Не все ли нам равно Бог с ними? Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать для власти, для левреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы, красотам и предсозданиями искусств и вдохновенья, трепеща радостно в восторгах умиленья. Вот счастье, вот права. Великодержавная государственность, которую Пушкин еще недавно защищал, также внушает ему чувство недоверия и вражды. Левиафан страшен во всех его личинах. Жандармы, поставленные для порядка около картины Брюлова распятия, дают ему повод к написанию иронической и гневной пьесы мирская власть. Жандармы, поставленные для порядка около картины Брюлова распятия. Брюлов Карл Петрович 1799-1852 годы, живописец и рисовальщик, глава академического романтизма в русской живописи. О какой картине идет речь в книге установить не удалось. Картина распятия создана Брюловым в 1838 году, впервые выставлялась в Академии художеств в 1839 году, следовательно, Пушкин не мог ее видеть. Мерзкая власть стихотворение написано 5 июня 1836 года. По версии Вяземского, импульсом к созданию стихотворения послужило то, что в Страстную пятницу в Казанском соборе ставили у плащаницы часовых. Смотри, старина и новизна книга восьмая 1904 год. К чему скажите мне хранительная стража? Или распятие казенное поклажей вы боитесь воров или мышей? Или мните важности предать царю царей? Или покровительством спасайте могучим владыку тернием венчанного колючим Христа, предавшего послушно плоть свою бичам мучителей, гвоздям и копию? Или опасайтесь, чтоб чернь не оскорбила того, чья казнь весь род Адамов искупила? И чтоб не потеснить гуляющих господ, пускать невелено сюда простой народ? В условиях старого порядка, в условиях Николаевской монархии поэт чувствовал мучительное одиночество, потому что его могучий талант опередил в своем развитии культуру современного ему дворянского общества. Пушкин был одинок и потому еще, что новые демократические круги, готовые прийти на смену отживающей свой век привилегированной дворянско-бюрократической черни, ненавидевшей его, не успели еще найти с поэтом непосредственную связь, хотя уже знали его и считали своим, даже тогда, когда укоряли его ревниво. Выразителем этих демократических настроений явился Белинский. И не случайно Пушкин пытался завязать с ним литературные отношения. Этому союзу помешала смерть поэта. И не случайно также Пушкин осенью 1835 года написал подробный конспект пьесы, известной под именем «Сцены из рыцарских времен». У Пушкина в его сценах действие, по-видиму, происходит где-то в Германии, но не исключается предположение, что этот замысел связан с тем жакерии и жакерии Мереме, то есть с эпизодом из истории крестьянской революции во Франции в XIV веке. «Мереме» Просперт 1803-1870 годы, французский писатель, мастер новеллы, переводил произведение Пушкина. «Жакерия» «Историческая драматическая хроника 1828 год», посвященная крестьянскому восстанию во Франции в 1358 году. Смерть отняла Пушкина у русского народа как раз в те дни, когда у него рассеялись последние иллюзии относительно смысла и ценности петербургской монархии. Он понял, какая страшная бездна отделяет привилегированные круги министров и царедворцев от многомиллионной массы крепостных крестьян, у которых он учился русскому языку. Нащекина в своих воспоминаниях рассказывает о том, как Пушкин до самых последних своих дней искал встреч с крестьянами. Пушкин в путешествии никогда не дожидался на станциях, пока заложат ему лошадей, а шел по дороге вперед и не пропускал ни одного встречного мужика или бабы, чтобы не потолковать с ними о хозяйстве, о семье, о нуждах, особенно же любил вмешиваться в разговоры рабочих артелей. Народный язык он знал в совершенстве и чрезвычайно скоро умел располагать к себе крестьянскую серую толпу настолько, что мужики совершенно свободно говорили с ним обо всем. Он учился мужиков той органической культуре, которая заключена в великолепном русском фольклоре. Органическая культура противопоставляется в символистской эстетике культуре критической или индивидуалистической. Неслучайно Пушкин в последние годы жизни с таким увлечением писал свои сказки. И какова бы ни была степень влияния на него иностранных источников, самая ткань его сказок словарная и семантическая тесно связана с русскую деревню. Но в салоне Неселероды ни песен не пели, ни сказок не рассказывали. Зато в нем сочинили страшную сплетню, которая убила поэта. Эта сплетня была не простой интригой личных врагов, а политической местью тех, кто видел в Пушкине заклятого врага всей тогдашней правящей олигархии. Пушкин был убежден, что Наталья Николаевна не изменяла ему, и, кажется, она в самом деле была при жизни Пушкина ему верна. Но измена другая более тонкая. Тот явный интерес, который она проявляла к некоторым своим поклонникам, была налицо, и эта моральная измена делала сплетню такой ужасной в сознании поэта. Среди многочисленных поклонников Натальи Николаевны Пушкиной было два лица, которые особенно настойчиво преследовали красавицу. Один из них Дантес, усыновленный бароном Геккерином, молодой эльзасец, кавалергард, присытившийся ролью мужеложника и дерзко искавший любовных связей со светскими красавицами Петербурга. Другой Николай Романов, русский император, самодержец всея России. Дантес Геккерин не казался Пушкину опасным соперником, его можно уничтожить, осмеяв, скомпрометировав, наконец, вызвав на поединок. Наталья Николаевна кокетлива и легкомысленно, но совершенно откровенно с мужем, он знает каждый ее шаг. Нет, он не боится такого соперника, как Дантес. Иное дело, царь. В его распоряжении Петропавловская крепость, Бенкендорф и легион жандармов. С ним дуэль невозможна. Бежать, бежать, единственный выход, отбежать от его двора, сжечь поскорее проклятый камерюнкерский мундир. Но царь не простец, он опутал поэта крепкими цепями, вырваться из них нет никакой возможности. Но, может быть, Пушкин ошибается? Может быть, царь вовсе не намерен отнимать у него жену? Нет, поэт твердо знает, что император его соперник. Пушкин сам рассказывал Нащекину, что царь, как офицеришка, ухаживает за его женою, нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а в вечеру на балах спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены. Пушкин не успел отправить письмо к Чаодаеву. Рассет предупредил поэта, что переписываться с московским философом опасно. Рассет Клементий Осипович 1811-1866 годы брат Александры Осиповны Смирновой майор титулярный советник. Император прочел его философическое письмо и был изумлен его дерзостью. Как Россия победоносная и грозная, прославленная Державиным и Карамзиным, стоящая на страже европейского легитимизма, и эта великая Россия оказывается велика лишь по своему географическому положению, а по существу эта страна варварская, оставшаяся вне европейской цивилизации, и Чадаев сошел с ума. Императору понравилась эта мысль. Конечно, автор дерзкой статьи болен душевно, его нельзя наказывать, его надо лечить, его надо поручить по печенью генерал-губернатора, пусть врач ежедневно навещает безумца. Иное дело редактор и цензор, их надо покарать, чтобы они впредь были осмотрительнее. Это известие о судьбе Чадаева казалось Пушкину зловещим. Нет, поэт не пошлет теперь письмо своему идейному противнику. Пушкин не ожидал, что царь окажет ему, Пушкину, такую медвежью услугу своей расправой с мыслителем и лишит его возможности вести спор по существу. 22 октября 1836 года последовало официальное запрещение телескопа. Можно ли жить после этого в проклятом Петербурге, где придворные лицемеры делают вид, что они оскорблены статьей Чадаева в своих лучших патриотических чувствах, они, которые ненавидят и презирают Россию так же, как они ненавидят и презирают Пушкина? В самом деле можно сойти с ума от этой тирании Зимнего Дворца и всех этих салонов, где подготовляется заговор против всякой независимой мысли и свободного творчества. Сегодня объявили сумасшедшим Чадаева, а завтра объявят Пушкина. Если бы он был здравомыслящий, он бы радовался успехам Натали и своему придворному званию, а он открыто негодует на милость монарха, разве это не безумие? Поэт чувствовал, что надо каким-то решительным действием покончить с теми бытовыми условиями, которые связывали его и мешали ему писать. Надо было бы, что бы то ни стало, если не отказаться вовсе от светского образа жизни, то, по крайней мере, сократить выезды и приемы. осенью Пушкин перевез семью с Каменноостровской дачи не в огромную квартиру в доме Баташова, а в сравнительно скромную квартиру на Мойке в доме князей Волконских. Баташов Сила Андреевич 1794-1838 годы полковник лейбгвардии гусарского полка. В его доме семья Пушкиных жила в 1834-1836 годах. В доме князей Волконских контракт на наем квартиры в доме княгини Волконской был заключен 1 сентября 1836 года. Софья Григорьевна Волконская 1786-1869 годы жена министра двора светлейшего князя Петра Михайловича Волконского 1776-1852 сестра Сергея Григорьевича Волконского статсдама. В этой квартире было так тесно, что о приеме гостей нечего было и думать. Правда, в квартире было 11 комнат. Но кроме четырех детей в семье Пушкина жили две свояченицы и огромный штат слуг и служанок. Наемных слуг было 16 человек, две няни, четыре горничных, кормилица, мужик при кухне, лакей, повар, два кучера, полотер, прачка и какие-то еще два служителя. Но кроме этих наемных слуг были еще и крепостные привезенные из деревни. Таков был чудовищный быт среднедворянского дома первой половины 19 века. Надо представить себе, как суетились вокруг трех капризных барынь все эти горничные и лакеи, как шалили и плакали детишки, окруженные своим штатом нянюшек, как бестолково и беспокойно шла вся эта худо налаженная жизнь, когда хозяйки спали чуть не до заката солнца, а проснувшись озабочены были туалетом и выездом на очередной бал, чтобы содержать такой дом нужны были средства, их не хватало. Пушкин был кругом в долгах, кому только он не был должен, каретному мастеру, извозчику, какой-то вдове оберман за дрова, купцу-бакалейщику, книгопродавцу Белизару около четырех тысяч рублей, булочнику Родель, виноторговцу Раулю, аптекарю Брунсу и другому аптекарю Тимпмеру 410 рублей 70 копеек и так далее, и так далее. Оберман Екатерина, владелец дровяной лавки. Белизар Фердинанд Михайлович, 1798-1863 годы, содержатель книжного магазина в доме голландской церкви. У него Пушкин начал покупать книги после возвращения в Петербург ссылки. Рауль, владелец французского винного погреба в Петербурге. Брунс, Леопольд, аптекарь в Петербурге. Тимпмер, Христиан Андреевич, владелец аптеки на Малой морской улице. Чулков ошибается, долг Пушкина ему составил 180 рублей, был оплачен опекой. Но кроме этих мелких долгов над Пушкиным висели долги значительные, их сумма превысила 120 тысяч рублей. Пушкин не был расчетлив, а нуждающимся в деньгах всегда был готов отдать последнее. По свидетельству Нащекина, Пушкин был великодушен, щедр на деньги, бедному он не подавал меньше 25 рублей. Но денежные дела его становились все хуже и хуже. Наталья Николаевна, равнодушная к стихам поэта, не так была равнодушна к гонорарам за эти стихи. Однажды издатель пришел за рукописью, проданной поэтом, но рукопись оказалась в руках Натали. Поэт предложил издателю поговорить с женою, и тот вышел из будуара Натальи Николаевны весьма смущенный. Ему пришлось заплатить за рукопись вдвое больше, чем было условлено. Но в доме Пушкиных жила одна особа, которая ценила стихи поэта по существу — Александрина Гончарова. Она любила его поэзию и, кажется, самого поэта. Она была умнее сестер, и Пушкин был с нею дружен. Ходились сплетни об их интимной близости, их распространяли люди, не внушающие доверие. Одним из этих сплетников был князь Трубецкой. Будучи 74-летним стариком, он продиктовал свои воспоминания о Пушкине и Дантесе. Трубецкой Александр Васильевич 1813-1889 годы сын сенатора Василия Сергеевич Трубецкого 1776-1841 годы и Софья Андреевна Вейс 1796-1848 годы однополчанин Дантеса пользовался большим расположением императрицы Александры Федоровны впоследствии генерал-майор. Князь Трубецкой летом 1836-го года, когда кавалергарский полк стоял в новой деревне, жил в одной хате с Дантесом и со слов хвостливого лавеласа сообщил потомству спустя 50 лет после событий об его любовных удачах действительно мнимых. В рассказе Трубецкого столько анахронизмов и путаницы, что можно было бы вовсе не упоминать об этом ничтожном документе, если бы он не был характерен для той гвардейской среды, которая была враждебна поэту. Это все были приятели Дантеса, распространявшие по Петербургу слухи о том, что Наталья Николаевна изменила мужу. Общество кавалергардов было филиалом салона Настель Роды. Цель была одна оскорбить Пушкина и провоцировать его на какой-нибудь безумный поступок. Князь Трубецкой был одним из сознательных или бессознательных оскорбителей Пушкина. Дантес, по сообщению Трубецкого, пользуясь тем, что новая деревня находится поблизости от Черной речки, где жил Пушкин, часто посещал Наталью Николаевну. Но летом 1835 года у Пушкиных дача была на Каменном острове, и мемуарист опять путает даты и факты. Госпожа Полетика, ненавидевшая, между прочим, Пушкина, сообщила князю Трубецкому, что поэт находится в интимной связи со свояченицей Александриной. Пушкин, видите ли, ревновал Дантеса не к жене, а к Александре Николаевне. Полетика и далее Григорьевна. Родилась между 1807-1810 годами, умерла в 1890 году, урожденная Авартей, внебрачная дочь графа Строганова и португальской графини Д'Ега 1782-1864 годы, впоследствии ставшая женой двоюродного дяди Натальи Николаевны Пушкиной, Григория Александровича Строганова, подруга Натальи Николаевны Пушкиной. Этот рассказ дает понятие о той атмосфере сплетен, клеветнических слухов и нескрываемой ненависти к поэту, которые имели место в Петербурге в конце 1836 года. Этот вздорный рассказ становится драгоценным психологическим документом, характерным для эпохи, если мы прислушаемся к интонации рассказчика. В то время несколько шалунов из молодежи, между прочим, Урусов, Апочинин, Строганов, мой кузен, стали рассылать анонимные письма по мужьям рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин. Урусов Петр Александрович 1810 1890 годы сын сенатора члена государственного совета князя Александра Михайловича Урусова 1767 1853 годы и Екатерины Павловны урожденной Татищевой 1775 1855 годы поручик лейб-гвардии Змайловского полка впоследствии полковник состоящий при директоре департамента внешней торговли Апочинин Константин Федорович 1808 1848 годы племянник Елизавета Михайловна Хитрово двоюродный брат Дарьи Федоровны Фикельмон сын Федора Петровича Апочинина 1779 1852 годы шталмейстера двора и дочери Михаила Иларионовича Кутузова Дарьи Михайловны 1788 1854 годы поручик лейб-гвардии конного полка позднее полковник флигель адъютант Строганов мой кузен О каком Строганове идет речь не совсем ясно это мог быть Александр Григорьевич известный своими недоброжелательными отзывами о поэте после его смерти Алексей Григорьевич Николай Григорьевич или Григорий Григорьевич каждый из них приходился кузеном а вернее единокровным братом политики Вот о каких милых шалостях поведал потомству князь Трубецкой Любопытно что эти шалости имели также место в салонах Вены Как раз в это время венские легитимисты забавлялись посылая неугодным им лицам анонимные пасквили Эти бесстыдные пасквили даже печатались и распространялись во многих экземплярах Таковы были нравы рыцарей Священного Союза Населероды и Геккерен подражали своим венским друзьям К их услугам всегда была золотая молодежь В Петербурге было немало шалунов охотно исполнявших поручения своих шефов Какой-либо иной инициативы предположить невозможно О самом факте подлой игры Которой занималась титулованная Вена мы узнаем от Даршака интимного приятеля Дантеса и Геккерена У Даршака была целая коллекция таких бумажек Даршак Агюст 1811 не ранее 1847 года Виконт атташе французского посольства в Петербурге Дантес познакомился с Натальей Николаевной Пушкиной осенью 1834 года тогда же он стал настойчиво за ней ухаживать Он появлялся всюду где бывала Наталья Николаевна его видели около нее на балах и раутах в театре и на прогулках Некий лифляндец Ленц видел с балкона дачи в Ельгорских как на высоком коне который не мог стоять на месте и нетерпеливо рыл копытом землю грациозно покачивалась несравненная красавица жена Пушкина с нею была ее сестра и Дантес Ленц Вильгельм Василий Федорович 1808 1883 годы юрист пианист музыкальный критик автор книги о Бетховене меморист дача в Ельгорских имеется в виду Михаил Юрьевич в Ельгорске и его семья жена Луиза Карловна урожденная Бирон 1791 1853 годы их дети Иосиф Михаил Анна и Софья возможно что там же проживал его брат граф Матвей Юрьевич в Ельгорске 1794 1866 годы коммергер виолончелист музыкальный деятель впоследствии один из основателей русского музыкального общества Другой очевидец рассказывает как во время бала в здании минеральных вод он видел во время разъезда жену Пушкина Наталья Николаевна в ожидании экипажа стояла прислонясь к колонне у входа а военная молодежь преимущественно из кавалергартов окружала ее рассыпаясь в любезности несколько в стороне около другой колонны стоял в задумчивости Пушкин не принимая ни малейшего участия в этом разговоре как раз после этих модных балов в здании минеральных вод по Петербургу распространились слухи об ухаживаниях Дантеса за женою поэта Данзас рассказывал что Пушкин узнав от самой Натальи Николаевны о притязаниях кавалергарда перестал его у себя принимать но Дантес встречался с нею в доме Вяземских у Крамзиных и в других светских домах он писал ей письма который она показывала мужу встречем Натальи Николаевны с Дантесом всячески содействовал ее сестрица Екатерина Николаевна влюбленная в смазливого Эльзаса Дантес ухаживал и за ней как и за многими другими дамами и Екатерина Николаевна по-видимому не ревновала его к сестре довольствуясь тем вниманием какое выпадало на ее долю князь Павел Вяземский рассказывал как ему случилось пройти несколько шагов по Невскому в обществе Натальи Николаевны ее сестры и Дантеса в эту самую минуту мимо них быстро прошел Пушкин и мгновенно исчез в толпе выражение лица его было страшно замечает Вяземский Вяземский Павел Петрович 1820-1888 годы сын Петра Андреевича и Веры Федоровны Вяземских археограф сенатор основатель общества любителей древней письменности Добродушная княгиня Вера Федоровна Вяземская предупреждала Пушкину относительно последствий ее кокетства с Дантесом «Я люблю вас как своих дочерей» «Подумайте чем это может кончиться» но Натали беспечно смеялась «Мне с ним весело он мне просто нравится будет то же что было два года сряду» Наталья Николаевна часто бывала у Вяземских и каждый раз там же появлялся Дантес княгиня Вяземская сказала ему наконец что ей неприятно видеть в своем доме его ухаживание за женой Пушкина которого она глубоко уважает и любит несмотря на это предупреждение Дантес опять явился на вечер Вяземских и не отходил от Натальи Николаевны тогда Вера Федоровна сказала гостю что ей придется предупредить швейцара не впускать в залу господина Дантеса Геккерина только тогда прекратились его визиты но Лавелас был приятелем Андрея Карамзина и пользуясь этим бывал постоянно в салоне Карамзиных где встречался с Натальей Николаевной очень часто Уже после катастрофы князь Вяземский писал великому князю Михаилу Павловичу что задолго до события его можно было предугадать наблюдая за нескромным поведением Дантеса и тому же Михаилу Павловичу писал сам царь Давно ожидать должно было что дуэлью кончится их неловкое положение Почему же спрашивается зная об этом неловком положении царь не сделал ничего чтобы его предотвратить или он рассчитывал что из всех возможных мужей или возлюбленных Натальи Николаевны самым неудачным является Пушкин строптивый и дерзкий муж был несомненной помехой для всякого претендента на сердце Натальи Николаевны кому-то очень хотелось чтобы произошел громкий скандал предвидеть его было нетрудно зная пламенный характер поэта На одном из вечеров некий князь Долгоруков один из тех гнусных молодых развратников которые окружали Геккерина за спиной у Пушкина поднимал вверх пальцы растопыривал их рогами и кивал при этом на Дантеса это видел граф Адлерберг Долгоруков Петр Владимирович 1816-1868 годы князь чиновник Министерства Народного Просвещения впоследствии политический эмигрант археолог Адлерберг Владимир Федорович 1791-1884 годы генерал-майор директор канцелярии начальника главного штаба затем начальника военно-походной канцелярии впоследствии министр двора Будучи дружен с Жуковским и ценя Пушкина как поэта он поехал к великому князю Михаилу Павловичу и объяснил ему создавшееся положение поэт не стерпит посягательства на его честь а молодой Дантес ведет себя так что поединок кажется неизбежным мы рискуем потерять Пушкина можно предотвратить катастрофу графу Адлербергу известно что кавалергарду Дантесу Геккерину очень хотелось отличиться на театре военных действий на Кавказе нельзя ли молодого Геккерина отправить на Кавказ но великий князь Михаил Павлович бывший тогда главнокомандующим гвардейским корпусом пожал плечами ну как же это сделать дамы будут скучать без Дантеса кроме того этот веселый повеса мастер говорить каламбуры такой большой охотник он сам великий князь впрочем он подумает кажется еще нет надобности спешить с этим делом зачем в самом деле спешить положение хотя и сложное но довольно забавное этот Пушкин претендует на какое-то особое право быть независимым этот сочинитель воображает что он глаз народа что он выразитель национального духа Мария Дмитриевна Населероды жаловалась на его дерзкие эпиграммы кроме того он сам всех задевал разве Уваров не был оскорблен Пушкиным теперь этот знаменитый стихотворец рискует быть осмеянным что посеешь то и пожмешь любопытно чем кончится вся эта история сказать по правде Пушкин со своим арабским профилем как-то не очень подходит к такой красавице как Наталья Николаевна Дантес носил перстень с портретом Генриха Пятого и Пушкин сказал однажды что у молодого легитимиста на перстне изображена обезьяна на что шутник ответил уверяю вас господа что этот портрет ничуть не похож на господина Пушкина Пушкин беспокойный человек у этого Пушкина всегда какие-то привратные идеи бедной жене вероятно с ним скучно такова примерно была психология великого князя Михаила Павловича который вовсе не принадлежал к деятельным врагам поэта каково же было настроение у настоящих врагов как не тревожна была жизнь Пушкина как не терзали его сплетни и жалкое легкомыслие жены он продолжал работать как редактор современника и надо удивляться что он еще успел закончить капитанскую дочку 1 ноября он читал ее друзьям у князя Вяземского это было его последнее чтение голос поэта больше не звучал звучал только страстный голос оскорбленного и замученного человека в эти последние страшные для Пушкина дни он почувствовал свое одиночество он не посвящал друзей в свои сокровенные мысли если он и говорил иногда о своих намерениях то только верным своим поклонницам Вере Федоровне Вяземской или приезжавшей тогда в Петербург Гефпракси Николаевне Вульф Вревской но и с ними он не был откровенен до конца о самом главном он молчал Дантес казался ему врагом ничтожным и хотя поэт сознавал что Наталья Николаевна неравнодушна к своему веселому и развязанному кавалеру это его не очень беспокоило ему казалось что в любой час он может одним ударом покончить с этим дерзким кавалергардом его терзали другие мысли более страшные он прекрасно видел что Николай Палыч Романов смотрит на его жену как на свою будущую любовницу иные уже замечали это даже люди стоявшие далеко от жизни дворца осведомлены были об ухаживании царя за женою поэта так в воспоминаниях Иваницкого мы находим любопытные строки о судьбе Пушкина Иваницкий Николай Иванович 1816-1858 годы журналист педагог он видел поэта на лекции Гоголя в Петербургском университете жена Пушкина была в форме красавицы и поклонников у ней были целые легионы не мудрено стало быть что и Дантес поклонялся ей как красавице но связи между ними никаких не было подозревают другую причину жена Пушкина была фрейлиной восклицательный знак при дворе так думают что не было ли у нее связей с царем из этого понятно будет почему Пушкин искал смерти и бросался на всякого встречного и поперечного для души поэта не оставалось ничего кроме смерти фрейлиной Наталья Николаевна не была и не могла быть как замужняя женщина но суть дела от этого не меняется фрейлиной была ее сестра Екатерина Николаевна а сама красавица и без этого придворного звания была принята в интимный круг царских фавориток царь не успел сделать ее своей любовницей при жизни поэта но его поведение после смерти Пушкин дает повод думать что Наталья Николаевна сделалась все-таки царской любовницей но позднее когда она вернулась в Петербург из деревни в 1839 году на это намекает ее дочь Арапова Арапова Александра Петровна родилась предположительно в 1845 году умерла в 1919 урожденная Ланская дочь Натальи Николаевны Пушкиной и это находит косвенное подтверждение в ряде мелочей недаром у царя на внутренней крышке его часов был портрет прелестные вдовы и недаром покладистый Петр Петрович Ланской за которого она вышла замуж в 1844 году сделал такую блестящую карьеру Ланской Петр Петрович 1799 1877 годы генерал-майор второй муж Натальи Николаевны Пушкиной за которого она вышла замуж 18 июля 1844 года и недаром в 1849 году когда лейб-гвардии конный полк подносил Николаю первому альбом с изображением всех генералов и офицеров художнику Гау было предложено через министра двора написать для этого альбома портрет супруги генерал-майора Ланского супруги прочих командиров по воле царя этой чести не удостоились Наталья Николаевна понимала своеобразно обязанности верной жены она не считала преступным ни кокетство ни фамильярную бризость с теми поклонниками какие ей нравились она думала что верность заключается в том что жена должна признаваться мужу с полной откровенностью во всех своих любовных шалостях к несчастью красавец была глупенькая ее не оскорбляли нисколько ухаживания иных ее поклонников а самые невинные фразы случайного собеседника вызывали неожиданный гнев так было например с графом Сологубом когда Наталья Николаевна чуть было не спровоцировала дуэль его с Пушкиным без всяких серьезных оснований продолжая откровенничать с мужем до самых последних дней Наталья Николаевна жаловалась ему на поведение Геккерина отца по ее словам выходило что Геккерин уговаривает ее сблизиться со своим сыном в этих признаниях есть какая-то странность и какое-то несоответствие с интересами Геккерина Геккерин ненавидел Пушкина и действовал против него заодно с Неслероде это вне всяких сомнений но сближение Дантеса с Натальей Николаевной вовсе не входило в расчеты этого многоопытного интригана не говоря уже о том что Геккерин должен был ревновать Дантеса как своего наложника у старого дипломата были и другие соображения которые совсем не вяжутся с его мнимым желанием поощрять любовную связь молодого лавиласа с госпожою Пушкиной Геккерин отец прекрасно знал что страстный и гордый Пушкин не потерпит посягательств на его честь и без всяких колебаний вызовет на поединок оскорбителя то что Пушкин два года терпел ухаживание Дантеса за Натальей Николаевной доказывает с очевидностью что не в Дантесе тут было дело поэт презирал развязного лизастца и озабочен был иным Наталья Николаевна злилась на Геккерина отца но вовсе не потому что он поощрял будто бы ее сближение с Дантесом а потому что он нескромно как ей казалось впутался не в свое дело и мешал ей невинно развлекаться с веселым поклонником как мог Геккерин отец поддерживать притязание Дантеса на связь с Натальей Николаевной когда он дрожал за жизнь любимого им молодого человека напротив вся его интрига велась так чтобы направить внимание Пушкина в другую сторону чтобы поставить поэта в безвыходное положение когда поединок невозможен когда оскорбление наносится лицом недосягаемым для мести Геккерин понимая необходимость для Жоржа Дантеса брачных отношений с трудом мирился с его возможным браком с Екатериной Николаевной Гончаровой за которой по весу несомненно также ухаживал польщенный ее влюбленностью но поддерживать адюльтер с женою поэта было слишком опасно чтобы старик пошел на такой явный риск так понимали положение дел Жуковский и другие друзья Пушкина и это подтверждается дальнейшими событиями 4 ноября 1836 года Пушкин получил по городской почте анонимный пасквиль диплом названия рогоносца текст диплома и адрес на конверте были воспроизведены печатными буквами небрежно начерченными этот документ запечатан был красным сургучем печать изображала некие эмблемы наподобие масонских тут были и циркули пингвины огненный язык с оком внутри эмблемы наподобие масонских инструментами символами каменщиков были линейка и отвес равенства сословий рукавицы чистые помыслы угломер справедливость молоток молчание и власть лопаточка мастерок снисхождение к слабости человека и строгость к себе ветвь акации бессмертия череп и кости презрение к смерти и печаль об исчезновении истины вот перевод французского текста великие кавалеры командоры и рыцари светлейшего ордена рогоносцев в великом капитуле под предводительством уважаемого великого магистра ордена его превосходительства Нарышкина единогласно выбрали Александра Пушкина кодьютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена непременный секретарь граф Борх Нарышкин Дмитрий Львович 1758-1838 годы обер-егер-мейстер двора Александра I муж Мария Антоновна Нарышкиной Нарышкина Мария Антоновна 1779-1854 годы урожденная княжна Святополк Четвертинская фаворитка Александра I в 1801-1814 годах Борх Иосиф Михайлович родился в 1807 году переводчик в Министерстве иностранных дел титулярный советник Каков смысл этого Пасквиля? Для Пушкина он был ясен Причем тут Нарышкин Вот именно в нем-то и было все дело Дмитрий Львович Нарышкин был знаменитым супругом знаменитой красавицы Марии Антоновны любовницы императора Александра Он был великолепным рогоносцем и величаво нес этот титул всю свою жизнь Пасквиль объявил Пушкина коадьютором Нарышкина то есть его заместителем Иными словами Нарышкина была наложницей царя Александра а теперь занимает ее место в Олькове царя Николая никто иной как Наталья Николаевна супруга поэта Это был страшный и меткий удар в сердце Пушкина Это было то, чего он больше всего боялся молвы о любовной связи императора с его женой Если припоминать предупреждения которые Пушкин настойчиво повторяет в своих письмах Натальи Николаевне об осторожности в отношениях с царем и откровенный рассказ Нащекину о царских прогулках под окнами красавицы станет совершенно ясно что Пасквиль метил удачно и вполне достигал своей цели Шутовская подпись графа Иосифа Борха была выдумана не случайно Иосиф Борх действительно существовал он был камер-юнкером и жена его урожденная Голынская известна была как распутница а он как рогоносец Голынская Борх Любовь или Эмма Викентьевна Жена Иосифа Михайловича Борха с 1830 года Родственница Натальи Николаевны Пушкиной Авторы диплома предлагали Пушкину стать историографом ордена намекая ядовито на полученные им от царя разрешение заниматься в государственных архивах Враги достигли своей цели Пушкин был в ужасе от очевидно уже распространившихся слухов об интимной связи Натальи Николаевны с царем Пушкин знал что связи не было но он также знал что клевета бывает иногда равносильно действительному факту и кроме того нет дыма без огня ухаживание царя и кокетство с ним Натальи Николаевны не были плодом его воображения очевидно все это знали и он Пушкин пользовался милостями того самого царя который рассчитывал цинично на благосклонность его жены на поэта напялили придворные мундиры дали ему денег недостаточных для жизни но совершенно достаточных для позора что делать прежде всего надо делать вид что он Пушкин не понял страшного намека надо покончить с этим негодяем Дантесом пусть все думают что диплом намекал на этого кавалергарда но этого мало разумеется надо придумать месть этим подлым заговорщиком посягающим на его честь от милости царя надо избавиться во что бы то ни стало Кистеневка стоит дороже чем эти 30-40 тысяч полученных Пушкиным из казны правда он уступил сестре и брату доходы с этого имения но он возместит эту сумму гонорарами которые будут ему платить издатели надо послать министру финансов конкрину заявление что он счет своего долга предлагает казне приобрести его имение теперь он не желает никаких царских милостей 6 числа он уже послал письмо конкрину а главное надо бросить лицо врагам такое оскорбление равного коему еще не было придумано никем в то время такой такой же двойной пакет получила Васильчикова у нее в доме на Большой Морской жил в это время его племянник Сологуб Васильчикова Александра Ивановна 1795 1855 годы урожденная Архарова дочь московского военного генерал-губернатора Ивана Петровича Архарова умер в 1815 году и Екатерины Александны урожденной Римской Корсаковой 1755 1836 годы тетка Сологуба Она позвала его к себе и сказала показывая на злополучный документ представь себе какая странность я получила сегодня пакет на мое имя распечатала и нашла в нем другое запечатанное письмо с надписью Александру Сергеевичу Пушкину что мне с этим делать Сологубу пришло в голову что в этом письме что-нибудь написано об его прежней личной истории с Пушкиным что следовательно уничтожить пакет он не должен а распечатать не вправе затем он тотчас же отправился к Пушкину и не догадываясь о содержании письма передал его поэту Пушкин распечатывая конверт сказал спокойно я уж знаю что это такое я получил сегодня подобное письмо от хитрово это мерзость против жены моей впрочем понимаете что анонимным письмом я обижаться не могу жена моя ангел никакое подозрение коснуться ее не может Сологуб ушел от поэта успокоенный а Пушкин на другой день утром послал Дантесу письмо с вызовом на дуэль ничем не мотивированным Дантеса не было дома он за небрежность по службе был не в очередь на дежурстве Геккерин отец предчувствую недоброе распечатал письмо и не предупреждая Дантеса поехал к Пушкину старый дипломат не ожидал вызова и трепетал за жизнь своего любимца он желал выиграть время он умолял об отсрочке ему удалось получить ее на 24 часа он воспользовался отсрочкой чтобы уговорить Екатерину Ивановну Загряжскую погасить как-нибудь скандал грозивший разрушить две семьи Екатерина Ивановна обожавшая Натали немедленно вызвала из царского села Жуковского в надежде что он возьмет на себя роль миротворца добрейший Василий Андреевич конечно поверил клятвам Геккерина растроган был его горем и поехал к Пушкину чтобы как-нибудь успокоить его и предотвратить дуэль 6 ноября когда у Пушкина сидел Жуковский явился и Геккерин сентиментальному Жуковскому и хитрому Геккерину удалось уговорить Пушкина отсрочить дуэль еще на две недели Загряжская и Геккерин придумали сообща некий план для спасения жизни Дантеса и для благополучия Натали дело в том что двойная любовная игра которую вел Дантес зашла кажется довольно далеко по крайней мере в его отношениях с влюбленной в него Екатериной Николаевной надо было жениться эта матримониальная необходимость была уже известна нескольким лицам слухи о возможной свадьбе дошли даже до Москвы не позднее второй половины октября значит недели за две до получения Пушкиным пасквиля это видно из переписки Сергея Львовича Пушкина с дочерью Ольгой Сергеевной Геккерин отец до вызова Пушкиным Дантеса был против этой свадьбы ему по-видимому брак этот не казался удачным Некатерина Николаевна красавица и не была хотя у нее было некоторое сходство с Натали и она несомненно нравилась Дантесу о чем свидетельствует их переписка и дальнейшая благополучная супружеская жизнь но Геккерину хотелось более эффектной партии для своего прелестного Жоржа Екатерина Николаевна была старше своего жениха на четыре года а главное Дантес не мог рассчитывать на большое преданное после вызова Пушкина Геккерин согласился с Загряжской что брак Жоржа с сестрой Натали может предотвратить катастрофу прежде чем решиться на этот шаг Геккерин при посредничестве Жуковского всячески старался спасти Дантеса от опасного поединка в эти дни Жуковский лично уговаривал Пушкина и писал ему жалкие письма но все эти убеждения не трогали поэта дело осложнялось еще тем что Пушкин выразил Жуковскому свое ироническое подозрение в желании Дантеса уклониться от поединка надо было спасать достоинство молодого кавалергарда с этой целью Жуковский объясняет Пушкину в письме сложившиеся обстоятельства в день моего приезда в то время когда я у тебя встретил Геккерина сын был в карауле и возвратился домой на другой день в час за какую-то ошибку он должен был дежурить три дня не в очередь вчера он в последний раз был в карауле и нынче в час пополудни будет свободен эти обстоятельства изъясняют почему он лично не мог участвовать в том что делал его бедный отец сились отбиться от несчастья которого одно ожидание сводит его с ума когда Геккерин решил что нет другого выхода из создавшегося положения он посвятил свой план Жуковского ему он дал разъяснения совсем не те какие он давал позднее в письма к Бенкендорфу Несельроды нидерландским министрам по рассказу князя Вяземского Геккерин уверял Жуковского что Пушкин ошибается что сын его влюблен не в жену его а в свояченицу что уже давно сын его умоляет своего отца согласиться на их брак но что тот находя брак этот неподходящим не соглашался но теперь видя что дальнейшее упорство с его стороны привело к заблуждению грозящему печальными последствиями он наконец сдал свое согласие Жуковский не усомнился в правдивости этого рассказа Геккерин предупреждал Жуковского что честь Дантеса не может быть запятнана никак Жорж не трус он готов выйти на поединок но дело друзей предотвратить несчастье потому что друзьям он Геккерин открывает тайну пусть Пушкин не воображает что Дантес хочет уклониться от дуэли но если ее не допустить это будет для всех счастьем Дантес женится на любимой девушке честь Натальи Николаевны не будет затронута и наконец Пушкин не будет рисковать своей головой выходя на поединок в сущности ничем не мотивированный когда Жуковский нарушив слово данное Геккерину который конечно именно этого и хотел рассказал Пушкину о возможном браке Дантеса с Екатериной Николаевной в надежде что сообщение успокоит поэта случилось нечто им непредвиденное Пушкин пришел в бешенство он видел в этом проекте явное желание уклониться от поединка Пушкин в рассеянности не замечал вовсе романа своей свояченицы с Дантесом но зато он помнил признание самой Натальи Николаевны которая между прочим по свойственной ей глупости могла преувеличивать страсть своего обожателя хвастаясь своими чарами эти ее чары не давали ей покоя даже под старость когда она нарожала немало детей и состояла в браке с Ланским нарожала немало детей в браке с Ланским Наталья Николаевна родила троих дочерей Александру Софью и Елизавету Пушкин не поверил в подготовлявшийся брак Дантеса он думал что разговоры о браке нужны Геккеринам только для того чтобы выиграть время а ему Пушкину хотелось поскорее покончить с Дантесом чтобы начать борьбу с более опасными и вооруженными врагами 13 или 14 ноября произошло однако свидание Пушкина с Геккерином в квартире Загряжской Геккерин официально заявил о том что Дантес женится на Екатерине Николаевне Гончаровой Пушкин толкуя этот проект как вынужденный и унизительный для Дантеса отказался от вызова настаивать на дуэли было уже невозможно но через день или два Дантес испугавшийся за свою кавалергардскую репутацию послал Пушкину письмо с вопросом по каким мотивам он теперь отказывается от поединка это письмо вызвало новое негодование Пушкина незадолго до этого письма Пушкин встретил Сологуба гулял с ним и ласково разговаривал Сологуб в разговоре по поводу подметных писем предложил себя в качестве секунданта на случай возможного поединка дуэли никакой не будет сказал Пушкин но я может быть попрошу вас быть свидетелем одного объяснения потом они зашли к оружейнику Пушкин приценивался к пистолетам но не купил по неимению денег они заходили также в книжную лавку Смердина где Пушкин сказал свой экспромт о неприятности наступить в Булгарина посещая Смердинскую лавку 16 ноября на обеде у Карамзиных Сологуб сидел рядом с Пушкиным во время общего веселого разговора поэт вдруг нагнулся к своему соседу и сказал скороговоркой ступайте завтра к Даршаку условьте с ним только насчет материальной стороны дуэли чем кровавее тем лучше ни на какие объяснения не соглашайтесь потом он продолжал шутить и разговаривать как ни в чем не бывало я остолбенел но возражать не осмелился пишет Сологуб в своих воспоминаниях в тоне Пушкина была решительность не допускавшая возражений вечером Сологуб был на рауте у графа Фикельмона Фикельмон Шарл Луи Карл Людвиг 1777 1857 годы граф австрийский посланник в Петербурге литератор публицист любопытно что все дамы были в трауре по случаю смерти Карла 10 одна Екатерина Николаевна Гончарова отличалась от всех своим белым платьем за ней ухаживал Дантес Пушкин приехал поздно и без жены Сологуб уверяет что Пушкин подошел к Екатерине Николаевне и запретил ей разговаривать с Дантесом позднее Сологубу передавали что будто бы Пушкин сказал что-то резкое и грубое самому Дантесу у Сологуба и Дантеса тоже был разговор Кавалергард уверял Сологуба что не понимает чего от него хочет Пушкин Дантес согласится конечно на поединок но сам вовсе не желает ни ссор ни скандала на другой день была метель дол страшный ветер Сологуб поехал к Пушкину который повторил свои требования от него молодой человек поехал к Даршаку тот уверял Сологуба что всю ночь не спал придумывая выход из создавшегося положения Даршак показал экземпляр диплома первое письмо Пушкина записку Геккерина с просьбой отложить поединок второе письмо поэта в котором он берет свой вызов назад на основании слухов что господин Дантес женится на его свояченице я стоял пораженный как будто свалился с неба пишет Сологуб об этой свадьбе я ничего не слыхал ничего не ведал и только тут понял причину вчерашнего белого платья причину двухнедельной отсрочки причину ухаживания Дантеса все хотели остановить Пушкина один Пушкин того не хотел мера терпения преисполнилась при получении глупого диплома от безымянного негодяя Пушкин обратился к Дантесу потому что последний танцуя часто с Натальей Николаевной был поводом к мерзкой шутке Сологуб не догадывался или делал вид что не догадывался об истинном смысле Пасквиля самый день вызова пишет он неопровержимо доказывает что другой причины не было кто знал Пушкина тот понимает что не только в случае кровной обиды но что даже при первом подозрении он не стал бы дожидаться подметных писем одному Богу известно что он в это время выстрадал воображая себя осмеянным и поруганным в большом свете преследовавшим его мелкими беспрерывными оскорблениями он в лице Дантеса искал или смерти или расправы с целым светским обществом если Сологуб не решился прямо указать на поведение царя как на повод для затейного скандала зато он совершенной точностью как современник и очевидец событий дал понять что дело было не в Дантесе а в том светском обществе которое вело войну против поэта авторы диплома цинично издевались над Пушкиным намекая на недосягаемость его оскорбителя они так увлеклись этой своей интригой что невольно задели и личность самого царя вот почему добившись нужной им развязки они все-таки не совсем достигли своей цели это их неудача выяснилось позднее после смерти поэта они одержали пиррову победу историческая необходимость на этот раз оказалась против них они одержали пиррову победу по имени Пирра 319 и 273 годы до нашей эры царя Эпира воевавшего с Римом одержал победу при Аускулуме в 279 году ценой огромных потерь так называемая пиррова победа итак сологупы Даршак старались всячески предотвратить дуэль Дантес говорил Даршак не может допустить чтобы о нем говорили что он был принужден жениться и женился во избежание поединка уговорите Пушкина безусловно отказаться от вызова я вам ручаю что Дантес женится и мы предотвратим может быть большое несчастье Сологуб написал Пушкину записку в которой извещал что дуэль назначена на 21 ноября на Парголовской дороге на 10 шагов барьера в 8 часов утра но тут же он прибавил нарушая данные Пушкину обещания не входить в обсуждение дуэли по существу господин Даршак сообщил мне конфиденциально что барон Геккерин твердо решил жениться но не желает дать повода думать что он делает это для избежания дуэли он сможет это сделать только тогда когда все будет кончено между вами и когда вы сообщите мне или Даршаку что вы не приписываете его поступок никаким расчетам недостойным благородного человека Сологу пришелся умолять Пушкина о снисходительности заявляю что он и Даршак ручаются за правдивость Дантеса записку послали Пушкину после двух часов мучительных ожиданий секунданты получили ответ Я не колеблюсь написать то что могу объявить и слабес я вызвал господина Жоржа Геккерина на дуэль он ее принял не входя в объяснение я прошу господ секундантов смотреть на этот вызов как на несостоявшийся так как до меня дошли слухи что господин Жорж Геккерин решил сделать после дуэли предложение мадемуазель Гончаровой у меня нет причины приписывать его решение каким-нибудь соображением недостойным честного человека прошу вас граф воспользоваться этим письмом так как вы это найдете удобным это письмо Пушкин пометил 17 ноября Пушкин отказался от дуэли под влиянием Загряжской которая умоляла его не губить счастье ее племянницы Екатерины Николаевны и не делать семейного скандала о том же умолял Пушкина Жуковский Василий Андреевич в эти ноябрьские дни написал Пушкину несколько длинных писем все на ту же тему Жуковский писал между прочим что у него есть доказательство материальное что дело о коем теперь идут толки затеяно было гораздо раньше вызова он умолял Пушкина сохранить втайне все случившееся но тот не считался с этими советами княгиня Вяземская сказала Жуковскому что будто бы Пушкин говорил ей я знаю автора анонимных писем и через неделю вы услышите как будут говорить о мести единственной в своем роде она будет полная совершенная она бросит человека в грязь очевидно Пушкин не имел в виду Дантеса к нему он относился с нескрываемым презрением он искал главного врага и ему хотел мстить когда 17 ноября Даршак и Сологуб получили письмо Пушкина они не показали его Дантесу а сообщили ему что недоразумение разрешилось благоприятно что дуэли не будет Дантес поручил секундантам поблагодарить Пушкина за то что он согласился кончить ссор и передать ему что он надеется что они встретятся как братья секунданты поехали к Пушкину он вышел к ним рассеянный и бледный Даршак передал ему благодарность Дантеса а Сологуб признался что позволил себе обещать что Пушкин будет обходиться со своим зятем как со знакомым напрасно сказал Пушкин никогда этого не будет никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может Сологуб смутился тогда Пушкин прибавил несколько успокоившись впрочем я признал и готов признать что господин Дантес действовал как честный человек Даршак удовлетворился этим заявлением и поспешил удалиться Вечером на бале у Салтыкова была объявлена свадьба барона Жоржа Дантеса Геккерена с Екатериной Николаевной Гончаровой Салтыков Сергей Васильевич 1777 1846 годы отставной штабс ротмистр устраивал балые приемы повторником Пушкин Дантесу не кланялся Через несколько дней Сологуб был у Пушкина Поэт позвал его к себе в кабинет запер дверь и сказал Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерину Сыном уже покончено Вы мне теперь старичка подавайте Тут он прочитал мне рассказывает Сологуб всем известное письмо к голландскому посланнику губы его задрожали глаза налились кровью он был до того страшен что только тогда я понял что он действительно африканского происхождения что мог я возразить против такой сокрушительной страсти я промолчал невольно и так как это было в субботу приемный день князя Адоевского то поехал к князю Адоевскому там я нашел Жуковского и рассказал ему про то что слышал Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма действительно это ему удалось через несколько дней он объявил мне у Крамзиных что дело он уладил и письмо послано не будет нет никаких сомнений в том что Дантес был неравнодушен к Екатерине Николаевне Гончаровой может быть он был к ней неравнодушен потому что угадывал в ней тот же тип женщины который ему нравился в Наталье Николаевне Пушкиной но каковы бы ни были причины этой симпатии она была бесспорным фактом тот же Сологуб подтверждает это после моего отъезда пишет он Дантес женился и был хорошим мужем однако свадьба Дантеса для всех была неожиданностью никто не замечал что Дантес любезничает с Фрейлиной и Гончаровой а то что он ухаживает за женой Пушкина всем бросалось в глаза поэтому когда официально было объявлено об этом браке современники все в один голос объяснили его желанием Дантеса избавиться от поединка Андрей Карамзин приятель Дантеса изумлен этим браком и по этому поводу пишет матери недоумевая не во сне ли я сестра поэта Ольга Сергеевна пишет отцу из Варшавы что эта новость всех удивляет конечно нет ничего странного что достаточно красивый и достаточно хорошо воспитанная мадемуазель Гончарова выходит замуж за одного из самых красивых кавалергардов имеющего 70 тысяч рублей ренты но ни для кого не была тайной его страсть к Наташе и в этом странность неожиданного брака тут что-то подозрительное Анна Николаевна Вульф пишет сестре в праксе что затейный брак понадобится для того чтобы отвести глаза от каких-то других намерений барон Вревский писал брату о свадьбе Дантеса толкуя это событие в том смысле что молодому человеку пришлось жениться чтобы оправдать свои притязания в глазах света Вревский Павел Александрович 1809 1855 годы барон генерал адъютант Наконец сама Наталья Николаевна была против этого брака и ее сестра упрекала ее за это подозревая ее в ревнивом чувстве Пушкин также был убежден что Дантес заключая брак сыграл жалкую и смешную роль и скомпрометирован в глазах Натальи Николаевны на самом деле мотивы побудившие Дантеса сделать предложение Екатерины Николаевны были сложны заключив брак он надеялся по-видимому на восстановление пристойных отношений с домом Пушкина он не смотрел на свой брак как на фиктивный это доказывает его дальнейшая семейная жизнь Сологупы Дершак скрыли от него что Пушкин вовсе не намерен поддерживать с ним родственные отношения когда Дантес убедился что на мирные отношения нет надежды и что многие толкуют его брак как способ избежать поединка он оскорбился и решил афишировать свою фамильярность с Натальей Николаевной рискуя вызвать новое столкновение с Пушкиным Наталья Николаевна была так легкомысленна и так польщена настойчивостью своего кавалера что продолжала с ним танцевать и выслушивать от него сомнительные любезности казарменной и каламбурой казалось бы стоит Пушкину категорически запретить жене поддерживать какие-либо отношения с Дантесом и сплетни прекратятся сами собою ввиду женить бы Дантеса на Екатерине Николаевне но Пушкин не делал этого шага почему надеяться на благоразумие Натальи Николаевны было бесполезно эта особа занята была только собою она могла только хвастаться своими успехами очевидно плохо усвоив добрые советы мужа но Пушкин не делал решительных шагов для прекращения этой глупейшей игры потому что был занят другим врагом ухаживание Дантеса за Натали до некоторой степени отвлекали внимание общества от другого претендента на близость с нею и вот Пушкин медлил после помолвки Дантеса он считал его скомпрометированным и не опасным главный враг был вдохновитель анонимных писем с намеками на царя тут предстояла борьба с так называемым светским обществом Пушкин искал наиболее яркого и характерного выразителя этой враждебной ему клики он остановился на Геккерине он был убежден что он и есть враг и по свидетельству князя Вяземского унес это убеждение в могилу и автором диплома он считал Геккерина если его соображения относительно почерка стиля качества бумаги и прочих внешних особенностей Пасквиля были ошибочны и писал Пасквиль русский например Долгоруков или какой-нибудь другой светский наглец от этого суть дела не меняется сплетня о близости царя к Натали поддерживалась бароном Луи Геккерином и графиней Несельроды для борьбы и мести у Пушкина было два плана об этом свидетельствуют два письма которые он написал 21 ноября одно письмо прочитанное им графу Сологубу было адресовано Геккерину другое письмо Бенкендорфу то есть сущности самому царю письмо Геккерину в ноябре не было послано Пушкин предпочел обращение к самому царю содержание письма к Бенкендорфу было так необычно что утаить его царя шеф жандармов не посмел вот что писал Пушкин вот что писал Пушкин письмо Бенкендорфу написано по-французски Чулков дает собственный перевод письма граф считаю себя вправе и поставлен в необходимость довести до сведения вашего сиятельства то что произошло в моем семействе утром 4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма оскорбительного для моей чести и для чести моей жены по виду бумаги по стилю письма по самой манере изложения я тотчас же догадался что оно от иностранца человека высшего общества дипломата я предпринял розыски мне известно что 7 или 8 особ в тот же день получили по экземпляру того же письма запечатанного и адресованного на мое имя в двойном конверте большая часть лиц его получивших подозревая подлость не переслали его ко мне беспричинное и гнусное оскорбление вообще вызвало негодование все повторяли что поведение моей жены безупречно но усматривали повод для этой гнусности и в настойчивом ухажении за нею господина Дантеса при таких обстоятельствах не подобало мне терпеть чтобы имя моей жены было связано с чьим либо другим именем я поручил передать это господину Дантесу барон Геккерин приехал ко мне и принял вызов за господину Дантеса прося у меня пятнадцатидневные отсрочки случилось так что как раз до истечения условленного срока Дантес влюбился в мою свояченицу мадемуазель Гончарову и стал за нее свататься узнав об этом по слухам распространившимся в обществе я попросил Дершака секунданта Дантеса смотреть на мой вызов как не состоявшийся между тем я убедился что анонимное письмо было от господина Геккерина о чем считаю долгом довести до сведения правительства и общества будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены и потому не требуя ни правосудия ни возмездия я не могу и не хочу кому бы то ни было предъявлять доказательства того что утверждаю во всяком случае граф я надеюсь что это письмо служит доказательством моего к вам уважения и доверия по-видимому Бенкендорф не замедлил доложить царю письмо и 23 ноября в 4 часа Пушкину была назначена аудиенция вероятно Бенкендорф присутствовал при этом свидании о чем царь говорил с поэтом мы можем лишь гадать смысл письма заключался в решительном заявлении Пушкина не подобало мне терпеть чтобы имя моей жены было связано с чьим либо другим именем царю пришлось с этим считаться если мы не знаем точно какой разговор вел Пушкин с царем 23 ноября то мы знаем их беседу 25 января из любопытнейших признаний самого Николая Палча записанных бароном Корфом об этом речь будет впереди что касается аудиенции 23 ноября то кажется царю удалось на время успокоить Пушкина он постарался обмануть бдительность поэта почему он волнуется разве можно придавать значение анонимным письмам все складывается очень хорошо он государь разрешает Дантесу жениться на Фрейлине Гончаровой государыня своей стороны не ставит к этому препятствий вероятно Пушкин еще не решился сообщить царю точный текст диплома с намеком на связь его величества с Натальей Николаевной во всяком случае вопрос о Геккерне никак не разрешился прошло два месяца до катастрофы разрушившей все иллюзии относительно судьбы Пушкина царь вскоре после разговора с Пушкиным имел бестактность послать Наталье Николаевне деньги на свадебный подарок Екатерине Николаевне Пушкин стиснул зубы и ждал развязки жизнь шла своим чередом поэт был на первом представлении жизни за царя оперы Глинки тогда еще называвшийся Иван Сусанин подписывал к печати четвертый том современника обедал у Всеволожского вел переговоры с Плюшаром об издании собрания стихов работал над критикой текста слова о полку Игореве на первом представлении первое представление оперы Глинки жизнь за царя состоялась 27 ноября 1836 года Глинка Михаил Иванович 1804 1857 годы композитор родоначальник русской классической музыки Всеволожский Александр Всеволодович 1793 1864 годы брат Никиты Всеволожского участник Отечественной войны штабс Ротмистер Камергер с 1837 года церемоний мейстер член общества Зеленая лампа Плюшар Адольф Александрович 1806 1865 годы книгопродавец и книгоиздатель предпринявший в 1834 году издание энциклопедического лексикона рассчитанного на 24 тома издания закончено не было в конце 1836 года он выдал Пушкину аванс в сумме полутора тысяч рублей и над статьей посвященной песне о полку Игореве Пушкин работал в последние месяцы 1836 года когда собирался выпустить издание с указанием ошибок переводчиков текста. В это время Наталья Николаевна прыгала на балах и, поладив как-то со своей соперницей сестрою, принимала деятельное участие в подготовке нарядов. В конце декабря Пушкин писал отцу по-французски. Моя свояченица Катерина выходит замуж за барона Геккерина, племянника и приемного сына посла короля Голландии. Это очень красивый, добрый, малоизвестный в свете и богатый. Он на четыре года моложе своей невесты. Приготовление приданого очень занимают и забавляют мою жену и ее сестру, но меня приводят в ярость, потому что мой дом превратился в модную и бельевую лавку. Наконец, 10 января состоялась свадьба Дантеса Геккерина с Екатериной Николаевной Гончаровой по католическому обряду в Римско-католической церкви Святой Екатерины и по православному в Исаакиевском соборе. Екатерина Николаевна написала своему эльзасскому свекру почтительное и сентиментальное письмо. «Мое счастье полно, и я надеюсь, что мой муж так же счастлив, как и я, и все в таком роде». Пушкин на свадьбе не был, но Наталья Николаевна была. Дантес явился со свадебным визитом, но Пушкин его не принял. Тогда молодой Геккерин пытался писать Пушкину, но поэт не распечатывал его писем. Получив второе письмо, он поехал к Загряжской, чтобы через нее вернуть его. Но там он встретил старика Геккерина и предложил ему передать письмо сыну, прибавив, что не только читать писем Дантеса, но даже имени его он слышать не хочет. Геккерин отказался передать письмо. Данзас рассказывал, будто бы Пушкин бросил письмо в лицо барону и чуть ли не назвал его негодяем. Может быть, этот рассказ не совсем точен, но во всяком случае Пушкин твердо отказывался от всякого общения с развязным кавалергардом. Казалось бы, жена поэта должна была считаться с волей мужа, но красавица держала себя более чем странно. Она продолжала встречаться с Дантесом, танцевала с ним и вела беседы. Эту свою глупенькую и ничтожную болтовню она передавала Пушкину, а болтовня Дантеса и двусмысленные разговоры Геккерина отца направлены были именно в эту сторону, и старику его любимцу, как будто дано было задание вызвать поэта на новый скандал, который должен его скомпрометировать в глазах света и правительства. Дантес тем охотнее взял на себя эту роль своеобразного провокатора, что считал себя оскорбленным надменностью поэта. Наталья Николаевна напрасно воображала, что ее бофрер так уж безумно в нее влюблен. Бофрер, с французского, муж сестры, зять, свояк. Все, что она передавала из своих разговоров с кавалергардом, свидетельствовало не столько об его любви, сколько об его дерзости и бесстыдстве. Таков его пошлейший каламбур со словом «кор» — мозоль и «коп» — тело. Мозольный оператор обеих сестер сказал, что мозоль Натали лучше мозоли Екатерины Николаевны. Таковое восклицание Дантеса, обращенное к жене, когда садились в карету «Идем мы законно!» «Алло, ма легитим!» Но Наталья Николаевна вела себя как провинциальная девчонка. Ее дочь Арапова уверяла в своих записках, что будто бы Дантес для каких-то загадочных объяснений уговорил Наталью Николаевну приехать в квартиру и далее Григорьевне и Полетика, что будто бы ротмистр Ланской, будущий муж Натальи Николаевны, дежурил у парадного подъезда, охраняя дом свидания, что сама Полетика уехала, оставив парочку наедине, и что Дантес воспользовался обстановкой и шантажировал красавицу, требуя взаимности. Можно было бы не верить такой врунье, как Арапова. Но, к сожалению, княгиня Вера Федоровна Вяземская, будучи старушкой, нечто вроде этого сообщала Бартеневу. Бартенев Петр Иванович, 1829-1912 годы, историк, редактор-издатель журнала «Русский архив». «Пушкина рассказывала княгине Вяземской и мужу, — записал Бартенев, — что когда она осталась с глазу на глаз Геккерином, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда деваться от его настояния. Она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату и гостья бросилась к ней». Этот рассказ находится в прямом противоречии с рассказом Андрея Карамзина. «Он встретил в Баден-Бадене летом 1837 года Жоржа Дантеса и писал об этой встрече своей матери, которую так уважал и любил поэт. Всего более и всего сильнее отвергает он малейшее отношение к Наталье Николаевне после обручения сестрой ее и настаивал на том, что второй вызов, а это комьюн туиль, ки луи и тумбе сюр ла фет, как черепица с крыши, которая упала ему на голову». И мы думаем, что поводом для последнего страшного письма Геккерину послужило как раз это «Тайное свидание Дантеса с Натальей Николаевной». Но, кажется, повод был другой. Арапова уверяет, что Пушкин узнал об этом свидании из нового анонимного письма, автор которого открыл поэту «Секрет Натальи Николаевной». Но не говоря уже о малой достоверности самого факта свидания, приходится считаться с убеждением самого Пушкина, что главный враг вовсе не Дантес. Нет, поэт не забыл жестокого и подлого намека анонимного Пасквиля. Ложное положение Пушкина в отношениях с царем оставалось таким же. Конкрин, между прочим, отверг предложение Пушкина погасить имением его долг казне. Над поэтом по-прежнему тяготели царские милости. Он по-прежнему был камер-юнкером, как Иосиф Борх, и мужем красавицы, благосклонности, коей добивается царь. Ему по-прежнему угрожала репутация заместителя рогоносца Нарышкина. Дерзкие ухаживания Дантеса — одна из многочисленных провокаций кружка Геккерена Неслероды. За этими адскими интригами, как выражались загадочно друзья Пушкина, скрывался недосягаемый претендент на честь Натальи Николаевны. И он остойчиво искал Пушкин. Свидание с царем 23 ноября в присутствии Бенкендорфа ничего не выяснило. Только 25 января удалось Пушкину встретиться еще раз со своим коронованным соперником. В своих воспоминаниях барон Корф приводит рассказ самого императора об этой роковой встрече. Вот что говорил царь о Пушкине. Под конец его жизни, встречаясь очень часто с его женою, которую я искренне любил и теперь люблю, как очень хорошую и добрую женщину, я раз как-то разговаривался с нею о камеражах, которым ее красота подвергает ее в обществе. Я советовал ей быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию, сколько для себя самой и столько и для счастья мужа при известной его ревности. Она, наверное, рассказала об этом мужу, потому что, встретясь где-то со мною, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. «Разве ты мог ожидать от меня другого?» спросил я его. «Не только мог государь, но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моей женою». Зачем царю понадобилось сообщать барону Корфу такой странный разговор с поэтом? Не потому ли, что он чувствовал потребность как-то объясниться и оправдаться, сознавая, что в глазах современников и в глазах будущих поколений он замешан в деле убийства поэта? Своё сообщение царь изложил довольно хитро, но не очень правдоподобно. Николай Павлович Романов в роли добродетельного духовника, оберегающего честь Пушкина, не внушает к себе ни малейшего доверия. Ответ поэта — прямой вызов царю. Только Пушкин мог решиться на такую опасную откровенность. Да, он, Пушкин, мог ожидать от царя чего угодно, только недобрых советов Натальи Николаевне. Пушкин совершенно откровенен. Я и вас самих подозревал в ухаживании за моей женою. Иными словами, не хотите ли вы, государь, навязать мне роль заместителя Нарышкина? Берегитесь. Хотя вы и самодержавный владыка, но я скорее умру, чем позволю вам посягать на мою честь. Николай Павлович был человек неглупый и, конечно, прекрасно понял смысл пушкинской откровенности. Недаром спустя одиннадцать лет он все еще помнил гордые слова поэта. Несомненно, что это свидание имело решающее значение. Теперь Пушкин не колебался. На другой же день после свидания с царем он послал Геккерину свое знаменитое письмо, не считаясь вовсе с волею царя. Граф Сологуб, сам аристократ, которого никак нельзя заподозрить в тенденциозном освещении тогдашнего события, высказал в своих воспоминаниях верную мысль о судьбе Пушкина. Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы с целым светским обществом. Сологуб правильно угадал, что Пушкин вел борьбу не с кавалергардом Дантесом, а с привилегированными интриганами, которые ненавидели его, как только может ненавидеть гения светская чернь. Вот что Пушкин писал барону Луи Геккерину 26 января 1837 года. Господин барон, позвольте подвести итоги тому, что произошло. Поведение вашего сына мне давно было известной, я не мог относиться к этому безразлично. Я ограничивался ролью наблюдателя, но я был всегда готов вмешаться в это дело, когда сочту нужным. Случай, который в иное время мог мне показаться очень неприятным, вывел меня из затруднения. Я получил анонимные письма. Я увидел, что наступило подходящее время и воспользовался этим. Остальное вам известно. Я заставил вашего сына играть такую жалкую роль, что моя жена, удивленная такой унизостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха, и чувство, которое у нее, быть может, было ввиду этой великой и возвышенной страсти, угасло в самом спокойном презрении и в отвращении вполне заслуженном. Я должен признаться, господин барон, что ваша роль в этом деле была не совсем пристойной. Вы, представитель кранованной особы, отечески сводничали вашему сыну. Вы, по-видимому, руководили всем его поведением, впрочем, довольно неискусным. Это вы, вероятно, внушали ему жалкие росказни, которые он расточал, и глупости, которые он писал. Подобно старой развратницы, вы подстерегали мою жену во всех углах, чтобы ей говорить о любви вашего с позволения сказать «выблетка», «бота». И когда, больной венерической болезнью, он вынужден был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней. Вы бормотали ей «отдайте мне моего сына». Вы понимаете, господин барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя семья имела хотя бы малейшую связь с вашей. Только под этим условием я согласился оставить без последствий это грязное дело и не обесчестить вас в глазах нашего и вашего двора, как я того хотел и на что имел право. Я не хочу, чтобы моя жена выслушивала ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын после своего гнусного поведения осмелился обращаться к моей жене и тем более расточал перед нею казарменные каламбуры и разыгрывал из себя жертву несчастной страсти, тогда как он всего лишь трус и негодяй. Итак, я вынужден обратиться к вам с просьбой положить конец всем этим проделкам, металфин а ту семанеш, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым я не отступлю. Геккерен получил это письмо 25 января днем, когда он собирался ехать на обед к графу Строганову, который приходился двоюродным дядей Натальи Николаевны. Строганов Григорий Александрович, 1770-1857 годы, граф, дипломат, двоюродный дядя Натальи Николаевны Пушкиной, посланник в Испании, Швеции и Турции, член военного суда над декабристами, член Государственного совета. Этот бывший посланник при Испанском дворе считался в свое время большим дон-жуаном и знатоком Кодекса чести. Геккерен решил с ним посоветоваться. Граф Строганов сказал, что неслыханные оскорбления обязывают к дуэли. Драться должен Дантес, так как Геккерен лишен этой возможности по своему положению посланника. В тот же день к вечеру Даршак вручил Пушкину письмо Геккерена и сообщил о вызове Дантеса. Пушкин принял вызов. Но надо было позаботиться о секунданте, а Сологуба в Петербурге не было. И Пушкин недоумевал, кого пригласить, потому что боялся каких-нибудь новых отсрочек и препятствий для поединка. Даршак ждал свидания с секундантом Пушкина после одиннадцати часов вечера на балу у графа Разумовского. Разумовский — ошибка Чулкова. Так как 26 января 1837 года был бал у Марии Григорьевны Разумовской, 1772-1865 годы, урожденной Вяземской, статсдамы. Ее муж, генерал-майор Лев Кириллович Разумовский, умер в 1818 году. Пушкин надеялся встретить там Артура Меджниса, долгоносого англичанина, прозванного больным попугаем человека очень порядочного одного из секретарей Великобританского посольства. Меджнис Артур Чарлз, 1801-1867 годы, советник английского посольства в Петербурге, впоследствии посол Великобритании в Португалии. Поэт пригласил его быть секундантом на поединке. Тот согласился переговорить с Даршаком в надежде уладить дело мирно, но из этой наивной попытки ничего не вышло, и он в два часа ночи прислал Пушкину письмо с отказом от роли секунданта. Между тем в 10 часов утра Даршак прислал письмо, требуя назначить время для скорейших переговоров с секундантом Пушкина. В досаде на неудачно сложившиеся обстоятельства Пушкин ответил Даршаку, что он предлагает противнику самому выбрать второго секунданта, а ему Пушкину все равно, кто это будет, хотя бы егерь. По нашим русским обычаям, этого достаточно. Этот высокомерный и саркастический тон был оскорбителен и для Дантеса, и для его секунданта, а само предложение Пушкина явно нарушало дуальный кодекс, но поэту было недоформальностей. Он только горел нетерпением покончить так или иначе с ничтожным противником, чтобы предпринимать что-то иное, более важное им задуманное. Даршак, обиженный иронией поэта, немедленно ответил, что секунданта Пушкин обязан выбрать сам, если он не отказывается от дуэли. Но к моменту получения этой записи от француза у Пушкина был уже секундант. Это был Константин Карлович Данзас. Подполковник инженерной команды лицейский товарищ Пушкина. Человек морально безупречный и верный приятель поэта. Кажется, он случайно зашел к Пушкину в это утро, но к 12 часам дня дело уже было улажено. Письмо Даршака было уже лишним. В час дня Пушкин вместе с Данзасом были во французском посольстве. Здесь в присутствии Даршака Пушкин посвятил Данзаса в историю вызова и прочел копию своего письма Геккерину. Потом он уехал, оставив секундантов для выяснения условий поединка. Условия были такие. Противники начинают сходиться с интервалов двадцать шагов. Барьер равен десяти шагам. Время поединка — пятый час дня, место за комендантской дачей. В четыре часа Пушкин и Данзас встретились в кондитерской Вольфа. Оттуда они поехали в санях к Троицкому мосту. Вольф, владелец вместе с Беранже, кафе-кондитерской на Невском проспекте. Друзья и знакомые, видевшие Пушкина в последние два дня накануне поединка, свидетельствуют в один голос, что Пушкин был бодр и спокоен. О возможной дуэли знали три лица — Александра Николаевна Гончарова, Евпраксия Николаевна Вревская, которая в эти дни жила в Петербурге у своей сестры Вольф, и, наконец, княгиня Вяземская. Александрина, обожавшая поэта, хранила тайну, потому что, очевидно, того хотел Пушкин. Евпраксия Николаевна была чужой человек для друзей Пушкина. А Вера Федоровна узнала о дуэли слишком поздно, когда предотвратить ее не было никакой возможности. Пушкин ничем не обнаруживал своего волнения. Послав письмо к Геккерину, он как будто сбросил себя тяжесть, которую влачил с 21 ноября, когда он сочинил первый проект письма. Утром 27 января, когда не ладились дела с секундантом, и Дершак посылал поэту свои настойчивые записки, Пушкин все-таки казался окружающим совершенно спокойным. В день дуэли поэт встал, в 8 часов утра, ходил по кабинету и что-то весело напевал. В это утро он работал над материалами, по истории Петра I занимался делами современника и успел написать письмо Ишимовой. Он поручал ей перевести для журнала некоторые пьесы Барри Корнуэлла. Это было последнее письмо поэта. По истории Петра I. Поэт делал выписки из сочинения историка Ивана Ивановича Голикова 1735-1801 годы, Деяния Петра Великого в 30 томах, Москва 1790-1797 годы, Ешимова Александра Осиповна 1804-1881 годы, детская писательница в 1830-е годы занималась переводами. Ряд ее переводов появился в современнике уже после смерти Пушкина, 1837 год, номер третий. Корнуэлл Барри. Настоящее имя Брайан Уоллер Проктор, 1787-1874 годы, английский поэт и драматург. Дуэль с Дантесом была не первая в жизни Пушкина. Он не раз стоял под пулями, сохраняя спокойствие, но те поединки были в годы беззаботной юности, а теперь у него была жена, четверо детей и сложные отношения с людьми, ненавистными и любимыми. А главное, лет пятнадцать назад жизнь казалась легкой игрою. И как-то не хотелось верить, что человек несет какую-то ответственность за свой жизненный путь. Теперь не то. Пушкин сознает эту ответственность. Пушкин знает также, что на свете счастья нет, но есть покой и воля. Но для него нет ни счастья, ни покоя, ни воли. Усталый раб напрасно замыслил побег. Его стерегут какие-то люди темные и злые. Нет исхода. На свете счастья нет, но есть покой и воля, и усталый раб. Из стихотворения «Пора, мой друг, пора, 1834 год». Но Пушкин не был человеком малодушным. Надо мужественно смотреть в глаза судьбе. Он чувствовал себя, как на войне, солдатом. Никаких сентиментальных мыслей и сердечных угрызений у него не было. Он думал, что поставлен такие условия, когда нужно драться. И он со всей страстности ему свойственно и готов был к бою. Ему казалось, что если он убьет врага на поединке, то это доставит ему удовлетворение. В начале пятого часа он и Донзас ехали по дворцовой набережной. Им повстречалась в экипаже Наталья Николаевна, но Пушкин смотрел в другую сторону и не видел жены. В эти дни как раз были устроены для великосветской публики катания с горы. Многие возвращались оттуда. Навстречу Пушкину ехал знакомый конногвардеец, который успел крикнуть, «Что вы так поздно едете? Все уже оттуда разъезжаются!» На небе Пушкин шутя спросил Донзаса, «Не в крепость ли ты меня везешь?» Знакомый конногвардеец Владимир Дмитриевич Голицын. 1815-1888 годы. Корнет лейбгвардии конного полка. Впоследствии генерал-лейтенант. За городом они догнали сани, в которых ехали Дантес и Дершак. К комендантской даче противники подъехали одновременно. Был небольшой мороз, но дул сильный ветер. Секунданты решили подойти к небольшому сосновому леску. В полутора ста сажениях от дачи нашли подходящее место, прикрытое кустарником. Снег был по колено, пришлось протаптывать дорожку. Этим занялись оба секунданта и Дантес. Пушкин сел на сугроб и равнодушно смотрел на работу. Приготовили площадку воршин шириною и в двадцать шагов длиною. Барьер в десять шагов обозначили шинелями. Пушкин раза два нетерпеливо спрашивал. Ну как, готово? Противники, получив пистолет, и стали каждый в пяти шагах от барьера. Данза смахнул шляпой. Пушкин сразу пошел вперед. Дантес сделал четыре шага и остановился. Первым выстрелил Дантес. Пушкин упал на шинель головой в снег. Секунданты и Дантес бросились к нему, но он, опираясь на левую руку, приподнялся и сказал, подождите, у меня достаточно сил, чтобы выстрелить. Дантес вернулся к барьеру и стал боком, прикрыв грудь правой рукой. Пушкин прицелился и выстрелил. Дантес упал. Поэт подбросил пистолет и крикнул «Браво!». Но силы ему изменили, и он опять упал в снег головою. Когда он очнулся, он спросил, жив ли противник. Ему сказали, что он ранен, но жив. «Странно», — сказал поэт. «Я думал, что его смерть доставила бы мне радость. Но я чувствую, что это не так». Пуля слегка ранила Дантеса. Рана Пушкина была тяжелая, он терял много крови. Разобрали забор из тонких жердей, чтобы сани могли подъехать, где лежал раненый поэт. Его с трудом усадили. У комендантской дачи стояла карета, присланная Геккерином. Ввиду тяжелого положения Пушкина, Даршак предложил перенести его в карету. Данзас согласился. Дорогой Пушкин разговаривал и припоминал случаи на поединках ему известных. Пушкина привезли домой в шесть часов вечера. Когда коммердинер выносил его из кареты, Пушкин спросил его, «Грустно тебе нести меня?» Его внесли в кабинет. Наталья Николаевна была дома, но Пушкин просил не пускать ее к нему, пока он раздевался, менял белье и укладывался на диван. Послали за врачами. Первыми приехали Шольц и Задлер. Шольц, Вильгельм, Василий Богданович. 1798-1860 годы. Доктор медицины, врач воспитательного дома. Задлер, Карл Карлович, 1801-1877 годы. Доктор медицины, автор исторических работ. Когда Задлер уехал за какими-то инструментами, Пушкин спросил Шольца, опасно ли рано. Врач сказал, что опасно. «Может быть, смертельно?» — спросил Пушкин. Врач и этого не отрицал. Пушкин потер лоб рукою и сказал, «Надо устроить мою семью». Потом приехал придворный хирург Арендт. Он также признал положение безнадежным. Пуля попала в нижнюю часть живота, раздробила крестец. И тогдашняя хирургия была бессильно спасти раненого. Ему клали лед на живот и давали прохладительное питье. За Пушкиным ухаживал его домашний врач Спасский. Спасский Иван Тимофеевич. 1795-1861 годы. Доктор медицины, профессор медико-хирургической академии. Постоянный домашний врач Пушкиных. Почти все время находился у постели раненого поэта. И уже 2 февраля составил записку о болезни и смерти Пушкина, которая дает достоверную и хронологически точную запись его предсмертного состояния. Спасский оставил записки о последних днях Пушкина. «Я старался его успокоить», — пишет Спасский. Он сделал рукой отрицательный знак, показывавший, что он ясно понимает опасность своего положения. По желанию родных и друзей Пушкина сообщает далее доктор, «я сказал ему об исполнении христианского долга». Он тотчас же на это согласился. «За кем прикажете послать?» — спросил я. «Возьмите первоближайшего священника», — отвечал Пушкин. «Послали за отцом Петром, что в конюшенной. Он скоро отправил церковную требу, больной исповедался и причастился святых тайн. Треба. У верующих богослужебный обряд, совершаемый по просьбе самих верующих, например, панихида». Пушкин спросил, тут ли Арендт. «Просите за Донзаса, за Донзаса. Он не брат, — настойчиво повторял больной, зная, что Арендт увидит царя. Поэт боялся за судьбу своего секунданта. Арендт поехал во дворец. Он вернулся к Пушкину в час ночи с запискою царя. Жуковский в своем письме отцу поэта, распространявшемся в списках и в иной сокращенной редакции, напечатанном в пятой книжке современника, рассказывает об этом визите Арендта и о царском письме в официальных выражениях, влагая в уста поэта верноподданические слова. Остается неясным, кому было адресовано письмо и даже было ли оно. Его Пушкин не получил. Вероятнее, что Арендт словесно передал царские пожелания и обещания. Благочестивейший государь прощал поэта и рекомендовал умирающему исполнить христианский долг. Совет излишний, потому что Пушкин совершил обряд за пять часов до приезда Арендта по желанию близких людей по своей доброй воле. Существенно было то, что царь обещал взять на свое попечение жену и детей поэта. Пушкин будто бы был растроган и сказал сентиментальные и патриотические слова в духе Василия Андреевича Жуковского. Эти слова явно выдуманы мемуаристом. Доля истины была только в том, что Пушкин после выстрелов Дантеса сам с изумлением заметил вдруг, как угасло в нем чувство гнева. Он мог так же безгневно простить и своего коронованного соперника и врага, как он простил Дантеса. Это возможно. Амосов со слов самого Данзаса сообщает, что отдавая свой перстень приятелю, Пушкин сказал, что не хочет, чтобы кто-нибудь мстил за него и что желает умереть христианином. Амосов Александр Николаевич написал брошюру «Последние дни жизни и кончина» Александра Сергеевича Пушкина со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса. Санкт-Петербург, 1863 год. Свою легкомысленную жену ласкал и ободрял и несколько раз упоминал об ее чистоте и невинности. Уверенный, что скоро умрет, Пушкин стал равнодушен к тому, что недавно еще считал важным. Мнение салонов, клевета врагов, интриги на селероды — все казалось теперь ничтожным. Самолюбие, гордость, ревность — все это уже утратило свой смысл. Князь Петр Андреевич Вяземский, вовсе не склонный к сентиментальности, большой скептик и человек с холодным сердцем, писал, однако, великому князю Михаилу Павловичу 14 февраля 1837 года. Смерть обнаружила в характере Пушкина все, что было в нем доброго и прекрасного. Она надлежащим образом осветила всю его жизнь. Все, что было в ней беспорядочного, бурного, болезненного, особенно в первые годы его молодости, было данью человеческой слабости, обстоятельствам, людям, обществу. Пушкин был не понят при жизни, не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Пушкин мужественно переносил физические страдания, пока лейб-медик Арендт не велел зачем-то сделать больному клизму. Она вызвала такие невыносимые боли, что даже Пушкин стал кричать, обливаясь холодным потом. Друзья боялись, что эти крики произведут ужасное впечатление на жену, но она как раз в это время заснула и не слышала этих страшных воплей. К утру боли утихли. Пушкин велел позвать Наталью Николаевну и простился с нею. Потом к нему принесли и привели полусонных детей, он молча крестил их. Жуковский, Вяземский, Вильгорский, Тургенев, почти не покидавшие квартиры больного, входили робко в кабинеты, Пушкин жал им руки. Потом он спросил, тут ли Карамзина, ее не было, за нею послали, она скоро приехала. — Благословите меня, — сказал он. Некатерина Андреевна исполнила его просьбу, он поцеловал ее руку. В два часа дня приехал доктор Даль. Он не отходил от постели Пушкина всю ночь с двадцать восьмого на двадцать девятое число. В своей записке о смерти поэта Даль рассказывает о последних его часах. Пушкин заставил всех присутствующих сдружиться со смертью. Так спокойно он ее ожидал, так твердо был уверен, что роковой час ударил. Пушкин положительно отвергал утешение наше и на слова мои «Все мы надеемся, не отчаивайся, и ты» отвечал. — Нет, мне здесь не житье, я умру. Да, видно уж, так и надо. Раненый глотал кусочки льда, ему зачем-то ставили пиявки, он все выносил терпеливо. Только изредка он закидывал руки за голову и говорил, а какая тоска, сердце изнывает. Вдруг неожиданно больной попросил, чтобы ему дали моченые морожки. Когда ее принесли, он сказал, позовите жену, пусть она меня покормит. Вот доктор Спасский привел Наталью Николаевну, она стала на колени и с ложечки дала несколько ягодок умирающему. Он погладил ее по голове и сказал, ну, ничего, слава богу, все хорошо. Наталью Николаевну увели. По два часа дня Даль заметил, что пульс падает. Он вышел в соседнюю комнату, где сидели Вяземский, Жуковский, Тургенев и Вигельгорский, и сказал, «Отходит». Друзья вошли в кабинет. Умирающий в полусне говорил, ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше. Очнувшись, он попросил его приподнять. Когда Даль исполнил его просьбу, поэт раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал, «Жизнь кончена». Даль недослышал и спросил тихо, что кончено. Тогда он еще раз внятно повторил, «Жизнь кончена». Пушкин умер в 2 часа 45 минут, дня 29 января 1837 года. Самым значительным событием после восстания на Сенатской площади была смерть Пушкина. Никто не предвидел, что кончина поэта вызовет такое движение общественных сил, которые, казалось, спали крепким сном. Но вот они проснулись. Не дремали и враги. В те дни, когда умирал Пушкин, супруги Неселерода не постыдились проводить время в обществе нидерландского посланника. Злейший враг Пушкина совещался с русским министром иностранных дел и с его супругой о том, как наилучшим образом выйти из затруднительного положения. Враги Пушкина так увлеклись своей подлой игрой, что не побрезговали двусмысленностью диплома, задевающего косвенно и самого императора. Намек на то, что жена поэта-любовница царя не мог быть терпим его величеством. Иные вещи можно делать, но говорить о них нельзя. Кроме того, этот Дантас Геккерин, как выяснилось, являлся соперником Николая Павловича в отношении Натальи Николаевны. Все эти соображения вызвали гнев императора, и он понял, что в его интересах сделать вид, что он верит Наталье Николаевне, что все дело в притязаниях молодого кавалергарда и в сводничестве старика Геккерина. Чета Геккерина, по мнению Николая Павловича, вела себя неприлично. Это мнение царя спутало карты увлекшихся интриганов. В письме к великому князю Михаилу Павловичу от 3 февраля 1837 года, значит, через пять дней после смерти поэта, император дал событию свое истолкование. Это происшествие, писал царь, возбудило тьму толков, наибольшей частью самых глупых, из коих одно порицание поведения Геккерина справедливо и заслужено. Он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью. И все это тогда открылось, когда после первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным Дантес вдруг посватался на сестре Пушкиной. Тогда жена открыла мужу всю гнусность поведения обоих, быв во всем совершенно невинна. Так как сестра ее точно любила Дантеса, то Пушкин тогда же и отказался от дуэли. Но должно ему было при том и оставаться, чего не вытерпел. Николай Павлович не упоминает только об одном факте, что не вытерпел Пушкин. Как раз после какого-то откровенного разговора с царем 25 января Николаю Павловичу выгодно было не углубляться в мотивы, понудившие Пушкина броситься под пистолет случайного и ничтожного врага. Царю выгодно было принять версию, изложенную в последнем письме поэта Геккерину. Николай Павлович не одобрял формы письма, но нисколько не сомневался, по-видимому, в причастности Геккерина к анонимному пасквилю. Неважно, чья рука писала диплом Долгорукого или какого-нибудь другого великосветского развратника. Важно то, что Геккерин и Неселероды внушили какому-то негодяю эту затею. Своё письмо к брату Николай Павлович заключает следующей фразой. «Дантес под судом равно как Данзас, секундант Пушкина, и кончится по законам. И кажется, Каналья Геккерин отсюда выбудет». Геккерин прилагал немалые усилия, чтобы остаться в России, но царь был твёрд в своём решении. Он даже не дал ему прощальной аудиенции и только пожаловал ему табакерку, что означало на условном языке придворно-дипломатического мира желание монарха не видеть больше Геккерина в качестве представителя Нидерландского королевства. Разжалованный Дантес был выслан с фельдъегерем за границу. Так поплатились за свою неосторожную интригу друзья Марьи Дмитриевны Неселероды. Но сама графиня и её супруг остались неприкосновенными, хотя она не скрывала симпатии к барону Геккерину даже в самые последние дни, когда светское общество, считаясь с мнением царя, проявило к знатному интригану некоторую холодность. То, что читанность Селероды имела прямое отношение к заговору, составленному против Пушкина, нашло себе подтверждение в записках князя Голицына, который, со слов, вероятно, графа Адлерберга или графа Баранова, сообщает, как сын Николая Палча, Александр, будучи уже императором, сказал однажды в интимном кругу, что, по имеющимся у него данным, Пасквиль, вызвавший дуэль и смерть Пушкина, внушён был Неселероды, то есть графиню Марьи Дмитриевны. Голицын Александр Михайлович, 1838-1919 годы, церемоний мейстер, Звенигородский уездный предводитель дворянства. Адлерберг Александр Владимирович, 1818-1888 годы, воспитанник Пажеского корпуса, с 1836 года прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка, впоследствии генерал-адъютант, министр двора. Баранов Эдуард Трофимович, генерал-адъютант, был Виленским, Ровенским, Гродненским, Минским генерал-губернатором, 1811-1884 годы. Итак, смерть Пушкина разделила все петербургское общество на два лагеря. Одни спешили выразить свое сочувствие благородному барону Дантесу Геккерину и его не менее благородному отцу, другие толпились около тела убитого поэта. В письме к нидерландскому министру Геккерин, рассказывая о событии со своей точки зрения, подчеркивает, между прочим, сочувствие ему русского министра иностранных дел. Если что-нибудь может облегчить мое горе, то только те знаки внимания и сочувствия, которые я получаю от всего петербургского общества. В самый день катастрофы граф и графиня Несселероды, так же, как и граф и графиня Строгановы, оставили мой дом только в час по полуночи. Граф и графиня Строгановы. Вероятнее всего, Строганов Григорий Александрович, двоюродный дядя Натальи Николаевны Пушкиной, и его жена Строганова Юлия Павловна, 1782-1864 годы, урожденная Д'Альмейда, графиня Д'Ойенгаузен, статсдама. Григорий Александрович считал Дантеса невинно осужденным и вообще был на стороне Дантеса и Геккерена. Однако через два дня барону Геккерену пришлось написать письмо тому же адресату, но уже с некоторыми иными сообщениями. Умолчать об этих новых фактах Геккерен не мог, так как они нашли себе выражение в иностранной прессе и вообще получили широкую огласку. Вот что писал дипломат своему министру. «Долг чести повелевает мне не скрыть от вас того, что общественное мнение высказалось при кончине господина Пушкина с большей силой, чем предполагали, но необходимо выяснить, что это мнение принадлежит не высшему классу». И далее поясняет. «Чувства, о которых я теперь говорю, принадлежат лицам из третьего сословия, если так можно назвать в России класс промежуточный, между настоящей аристократией и высшими должностными лицами с одной стороны и народной массой совершенно чуждой событию, о котором она и судить не может, с другой. Сословие это состоит из литераторов, артистов, чиновников низшего разряда, национальных коммерсантов высшего полета и так далее. Смерть господина Пушкина открыла, по крайней мере, власть и существование целой партии, главой которой он был, может быть исключительно благодаря своему таланту в высшей степени народному». Вот какие любопытные признания должен был сделать нидерландский посланник. Не менее любопытные заключения этой тирады. Если вспомнить, что господин Пушкин был замешан в событиях, предшествовавших 1825 году, то можно заключить, что такое предположение не лишено оснований. Геккерин не может скрыть, что смерть Пушкина имеет огромный социальный смысл. Это понимали и другие представители иностранных держав. Так, например, вюртембергский посол-князь Гогенлое Киркберг в депешах своему правительству подчеркивает не только значение Пушкина как величайшего поэта, которого Россия будет оплакивать, но и его политическую роль. Гогенлое Лангебург Киркберг Христиан Людвиг Фридрих Генрих 1788-1859 годы Князь Вюртембергский посол в Петербурге В особой записке о Пушкине Вюртембергский посол пишет «Пушкин – замечательнейший поэт, молва о котором разнеслась особенно благодаря тому глубокому трагизму, который заключался в его смерти. Пушкин – представитель слишком передовых для строя своей родины взглядов, был на разные лады судим своими соотечественниками, чему следует приписать эту разницу в чувство, к человеку, жизнь которого всегда была общественная». И далее. Чтение произведений Пушкина и его жизнь ясно указывают на то, почему этот писатель не пользовался уважением среди известной части аристократии, между тем, как все остальное общество превозносит его до небес и с восторгом и благоговением относится к его памяти. Гогенлое Киркберг, по-видимому, хорошо был знаком с литературной деятельностью поэта. Этот внимательный наблюдатель, перечислив ряд язвительных и грозных выступлений Пушкина против лиц привилегированных, делает следующее заключение. Пушкину нетрудно было возбудить против себя недовольство власти, ибо дух и направление его произведений давали слишком много поводов для доносов врагов. Вот настоящие причины того недоброжелательства, которое известная часть дворянства, особенно та, которая занимала видные посты в государстве, питала к Пушкину при его жизни и которое отнюдь не исчезло с его смертью. Осведомленность князя Гогенлоя в судьбе Пушкина удивительна для иностранца. Из его записки видно, что он прекрасно знает, как изменялись политические взгляды Пушкина, как он тщетно пытался найти компромисс с правительством после 14 декабря 1825 года, и как он в конце концов опять вынужден был стать в ряды оппозиции. Не забыл он упомянуть также и о том, что назначением в камеры юнкеры Пушкин почитал себя оскорбленным, находя эту честь много ниже своего достоинства. И этот доброжелатель Пушкина, так же, как и его враг Геккерин, подчеркивает связь поэта с третьим сословием. Гогенлоя влагает даже в уста поэта фразу, которую он будто бы сказал Жуковскому, «Ах, какое мне дело до мнения графини такой-то или княгини такой-то о невинности или виновности моей жены?» «Единственное мнение, которым я дорожу, есть мнение среднего класса, который в настоящее время является единственным истинно русским и который восхищен женою Пушкина». Саксонский посланник барона Люцироды, интересовавшийся русской литературой и переводивший на немецкий язык русских поэтов, сообщал своему правительству, Люцироды, Карл Август, 1794-1864 годы, барон, саксонский посланник, писатель и переводчик, в том числе стихотворений Пушкина. Ужасное событие, совершившееся три дня тому назад, глубоко потрясло всех истинно образованных жителей Петербурга. Государственный историограф Александр Пушкин, который достоин быть назван со времени смерти Гёте и Байрона, первым поэтом современной эпохи, пал жертвою ревности, злонамеренно доведенной до безумия. Люцироды многозначительно подчеркивает, что Пушкин пал от руки корлиста, и что семья Насельроды симпатизировала всем корлистам. Он, не смущаясь, излагает содержание письма к Геккерину, где поэт клеймит двух негодяев, связанных пороком. Корлист. Сторонник Карла X короля Франции до 1830 года. Рассказывая враждебности к Пушкину, привилегированному обществу, он пишет, «При наличии в высшем обществе малого представления о гении Пушкина и его деятельности, не надо удивляться, что только немногие окружали его смертный одр, в то время как нидерландское посольство атаковалось обществом, выражавшим свою радость по поводу столь счастливого спасения элегантного молодого человека». Из второй депеши того же Люцирода мы узнаем, что сочувствие поэту выразили второй и третий класс жителей Петербурга. И это сочувствие, оказывается, вызвало некоторые меры надзора со стороны полиции и корпуса жандармов, особенно вблизи дома голландского посольства. Жандармские и полицейские пикеты в самом деле были расставлены в опасных местах по указанию графа Бенкендорфа. Но не все представители иностранных держав были настроены благожелательно к Пушкину. Сообщение прусского посланника Либермана дышит прямой ненавистью к поэту. Либерман, август, год рождения неизвестен, умер в 1847 году, барон, прусский посланник. Любопытно, что высылку Дантеса Либерман считает мерую слишком строгую и продиктованную не волею самого императора, а требованиями возмущенного общества. Император выслал Дантеса для того, чтобы успокоить раздражение и крики о возмездии или, если угодно, горячую жажду публичного обвинения, которое вызвало печальное происшествие. Это чувство проявилось в низших слоях населения столицы с гораздо большей силой, чем в рядах высшего общества. Судьба Пушкина его пугает. Он не может скрыть от своего правительства чрезвычайные популярности поэта. Эту популярность он приобрел благодаря идеям новейшего либерализма, которые ему нравилось исповедовать. Он, Либерман, знает о преступных политических происках Пушкина. Я знаю положительно, пишет он, что под предлогом пылкого патриотизма в последние дни в Санкт-Петербурге произносятся самые странные речи, утверждающие, между прочим, что господин Пушкин был чуть не единственной опорой, единственным представителем народной вольности и прочее, и прочее. По-видимому, граф Бенкендорф был совершенно согласен с мнением прусского посланника, а также с мнением другого сторонника Геккерина Франш-Денери, который писал герцогу де Блака, что Пушкин находился во главе русской молодежи и возбуждал ее к революционному движению, которое ощущается повсюду, с одного конца земли до другого. Блак Пьер Луи Жан Казимир, 1771-1839 годы, политический деятель. В этом убеждении граф Бенкендорф укрепился, когда граф Орлов вручил шефу жандармов полученное им письмо от неизвестного. Орлов Алексей Федорович, 1786-1861 годы, граф, впоследствии князь, брат Михаила Федоровича Орлова, член Союза Благоденствия. Его возвышению способствовало участие в подавлении восстания 14 декабря, во время которого он командовал конно-гвардейским полком, входил в круг наиболее близких Николаю I лиц. С 1844 года шеф жандармов и начальник третьего отделения. Автор этого письма писал по поводу смерти Пушкина и требовал возмездия убийцам. Он смотрит на поэта, как на выразителя национальной культуры. По его мнению, поэта убили враги России. Открытое покровительство и предпочтение чужестранцам день от дня делается для нас все нестерпимее. Времена Беронов миновались. Берон Эрнст Йоган 1690-1772 годы фаворит Анны Иоанновны пытался удержать власть после ее смерти, но был сослан, возвращен Екатериной II. Вы видели вчерашнее стечение публики, в ней не было любопытных русских. Следовательно, можете судить об участии и сожалении к убитому. Дерзкий патриот указывает на увеличивающиеся злоупотребления во всех отраслях правления. Неограниченная власть, врученная недостойным лицам, стая немцев, все, все порождает более и более ропот и неудовольствие в публике и самом народе. И этот протест, оскорбленного в своих чувствах патриота, произвел впечатление на жандармских генералов. Жуковский получил аналогичное письмо, и Бенкендорф, узнав об этом, потребовал его для просмотра. Стали искать крамольника, но поиски остались безуспешными. Как ни наивно было это письмо неизвестного, оно было очень характерно для настроения того третьего сословия, о котором писали иностранцы. Царь и его жандармы со страхом смотрели на огромные толпы, стекавшиеся со всех сторон к гробу Пушкина. «Национальное самолюбие», пишет Либерман, «возбуждено тем сильнее, что враг, переживший поэта иноземного происхождения, думают, что со времени смерти Пушкина и до перенесения его праха в церковь в его доме перебывало до 50 тысяч лиц всех состояний. Шел даже вопрос о том, чтобы отпрячь лошадей траурной колесницы и предоставить несение тела народу. Друзья поэта все стали казаться подозрительными, нет ли заговора, нет ли тайной политической партии, князь Вяземский, стараясь спасти свою репутацию благонамеренного монархиста, жаловался, однако, великому князю Михаилу Павловичу на распоряжение Бенкендорпа. В доме, где собралось человек десять друзей и близких Пушкина, чтобы отдать ему свой последний долг, в маленькой гостиной, где мы все находились, очутился целый корпус жандармов, где с преувеличением можно сказать, что угробы собрались в большом количестве не друзья, а жандармы. Против кого была выставлена эта сила, весь этот военный парад? Я не касаюсь пикетов, расставленных около дома и в соседних улицах. Тут могли выставить предлогом, что боялись толпы беспорядка. Но чего могли опасаться с нашей стороны? Власти действительно растерялись и недоумевали, что надо делать. Они так привыкли к официальности и отсутствию всякого общественного мнения, что изъявление каких-то чувств и самостоятельных мыслей испугало и поразило их. Княгиня Мещерская, дочь историка Карамзина, писала вскоре после смерти Пушкина. Мещерская, Екатерина Николаевна, 1806-1867 год и старшая дочь Карамзина от второго брака. В 1828 году вышла замуж за подполковника гвардии в отставке князя Петра Ивановича Мещерского, 1802-1876 годы. Ей Пушкин написал в альбом стихотворения Акафист Екатерине Николаевне, 1837 год. В течение трех дней, в которые тело его оставалось в доме, множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснилось пестрой толпой вокруг его гроба. Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях приходили поклониться праху любимого народного поэта. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести, тогда как в наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто-нибудь думал и сожалел о краткости его блестящего поприща. Слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память славного поэта и несчастного супруга, с изумительным мужеством принесшего свою жизнь в жертву чести. И в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению гнусного обольстителя и проходимца, у которого было три отечества и два имени. Не все, подобно Мещерской и Карамзиной, делили охотно свои чувства с простым народом у гроба поэта. Иных пугала эта новая невиданная толпа каких-то неведомых людей, неожиданно заявивших о своем праве почтить память поэта, которого они считали выразителем своей воли. Сынок графа Строганова предупреждал папашу, что, попав в дом Пушкина, после дуэли, он увидел там разбойничьи лица и всякую сволочь. Станислав Моравский в своих воспоминаниях сообщает, все население Петербурга, в особенности Черни, мужичье, волнуясь, как в конвульсиях, страстно жаждал отомстить Дантесу. Жандармы боялись, что Чернь выбьет окна у нидерландского посланника. Сынок графа Строганова. Строганов Александр Григорьевич, 1795-1891 годы. В 1836 году исполнял обязанности Черниговского, Полтавского и Харьковского генерал-губернатора. Был женат с 1820 года на Наталье Викторовне Кочубей, первой любви Пушкина в царском селе. Моравский, Станислав Аполлинарий, 1802-1853 годы, врач, статс-секретариата царства польского. В Петербурге с 1827 года. Литератор, автор записок. По распоряжению Бенкендорфа в ночь на 31 января тело поэта под охраной у жандармов было перенесено в конюженную церковь. Любопытно, что на выносе тела не присутствовала Наталья Николаевна. Приглашение от ее имени разосланное уведомляло, что отпевание состоится в Исаакиевском соборе. Так называлась тогда церковь в здании Адмиралтейства 1 февраля в 11 часов до полудня, но извещение о перемене места отпевания не было послано. Однако собралось много народу, но в церковь пускали по билетам и огромная толпа, стоявшая на площади, только тогда увидела гроб поэта, когда Крылов, Жуковский, князь Вяземский, Тургенев и прочие писатели вынесли его на паперть. Гроб поставили в какой-то подвал соседнего с церковью дома. Тело поэта должны были отвезти в Светогорский монастырь. Царь предложил исполнить эту миссию Александру Ивановичу Тургеневу. 3 февраля в полночь гроб поставлен был на простые сани. Никита Козлов, коммердинер Пушкина, попросил разрешения проводить гроб до могилы. Тургенев с почтальоном сел в кибитку, а в другой кибитке впереди гроба ехал жандармский офицер. Псковскому губернатору было уже послано из Петербурга официальное предписание о недопущении каких-либо неуместных почестей покойному дворянину Пушкин. Погребение состоялось 6 февраля в 6 часов утра в присутствии Тургенева, нескольких крестьян и жандармского капитана. Могила Пушкина в четырех шагах от церковной стены против алтаря рядом с могилами его предков. Стоит широк дуб над важными гробами колеблюсь и шумя. Из стихотворения «Когда за городом задумчив я брожу 1836 год». Постскриптум В литературной газете 5 октября товарищ Сергеевский истяжавший лавры гиростратов в качестве редактора, собравшего в пушкинском сборнике литературного наследства ряд статей, в которых Пушкин характеризовался как лакей-предатель, неожиданно выступает ныне в роли защитника великого поэта. Сергеевский Иван Васильевич 1905-1905-1954 годы советская литература вед. Его основные работы посвящены проблемам пушкиноведения. Кто же обидел Пушкина? Обидчик это я, Георгий Чулков. Чем же я снизил и умолил значение великого вождя русской поэзии? Я, видите ли, повинен том, что не утаил от читателей донжуанского списка поэта. Товарищ Сергеевский не заметил, будто бы в опубликованных мною главах биографии Пушкина ни моего рассказа об идейных муках поэта, ни об его мятежном сердце, ни об его страстной борьбе с тогдашней политической реакцией, ни об его счастливых поисках народного языка, ни об его могучем реализме. Все это есть в моей биографии Пушкина, но товарищ Сергеевский ничего этого не увидел. Он увидел только имена женщин, в которых был влюблен Пушкин. Товарищу Сергеевскому нет дела до того, что я с величайшей осторожностью и лаконизмом касаюсь этой темы, отстраняя сознательно огромный материал, накопившийся в этой области Пушкиняны. Вероятно, товарищу Сергеевскому очень памятна моя статья «Ревнители пушкинской славы». Ему захотелось получить реванш за проигранную партию в литературном наследстве, но он увлекся и захотел играть на верную. Но за такую игру получают соответствующее возмездие. Грамотных людей не обманешь. «Мою биографию Пушкина читают сотни тысяч людей, и кроме журналистов такого типа, как Сергеевский, никому в голову не может прийти, что я в огромном культурном явлении Пушкин вижу одно только его донжуанство. Но биограф был бы шарлатаном, если бы он старался умолчать об этих фактах из жизни великого человека. Упрямые факты не умаляют истины. Гримировать Пушкина под добродетельного буржуа так же неразумно, как гримировать его под лакеи предателя. Партийное руководство ударило по рукам этих гримеров, но им все еще хочется как-нибудь солгать на новый лад. Я буду очень рад, если серьезные критики укажут мне на мои фактические ошибки. Они возможны. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я буду благодарен всем, кто внесет какие-нибудь поправки в мою биографическую работу, пока что единственную. Но жалкие инсинуации никому не нужны и всем противны. Ими нельзя заменить ни таланта, ни компетентности, ни хорошего вкуса. Кстати, о вкусе. Товарищ Сергеевский обиделся за Кочановского, известного гонителя Пушкина. Я допустил по его мнению оплошность, назвав рецензию Кочановского глупой. Эта обидчивость понятна. Свой своему поневоле брат. В утешении товарищу Сергеевскому напомню эпиграмму Пушкина на умного заила. Как? Жив еще курилка журналист? Жив охоник. Все так же сух и скучен и груб, и глуп, и завистью размучен. Все тискает в свой непотребный лист. Георгий Чулков Как жив еще курилка журналист. Эпиграмма написана Пушкиным в связи с появлением вестники Европы заметки с критикой на кавказского пленника, автором который поет Щелка Чиновского, однако автором ее скорее всего был Дмитриев. Текст эпиграммы основан на известной в свое время песне, которая пелась при гадании, где курилка это лучина, которую поджигают, задумывая желание. Конец книги Ноябрь 1999 Звукорежиссер Елена Ситникова Читал Илья Крудовский Звукорежиссер Елена Ситникова Звукорежиссер Елена Ситникова Елена Ситникова Елена Ситникова